Андре Мороа, Тургенев, Москва, издательство «Согласие», 2001 год. Часть первая. Юные годы русского помещика. Первые опыты в литературе. Французу, живущему в 1930 году, непросто вообразить, что представлял собой русский помещик в 1820-м. По сравнению с Западной Европой, развитие общества в России шло едва ли не противоположным путем. Как почитаешь русскую историю, создается впечатление, будто перед твоими глазами задом наперед прокручивают киноленту, посвященную французскому средневековью. У нас рабство медленно исчезало, на Руси столь же постепенно укоренялось. В XVII веке русское государство, нуждаясь в поддержке дворян, в обмен за службу, передало им в собственность огромные земельные угодья, возделывания которых должны были обеспечивать крестьяне. Малу-помалу крестьянина прикрепили сперва к земле, потом и к персоне ее владельца. Помещик, или, как его называли в России, барин, мог владеть тысячей, двумя тысячами, пятью тысячами душ. Возник даже обычай продавать крестьян без земли, а оказание любой помощи беглому крепостному считалось преступлением и преследовалось по закону. В XVIII веке правительство Екатерины Великой, которое философствовало вольнодумно, а царством распоряжалось деспотически, не только упрочило власть земледельцев, но даже еще больше расширило ее пределы. Помещики получили право отправлять в ссылку крестьян, не проявивших должной почтительности к своему господину. В сочинениях Тургенева то и дело встречаются мужики, которых барин женит против их воли, а за отказ им забревают лбы и на 25 лет отправляют служить в армию. Крестьянин тот же раб. Хозяин волен его высечь, может и продать его. Мужик должен содержать своего господина, будь то посредством барщинных работ или выплаты оброка. Астольф де Кюстин, бывший во Франции ультрароялистом, в России же, к собственному удивлению, открывший в себе либерала, писал «У этих несчастных ничего нет своего, ни лачуги, ни жены, ни детей, ни даже сердца». Представлять русских землевладельцев того времени более злыми, нежели прочие смертные, было бы как психологической, так и исторической ошибкой. Человеку редко бывает свойственно подвергать сомнению обоснованность привилегий, выпавших на его долю. Эти русские 1800-х годов нам хорошо знакомы по романам Толстого и Тургенева. Они не были ни более, ни менее жестокими, чем французские феодалы, жившие несколькими столетиями раньше. Их беда состояла лишь в том, что они уже являлись анахронизмом. Среди них попадались сущие монстры, но весьма редко. Находились и справедливые люди, с беспокойной совестью, вроде Безухова, из войны и мира. В большинстве же это были добродушные бездельники, которые не знали, да и знать не желали своих крестьян. Чтобы не заниматься ими самим, они поручали все дела управляющим. В сущности, российское крепостное право напоминало рабство в Риме или положение американских негров до войны за независимость. Одни помещики господствовали на патриархальный лад, другие давали полную волю своим опасным капризам. Александр I, государь-мистик, вступивший на престол в начале XIX века, ничего не изменил. В первые годы его царствования можно было ожидать, что Александр способен стать реформатором. Но этот благочестивый император зрел в себе лишь орудие провидения, карающего злобу и властолюбие Наполеона. Фанатически уверовав в собственную миссию, он на этом основании стал рассматривать всякую оппозицию как покушение на святыню, а после бунта Семеновского полка сделался особенно вздорен и подозрителен. Сочтя себя жертвой черной неблагодарности подданных, Александр оставил заботу об их освобождении. В 1818 году, когда родился Тургенев, в России царствовало абсолютное, наивно-безжалостное самовластие. Другой решающей чертой русского общества являлось отсутствие свободы мысли. Университеты были очищены от инакомыслящих как в политическом, так и в религиозном отношении. Экстатическая набожность государя способствовала распространению в русском обществе лицемерного мистицизма и показного ханжества. В учебных заведениях новейшие доктрины из области геологии и астрономии находились под запретом. К лекциям по минералогии, согласно предписаниям, належало присовокуплять молитвы. В обязанности преподавателя словесности входило доказательство литературного превосходства Библии по сравнению со всеми мыслимыми писаниями светских авторов. Преподавателю политической экономии полагалось особенно напирать на добродетели, кои преобразуют блага материальные в блага духовные. На медицинском факультете не разрешалось производить вскрытия, и, разумеется, нельзя было ничего напечатать, не представив сначала на строжайшее рассмотрение цензуры. Запрещалось даже критиковать актеров его величества. «Крестьянин, живущий в окрестностях Парижа, или любой мелкий французский буржуа, свободнее, чем знатный русский вельможа», — писал Кюстин. После кончины Александра, наследовавший ему Николай I, может статься и захотел бы придать общественному устройству более современный вид. Но он, едва вступив на престол, был вынужден бороться против злосчастного и трагического заговора декабристов. Солдаты, принявшие участие в декабрьских волнениях, кричали «Да здравствует Конституция», полагая, что так зовут жену великого князя Константина. Вот и вышло, что первыми публичными действиями императора от природы великодушного были приказ полить из пушек по собственному народу и казнь заговорщиков, приговоренных к повешению. Этому государю, столь великому, что даже враги, ополчаясь на него, видели в нем скорее небожителя, чем смертного, столь красивому, что Кюстин смог написать «Есть три вещи в России, которые стоят тягот путешествия». Два неодушевленных предмета и один человек. Это Нева в Белые ночи, Кремль при лунном свете и император Николай. Пришлось, тем не менее, смириться с необходимостью проявлять свой героический дух, только защищая свою же власть. Он стал романтиком абсолютизма. Дон Кихотом самовластия. Своим девизом он сделал «Православие, самодержавие, народность». Церковью он взялся управлять по-военному и во главе Священного Синода поставил гусарского генерала. Он подавлял мятежи, не питая к этому склонности, а мыслящую Россию пытался усмирить, окружив ее своего рода китайской стеной. Да и много ли мог знать император? Тургенев как-то рассказывал, что этикет воспрещал государю прочесть книгу, покуда ее специально для него не перепишут от руки определенным официально установленным манером. Кюстин, описывая путешествие императрицы Екатерины по Кавказу, вспоминал, что когда она проезжала через разрушенные селения, было приказано выстроить вдоль пути ее следования деревни из крашенного картона. Души подданных, подобно тем деревням, являли царю не более чем обманчивую видимость размалеванных фасадов. Была у России и третья примечательная черта. В этой стране, сколько бы ни старались задушить свободу мнений, все-таки существовал культурный класс, мыслящий довольно смело. Еще во времена Екатерины в крупных городах часть русского дворянства усвоила идеи французских философов. Даже в бумагах самой императрицы были обнаружены проекты освобождения крестьян от помещичьей власти. Многие молодые дворяне, имевшие учителей французов, были воспитаны на трудах Вольтера, Дидро, Руссо. Священнослужители, лишенные сана, энциклопедисты, заражали их опасной мудростью французского XVIII века. Офицеры союзной армии, которые, преследуя Наполеона, прошли всю Европу и побывали в Париже, вернулись домой, побежденные своей победой. Теперь на российских просторах их ужасала торговля рабами, возмущали телесные наказания. Возник ряд тайных дворянских кружков, распространявших эти взгляды Северное общество, Южное общество, Славянский союз. Посол Франции Ла Ферране однажды не без основания заявил императору Николаю, что в России весь высший свет представляет собой партию оппозиции. Абсолютная монархия, возможно, в обществе, согласна с ее принципами, но в стране, увидевшей совсем рядом пример иной и в целом более счастливой цивилизации, самодержавие утрачивает былую прочность. Россия 1820-х годов начала терять равновесие. Такое политическое состояние опасно для государства, однако же оно способствует появлению больших писателей. Сила противоборствующих общественных страстей и потрясающая внезапность перемен создают для этого самые благоприятные условия. Теперь, описав обстановку, постараемся определить, каково здесь место нашего героя. В обществе, где помещик был всемогущ, если иметь в виду его власть над крепостными, и, напротив, совершенно бесправен, перед лицом высших вельмож и царя, Тургеневу выпало на долю промежуточное положение. Он принадлежал к мелкопоместному семейству, ветви старинного дворянского рода, происходившего из татар. Согласно домашним преданиям, один из предков Тургенева, выходец из Азии, около 1400 года оказался в Москве и поступил на службу. Среди его потомков были генералы, были и губернаторы. Но потом род совсем обеднел. В XVIII веке семье принадлежали всего 100 крепостных душ до деревенька Тургенева в Орловской губернии. Отец писателя Сергей Иванович, почти совсем разорившийся, был офицером в полку Кирасир. Но не отец был главой семьи. Мать Тургенева, Варвара Петровна, урожденная Лутовинова, не имела громкого имени, зато происходила из богатого дома. Жуткая история материнского семейства впоследствии даст Тургеневу немало сюжетов для его прозы. То был мрачный род, дикий и неистовый, в духе Борджия. В их прошлом таилось немало злодейств и кровосмешений. О бабушке Тургенева ходили слухи, будто в старости, уже парализованная, не способная встать с постели, она забила ударами костыля, а потом придушила подушкой мальчика-прислужника. Тот же неукротимый нрав унаследовала и мать писателя. На долю ей выпала пристранная юность. Она росла в доме своего дяди, и обстоятельства ее жизни там выглядели довольно подозрительно. Однако этот дядя умер, оставив ей большое поместье Спасское. Значительное состояние. Двадцать деревень и более пяти тысяч душ. В девичестве Варвара Петровна Лутовинова отличалась неженскими замашками, любила верховую езду и псовую охоту, обыгрывала мужчин на бильярде. Была образована и даже наделена довольно тонким литературным вкусом. «Какого цвета вода в Рейне?» Впоследствии она не раз задавала сыну этот вопрос. Отвечать полагалось, как зеленый виноград. У нее были красивые глаза, решительный подбородок, а вот нос слишком широкий, да к тому же сизоватый. Пылкая, властная, она жаждала быть любимой, но никому не нравилась. В соседском имении Спасское ей повстречался красивый офицер-киросир Сергей Иванович Тургенев. Она была на шесть лет старше, но решила женить его на себе. Вся инициатива сближения исходила от нее. Он не слишком сопротивлялся. Офицеру без гроша в кармане мудрено противостоять напористой девице, имеющей пять тысяч душ приданного. К тому же за его богатырской наружностью скрывалась до странности женственная натура. Когда в 1860 году в доме Тургенева в Спасском повесили его портрет, гости замечали, что его папаша и на мужчину-то не похож, не дать не взять дама, точнее, камелия, наряженная в белый офицерский мундир. Голубые глаза были спокойны и скрывали в себе какую-то тайну, губы ироничные и чувственные. Вопреки происхождению, в его внешности не было ничего азиатского. Как выразился один тургеневский герой, «Мы все урождаемся белокурые, очами светлые и чистые лицом». Тургенев в первой любви описал брак, похожий на тот, что связывал его родителей. Мой отец, человек еще молодой и очень красивый, женился на ней по расчету, она была старше его десятью годами. Матушка моя вела печальную жизнь, беспрестанно жаловалась, сердилась, но не в присутствии отца. Она очень его боялась, а он держался строго, холодно, отдаленно. Диковинный это был союз, и его странная природа очень повлияла на формирование характера будущего писателя. Мало того, что он унаследовал богатырский рост, пшеничные усы и явное слабодушие отца полковника. Буйный материнский нрав еще более усугубил природную беспомощность сына, напрочь подавив в нем волю. Госпожа Тургенева у себя в Спасском держалась, как правительница маленького королевства. Своего дворецкого она называла министром двора, а слугу, которому было поручено доставлять ей письма, министром почты. У нее в поместье имелся собственный начальник полиции. По примеру средневековых крепостей в Спасском производилось все необходимое для жизни владетельного семейства. В подчинении госпожи Тургеневой состояла целая армия подданных. За стенами господского дома, состоявшего более чем из сорока комнат, в одном крыле помещались крепостные рабыни, занятые придением, шитьем и вышиванием, в другом музыканты, тоже крепостные. В те времена помещик, случалось, мог купить у соседа целый оркестр. Полковник Тургенев выбирал себе хорошеньких наложниц среди дворовых девок. Варвара Петровна, раздраженная, униженная мужниными изменами и не блещущая тактом, вымещала свои обиды на крепостных. Сыну с детства запомнился случай, как двух молодых крестьян по распоряжению его матери выслали в Сибирь, за то, что, проходя садом, зазевались и не отвесили ей поклона при встрече. Впоследствии он показывал своим гостям в Спасском на одно из окон дома и говорил, «Вот здесь у этого окна сидела моя мать, стояло лето, и ставни были отворены. Я был там, когда те двое, накануне отправки в Сибирь, подошли к окну с обнаженными понурыми головами, чтобы откланяться и проститься с барыней». Для обучения детей немецкому и французскому языкам Тургенева нанимали всевозможных мсье и фрейлин. Но в этом доме и с гувернерами обращались так же грубо, как со слугами. Маленьким господам разрешалось играть с крестьянскими детьми, но те не имели права ударить Борчука. Тургенев рассказывал, что однажды мать застала его с крестьянским мальчиком, когда они сражались с подушками, и тотчас же велела этого мальчика выпороть. На свой детский манер, повторяя общие судьбы российского дворянства той поры, юные отпрыски помещичьего семейства ощущали всемогущество своей власти над подданными их маленького королевства и в то же время беспредельную слабость перед самовластьем матери. Обоих сыновей госпожи Тургеневой Ивана и Николая чуть ли не каждый день секли розгами. В 1873 году Флабер, обедая с Тургеневым, рассказал ему, как в бытность свою воспитанникам лицея в Руане он сочинил драму о Людовике XI, где персонажи из простонародья, сетуя на тяготы жизни, выражались так. «Ваша милость, мы вынуждены приправлять овощи солью наших слез». Эта фраза пробудила в Тургеневе воспоминания детства. Он поведал, как однажды, вытерпев за ничтожный проступок порку и оставшись без обеда, он бродил по саду с горьким наслаждением, глотая соленую влагу, что лилась у него из глаз и по щекам, стекала в уголки рта. Несмотря на казарменные порядки, царившие в их семье, Тургенев навсегда сохранил чарующие воспоминания о детских годах в Спасском. Видно, есть в российских пейзажах таинственная прелесть, и тем, кто однажды узнал ее, суждено до гробовой доски любить их и по ним тосковать. Так и Тургенев вечно хранил в памяти туман, ползущий вверх по склонам холмов, березы, осиные вербы и витающие в чистом сухом воздухе аромат спелой, свежескошенной ржи и гречихи. В Спасском ребенок научился разбираться в птицах, деревьях, травах, узнал их так, как знают лишь те, кто вырос в сельской местности. Нашлись там и диковинные учителя, знакомившие его не только с природой, но и с поэзией. В прекрасной новелле «Пунин и Бабурин» он описал персонажа из крепостных, любителя поэзии, с которым он сиживал вместе на травке, слушая, как тот читает стихи. Из недавно опубликованных в России писем видно, что полковник Тургенев также не оставался безучастным к воспитанию своих сыновей. Почти все его послания адресованы старшему сыну Николаю, но дают представление о личности не столь холодной и менее замкнутой, чем герой первой любви. Сергею Николаевичу Тургеневу отнюдь не безразлично, чем живут его дети. «Ты, разумеется, знаешь, сколь занимает меня твое учение. Не пиши мне всего-навсего, учителя мною довольны, я стараюсь помнить твои наказы, но о каждом предмете рассказывай особо. Например, что во французском и немецком языках у тебя успехи такие-то, в русском — этакие, в латинском — и так далее. То же и в географии, в истории, мол, читаем там-то, на странице такой-то, наконец, в математике проходим то-то, и так по очереди все предметы, какие тебе преподают. Не забудьте музыку». Это очень важно, ведь речь идет о становлении писателя. В отличие от большинства своих современников, Сергей Николаевич хотел, чтобы его сыновья хорошо изъяснялись по-русски. «Вы все мне пишете по-французски или по-немецки, а за что пренебрегаете наш природный?» Пора, пора уметь хорошо не только на словах, но и на письме объясняться по-русски, это необходимо. И для того вы можете писать ваши журналы следующим образом. «Понедельник» — по-французски, «Вторник» — по-немецки, «Середа» — по-русски и так далее, в очередь. В 1827 году семья Тургеневых переехала в Москву, где стал учиться Иван. Москва была тогда городом на редкость поэтичным. Зимой на белых под снеговым ковром улицах слышны были лишь мягкие шаги лошадей до шорох санных полозьев. Разукрашенные храмы с золочеными куполами, блиставшими над этим безмолвием, запомнились Тургеневу на всю жизнь. В 14 лет он был тихим, слабым мальчиком, мечтателем и книгачеем, любившим стихи. Будучи очень высок ростом, немного сутулился. Он поступил в университет. Там ему велели дать подписку, что он не принадлежит ни к какому тайному обществу. Подписку он дал. Однако движимый протестом, какой рождали в нем нравы его семейства, он стал республиканцем и повесил у себя в комнате портрет Фукьетенвиля. Товарищи, окружавшие его, считали себя революционерами. В Московском университете владельцев крепостных душ уподобляли не иначе, как только тиграм и аспидам. Разговоры среди студентов велись без конца. При выходе занятий в жилых комнатах за самоваром теоретическими спорами увлекались невероятно. Вы представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков. Одна сальная свеча горит, чай подается прискверный, и пироги к нему старые-престарые. А посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши. В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется. И говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии. Говорим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками, но что за беда? Вспомните, в какое тяжелое и мрачное время это происходило. Из Московского университета Тургенев перешел в Петербургский, считавшийся более серьезным. Преподавание велось там по немецким методикам, и Тургенев так же, как все его товарищи, пережил период бурного увлечения метафизикой. В моде был Гёте, но особенно Гегель. Священная невнятица философского языка окутывала туманом даже самые простые действия. Студенты ездили в парк Сокольники, чтобы, кавычки открываются, отдаться пантеистическому чувству единения с космосом. Конец цитаты. Когда Тургеневу сравнялось 17, он начал писать автобиографию. Кавычки открываются. Мне 17 лет было тому с неделю. Я хочу написать все, что я знаю о себе, всю мою жизнь. Для чего я это делаю? Две причины. Во-первых, читал недавно исповедь Жан-Жака Руссо. Во мне возродилась мысль написать и свою исповедь. Во-вторых, написав свою жизнь теперь, я не стану трогать этой тетради лет до 50, если доживу. И тогда мне, наверное, приятно будет вспомнить, что я думал, что мечтал в то время, когда писал эти строки. Итак, я начинаю. Конец цитаты. Продолжения не было. Философские волнения и чувственное беспокойство стали тревожить юношу почти одновременно. В усадьбе было полно красивых девушек, и никто из них не мог противиться власти молодого барина. Таковы были его первые опыты. Спустя много лет, обедая в ресторане Маньи в обществе Ганкуров, Додей и Флабера, он им рассказывал об этом. Кавычки открываются. «Я был совсем еще юн, девствен, с теми желаниями, что возникают в 15 лет. У моей матери была служанка, красивая и на вид глупая. Но вы знаете, некоторым лицам глупость придает своеобразное величие. День был сырой, влажный, дождливый. Один из тех эротических дней, которые только что описал Даде. Сумерки сгущались. Я гулял в саду. Вдруг эта девушка подошла прямо ко мне и взяла меня за волосы. Я был ее барином, а она моей крепостной рабыней. Ухватила за волосы на затылке, потянула их и сказала, «Пойдем». Затем последовали ощущения, знакомые каждому из нас. Но ласковый жест, каким она сжала в ладони мою прядь, то единственное слово, что она произнесла, поныне иногда приходит мне на память, и это воспоминание наполняет меня счастьем. Конец цитаты. Им овладела тогда странная смесь чувственности и сентиментальности. Кавычки открываются. Помнится в то время образ женщины, призрак женской любви, почти никогда не возникал определенными очертаниями в моем уме. Но во всем, что я думал, во всем, что я ощущал, таилось полусознанное, стыдливое предчувствие чего-то нового, несказанно сладкого, женского. Конец цитаты. Он говорил Флаберу о глазах первой любимой им женщины, как о чем-то совершенно нематериальном, неземном. Кавычки открываются. Вся моя жизнь пронизана женским началом. Ни книга, ни что-либо иное не может заменить мне женщину. Как это выразить? Я полагаю, что только любовь вызывает такой расцвет всего существа, ничто другое, не правда ли? Послушайте, в молодости у меня была любовница Мельничиха в окрестностях Санкт-Петербурга. Я виделся с ней, когда ездил на охоту. Она была прелестно, беленькая, с лучистыми глазами, какие встречаются у нас довольно часто. Она не хотела ничего брать от меня. В один прекрасный день она сказала, «Вы должны сделать мне подарок». «Что же ты хочешь?» «Привезите мне душистое мыло». Я привез ей мыло. Она взяла его и исчезла, а потом вернулась, раскрасневшаяся от смущения, и прошептала, протягивая мне благоухающие руки, «Поцелуйте мне руки, как вы целуете их дамам в петербургских гостиных». Я бросился перед ней на колени. И, поверьте, не было в моей жизни мгновения, которое могло бы сравниться с этим. Конец цитаты. Теперь мы начинаем представлять себе восемнадцатилетнего Тургенева, этого богатыря с маленькими, не по росту руками, признаком слабости характера. Он сам говаривал, глядя на свои ладони, чего можно ожидать при таких руках. У него был тот простодушно-жизнерадостный вид, кавычки открываются, доверчивый и на первый взгляд глуповатый, по которому легко узнавать отпрыска степного помещичья семейства, рожденного и выросшего на лоне природы. Манера держаться немного неуверенная, привычка отвечать настороженной улыбкой всякому, кто на него посмотрит. Наконец, благодушный нрав, здоровье, бесхарактерность и еще раз бесхарактерность. Кавычки закрываются. Отец его умер, но Варвара Петровна была даже очень жива и осуществляла родительскую власть. Как большинство русских, она не питала уважения к отечественным университетам. Считалось, что всякая наука идет из Берлина. Она решила отправить сына завершать образование в Германию. В Берлине он нашел колонию русской молодежи, чьим интеллектуальным вождем был Станкевич. Немного позже туда приехали два человека, которым предстояло сыграть значительную роль в его жизни, Александр Герцен и Бакунин. Герцен – незаконный сын русского помещика Яковлева и красивой уроженки Вюртемберга. Такая фамилия была ему дана в знак того, что сердце, в скобках, Герц, сыграло в его рождении решающую роль. Хотя не достиг еще 25 лет, уже был выслан из России за свои убеждения. Бакунин – человек поразительный и сложный. Изумил Тургенева диковинным совпадением их судьбы и натуры. Он тоже был сыном барина. Его отец владел имением Примухина с одной тысячей двумястами крепостных душ. Подобно Тургеневу, Бакунин отличался богатырским ростом и телосложением. Но лицо его с халмыцкими чертами, обрамленное огромной гривой откинутых назад каштановых волос, было гораздо грубее, чем физиономия его друга. Молодость свою он провел в треволнениях Тургенева неведомых, бунтовал против отцовской, а затем и царской власти. Свой восторженный идеализм он внушил сестрам, которые, верными братскому культу и сталками, дожидались его дома, читая Жан-Поля и Навалеса и посылая брату пламенные письма. Тургенев воспылал страстным интересом к Бакунину. Он то восхищался бурным красноречием нового друга, то терзался подозрением, что в его мощном теле кроется такая же слабая душа, как у него самого. В эти берлинские годы Бакунин, как, впрочем, и Герцен, еще был настроен умеренно. Все эти юноши преклонялись перед философией Гегеля, поскольку Гегель учил, что все действительно разумно, его последователи принимали общество таким, каким его создала история. Новые друзья Тургенева утверждали, что творение идет к божественному завершению, история представляет собой развитие универсального разума. Если товарищ из более радикальной группы говорил, что одного голодного нищего достаточно, чтобы нарушить гармонию природы, философы-гегельянцы отвечали, кавычки открываются, даже если нам непонятно какая-либо конкретная ситуация, мы сохраняем уверенность, что во вселенной царят дух и разум. Конец цитаты. Люди почти всегда требуют от философской доктрины, чтобы она служила разумным обоснованием для их чувства действий. Русская молодежь 1840-х годов, подчиняясь самовластию царя, чей деспотизм был очевиден и себе на парикор этого монарха обожая, как ей казалось находила в гегелеской философии право оправдания своей покорности. Ведь там говорилось, что государство есть живой организм, он таков, каким сформировала его история. Ни отдельному человеку, ни группе людей не дано переделывать его по своему произволу. Кавычки открываются. «Итак, не будем толковать и рассуждать о необходимости безусловного повиновения царской власти, это ясно и само по себе». Конец цитаты. Таково было правое гегельянство. Но уже Герцен понимал, что у того же Гегеля можно найти доказательства закономерности всяческой борьбы против самовластия. Ведь коль скоро все действительно разумно, то и революционер, будучи реальным, тоже представляет собой часть исторического плана». Кавычки открываются. «Если существующий общественный порядок оправдывается разумом, то и борьба против него, если только существует, оправдана». Конец цитаты. Так зародилась философия левого гегельянства, и лишний раз обнаружилось, что умозрения людей, отринувших прочную опору конкретной реальности, бесполезны, и речь, орудие их построений, не должна становиться религией. Кант сказал, «Легкой голубке может показаться, что ей будет легче лететь в пустоте». Конец цитаты. Однако же создается впечатление, что Тургенев при всем увлечении этими духовными оргиями никогда не утрачивал связи с землей. Экзальтированные мечтания о божественной сущности любви в ту пору совмещались у него с обыденной и довольно вульгарной распущенностью. Любопытно, что мать в этом смысле поощряла его, требуя, чтобы сын делился с ней самыми интимными подробностями своей жизни. «Ты моя звездочка», писала она ему, «моя жизнь зависит от тебя». «И в дневнике ее находим «Жан мое солнце». Я только его и вижу, а когда оно заходит, я не вижу больше ничего». Иногда она писала ему и так «Милая доченька моя Жанетта, ты моя любимица». Между матерью и ее властным мужским нравом и женственным по характеру сыном сложились особые отношения, ничего похожего на обычное распределение ролей. Когда Тургенев завел сорокалетнюю любовницу, она дала понять, что очень довольна. Кавычки открываются. «Я всегда желала, чтобы тебя полюбила опытная женщина средних лет. Такие женщины помогают юноше возмужать. Преимущества тут обоюдные. Женщине льстит любовь молодого человека, а он пользуется ее опытностью». Кавычки закрываются. Она и в самом своем цинизме походила на мужчину. Сын же ее беспрерывно рассуждал о Гегеле, роняя вокруг себя кучки табака, разбросанные по столу стульем кровати. Они напоминали о Спасском, о Скирдах сена, между тем, как русские студенты в Берлине упивались прекрасным чаем, который Варвара Петровна посылала своему возлюбленному сыну. Домой из Германии он возвратился в 22 года. Как хорошо было вновь увидеть пруды с лебедями, старых слуг, снова вдыхать запахи льна и гречихи, любоваться бледной зеленью и берез? Он был страстным охотником и тотчас же схватился за ружье. Есть ли в мире большее наслаждение, чем весенний порой в предрассветный час выехать на простор русской равнины? Кавычки открываются. Вы выходите на крыльцо. На темно-сером небе кое-где мигают звезды. Влажный ветерок изредка набегает легкой волной. Слышится сдержанный неясный шепот ночи. Деревья слабо шумят, облитые тенью. Вам кладут ковер на телегу, ставят в ноги ящик самоваром. Престижные ежатся, фыркают и щеголевато переступают ногами. Пара только что проснувшихся белых гусей молча и медленно перебирается через дорогу. Вот вы сели, лошади разом тронулись, громко застучала телега. Прут едва начинает дымиться. Вам холодно немножко, вы закрываете лицо воротником шинели, вам дремлется. А между тем зая разгорается, вот уже золотые полосы протянулись по небу, во врагах клубятся пары. Свежо, весело, любо, как вольно дышит грудь, как бодро движутся члены, как крепнет весь человек, отдохав на этот раз в Спаское, Тургенев взял себе в любовницы работавшую его матери Белошвейку, и она родила ему дочь, которой дали при крещении имя Пелагея. Когда Иван, слегка конфузясь, решился высказать опасения насчет того, как станут обращаться с матерью его ребенка, мать написала ему, какой ты чудак, не вижу ничего дурного ни с твоей, ни с ее стороны, это же просто физическая страсть. Мораль русской аристократии 1840-х годов была порождением французской морали 18-го века, только с патриархальным оттенком, который был неведом мадам де Мартей. Одновременно с этой простой физической страстью Тургенев продолжал метафизический роман с Татьяной, одной из сестер Бакунина. Это была девушка 27 лет, восторженная, помешавшаяся на идеологии. У нее с братом родственная любовь поначалу приняла характер мистический и несколько сметенный. Последовавшая затем разлука внесла умиротворение. В Берлине Бакунин вручил другу письмо к своей семье, и Тургенева приняли в примухине как брата. Он тотчас спустился рассказывать разные истории с талантом, поразившим трех пылких девиц. Татьяна решила, что перед ней будущий гений. Но отношения Тургенева с женщинами всегда отличались двойственностью. Это было его фатальное свойство. Он наступал с жаром, женщина, поверив ему, отвечала его страсти, а он тотчас начинал понимать, что не создан для сильных чувств, и даже страшится их. Тут он, оробев, шел на попятный, а разочарованная, обескураженная женщина проникалась презрением к нему. С Татьяной Бакуниной именно так и вышло. Он начал говорить ей о любви, но чуть только увидел, что она завоевана, надумал перевести их отношения из любовного плана в интеллектуальный. Кавычки открываются. Я никогда ни одной женщины не любил более вас, хотя не люблю и вас полной и прочной любовью. Для вас одних я хотел бы быть поэтом, для вас, с которой моя душа каким-то невыразимо чудным образом связана, писал он ей. Ой, если б я мог хоть раз пойти с вами весенним утром вдвоем по длинной длинной липовой аллее, держать вашу руку в руках моих и чувствовать, как наши души сливаются, и все чужое, все больное исчезает, все коварное тает и навек. Конец цитаты. Да, но все чужое не исчезало, не таяло, и она это чувствовала. Она любила всем сердцем, всей душой. Кавычки открываются. Для женщины нет большей радости, чем такая любовь, когда сердце все целиком трепещет в груди, когда душа становится подобно бездонному морю. Кавычки закрываются. Узнав Тургенева лучше, она увидела в нем рассеянного, несколько испорченного молодого человека, слишком легко болтающего о высоких материях. Кавычки открываются. Удивительно, замечает она с горечью, как некоторые люди могут себе воображать все, что им угодно, как самое святое становится для них игрою, и как они не останавливаются перед тем, чтобы погубить чужую жизнь. Почему они никогда не могут быть правдивы, серьезны и просты с самими собою и с другими? Неужели у них совершенно нет понятия ни об истине, ни о любви? Конец цитаты. Всю жизнь удержимым упорством возвращаться в своих произведениях к этому конфликту между нервным, слабохарактерным молодым человеком и страстной волевой девушкой, к изображению все того же контраста, мужчина, опустошенный чрезмерным самоанализом, и женщина, которая, напротив, бесстрашно отдается жизни. По-видимому, в случае Тургенева подобный склад мужского характера был выражен особенно ярко в силу особенностей полученного им воспитания. Но вообще это довольно распространенная черта, вот и Мередит со своей стороны наблюдал ее и описал. Люди, неспособные к страсти, восхищаются этим даром в других и в чистом виде чаще обнаруживают ее у женщин, чем у мужчин. Возможно также, что разум Тургенева уже тогда был слишком прозорлив и честен, чтобы безоглядно вериться стихи и чувства. Во всех сильных страстях присутствует нечто вроде добровольного ослепления, сладостного безумия. Точность здравого рассуждения претит восторженным натурам, раздражает, а в то же время их пылкость приводит в уныние спокойных людей, чей острый нюх замечательно улавливает малейшую наигранность. Однажды Тургенев написал новеллу о старой деве, влюбленной в студента. Она кончалась Но молодость взяла свое в одно прекрасное утро. Проснулся он с такой остервенелой ненавистью к своей в кавычках сестре и лучшему другу, что едва сгоряча не прибил своего коммердинера и долгое время чуть не кусался при малейшем намеке на в кавычках возвышенную и бескорыстную любовь. Конец цитаты. Даже сам Шелли знавал подобные вспышки ярости во времена мисс Хичинер. Влюбленные женщины, их симпатии человек мыслящий умеют путем искусной хотя и бессознательной мимикрии маскировать свое стремление добиться единства взглядов. Мужчина же отказывается участвовать в этой игре, а обнаружив ее обрывает довольно резко. В таких недоразумениях надо обновинить не столько злонравие отдельных личностей, сколько общие свойства человеческой природы. Чем собирался заниматься в жизни Иван Сергеевич Тургенев. Он хотел было стать преподавателем философии, но вскоре раздумал, отказался и от всякой иной карьеры. Его мать весьма охотно примирилась с тем, что сын выбрал праздность. Кавычки открываются. «Ты ничего не хочешь делать? Благослови тебя, Боже, не делай ничего. Живи спокойно там, где захочешь, как захочешь. Ты любишь писать, гулять, охотиться, путешествовать. Кто же тебе мешает? Проводи зиму в Петербурге, извлекайся, ходи в театры, а весной приезжай в деревню, летом будем путешествовать. Осенью займешься охотой. Живи и дай нам жить возле тебя». Кавычки старее она становилась все более капризной и вспыльчивой. Если в пасхальное воскресенье ей случалось проснуться поутру в дурном расположении духа, она запрещала звонить в колокола в церквах всех своих двадцати деревень. И коль скоро она настроена не столь благоприятно, чтобы возрадоваться святой неделе, приказывала, чтобы никто не смел ее праздновать. Она распорядилась, чтобы водопад перенесли в другое место, так как шум воды мешал ей спать. Была некая каша, готовить которую по ее вкусу умели только в одной деревне за несколько верст до усадьбы. Так она приказала, чтобы эту кашу доставляли оттуда несколько сменяющих друг друга верховых, дабы блюдо не успело остыть. Иван, будучи демократом, порой спорил с матерью, вступаясь за крепостных. Впрочем, в таких спорах он неизменно оказывался побежденным и легко признавал свое поражение. Он пытался обособиться от своей родоначальницы, вести в Петербурге светскую жизнь, разыгрывая Дон Жуана или Манфреда. Он ведь и Байроном зачитывался и сам по себе был весьма романтичен. Вот только окружающие как-то не принимали его романтизма всерьез. Этот робкий Дон Жуан вызывал улыбку. Аненков писал о в кавычках «сочетании у него решимости и осторожности, смелости и расчета». Он писал стихи, комедии, драмы и без конца затевал споры, особенно с критиком Белинским, в кавычках «о Западе и о России». Там тоже, как и в университете, «все говорили, говорили, говорили». Кавычки открываются. «Да вы что?» воскликнул Белинский после шести часов спора. «Мы еще не знаем, существует ли Господь, а вы хотите идти обедать». Конец цитаты. Литературный мир Петербурга в ту пору разделился на две партии. Одну из них составляли славянофилы, искавшие источник для своего искусства и вместе с тем для философии в чистоте и простоте русского духа. Кавычки открываются. «Для славянофилов все русское было прекрасным и священным. Православная религия, русская жизнь, русское искусство. Россия с помощью божьего промысла должна была стать маяком, освещающим путь человечеству, на ощупь бредущему во мраке». Конец цитаты. Западники же напротив утверждали, что России следует учиться у Запада. Тургенев, проведший студенческие годы в Берлине, за поем читавший Шиллера поклонник Жорж Санд, среди западников чувствовал себя более в своей тарелке. Позднее в романе «Дым» он довольно жестоко высмеял славянофилов. Потугин, герой этого романа, говорит «Посетил я нынешней весной хрустальный дворец возле Лондона. В этом дворце помещается, как вам известно, нечто вроде выставки всего, до чего достигла людская изобретательность, энциклопедия человечества, так сказать, надо». Ну, срасхаживал я, расхаживал мимо всех этих машин и орудий и статуй великих людей и подумал я в те поры, если бы такой вышел приказ, что вместе с исчезновением какого-либо народа с лица земли немедленно должно было бы исчезнуть из хрустального дворца все то, что тот народ выдумал, наша матушка Русь православная провалиться бы могла в тар-тарары и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы родная. Провалиться могла бы в тар-тарары и ни одного гвоздика, ни одной булавочки не потревожила бы родная. Все бы преспокойно осталось на своем месте, потому что даже самовары лапти и дуга и кнут эти наши знаменитые продукты не нами выдуманы. Конец цитаты. Славянофилы считали европейскую цивилизацию упадочной. Россия в их глазах была единственной молодой страной, от которой еще можно ожидать спасения. По мнению западников, Россия была так же стара, как и все прочие, только развивалась в дурном направлении. Между этими двумя партиями установилась глубокая враждебность. Чувствуя себя в большей мере западником, Тургенев все же затруднялся в выборе, на чью сторону стать. В политике, как и в любви, он не мог похвалиться особой пылкостью. Он был из тех беспристрастных наблюдателей, что волей-неволей замечают в воззрениях противника крупицы истины. Тирания партий и групп была ему не по душе. Кавычки открываются. Кружок, говорил он, заменяет разговор рассуждениями, приучает к бесплодной болтовне, лишает вас на конец свежести и девственной крепости души. Кружок, да это пошлость и скука под видом дружбы, сцепление недоразумений и притязаний под предлогом откровенности и участия. Конец цитаты. Однако, при всей беспощадной точности, с какой он анализировал недостатки кружков, Тургенев, тем не менее, довольно охотно посещал наиболее передовые из них. В зимний сезон 1843-1844 в Петербурге возобновились представления итальянской оперы, для которой доступ в северную столицу на долгое время был закрыт. Среди прочих певиц туда прибыла и Полина Виардо, в девичестве Полина Гарсия. Она происходила из чрезвычайно музыкального семейства. Ее отец Мануэль Гарсия был великим испанским тенором. Полина впервые выступила на сцене три года спустя после кончины своей сестры, певицы Марии Фелисии Малибрам. Мюссе, любившему Марию, казалось, будто в пении младшей сестры он узнает ее воскресший голос. Он даже стал было ухаживать за Полиной, но неблагодарная его отвергла и вышла замуж за Луи Виардо, директора Парижской Итальянской оперы. К устройству их супружества приложила руку Жорж Санд, которая очень любила Полину и, несомненно, именно с нее списала свою консуэла. Полина Виардо не блистала красотой. Многие даже сочли бы ее сутулую, с крупными чертами лица и слишком выпуклыми глазами, довольно уродливой, но то была пленительная дурнушка. Генрих Гейне сравнивал ее наружность с пугающим экзотическим пейзажем. Один бельгийский художник сказал ее будущему мужу Виардо в день их помолвки, «Она отчаянно некрасива, но если бы я увидел ее еще раз, я бы влюбился». В Петербурге она выступала с огромным успехом, там только и говорили, что об итальянской опере. Студенты, рискуя жизнью, по неуспевшему окрепнуть льду, перебегали Неву, чтобы наверняка успеть захватить место и послушать несравненную Виардо. 1 ноября 1843 года ей представили Тургенева. Этот день стал для него священным, и он праздновал его ежегодно. Она же в ту пору не смогла разглядеть в нем человека по-настоящему интересного. Ей должно быть сказали, что он хороший охотник и плохой поэт, но неустанное поклонение в глазах женщин является значительным достоинством, а Тургенев был так предан, что его в конце концов стали ежевечерней после спектакля допускать в уборную певицы. В этой уборной на полу лежала огромная шкура белого медведя, на середине ее сидела Полина в белом пеньюаре. Великой привилегией было право сесть под на одну из лап. Четверо мужчин удостоились чести поделить между собой эти лапы. Генерал, граф, сын директора императорского театра и блаженный Тургенев. Ему досталась третья лапа. Каждый из этих избранных должен был во время антракта рассказать госпоже Виардо какую-нибудь историю. Нетрудно догадаться, что в этой игре Тургенев легко затмевал и генерала, и графа, сына директора. Страсть Тургенева к Виардо скоро стала известна в Петербурге. Он всем рассказывал о своем чувстве, и театральную публику каждый вечер тревожили не в меру бурные рукоплескания этого гиганта. На следующее лето он впервые отправился во Францию, чтобы посетить госпожу Виардо в ее замке в Куртавнеле. Там он подружился с ее мужем и детьми. Являлся ли он любовником хозяйки дома или нет, сказать трудно. Примечание. Семенов, имевший возможность опросить большинство знакомых Тургенева и семьи Виардо, считает эту связь бесспорной. К тому же мнению склоняется Греве, самый объективный и наиболее осведомленный из русских тургеневедов. Конец примечания. Луи Виардо, безусловно, не был супругом склонным к попустительству. Но он мог и не знать истины. Так или иначе, отныне эта страсть, будь то любовь или дружба, заполнили жизнь Тургенева. Поскольку на следующий год Полина не собиралась в Петербург, а должна была выступать в Берлине, он поехал туда. Оттуда он последовал за ней в Дрезден, а потом еще и в Куртавнель. Вернулся вместе с нею. Этот замок находился в Бри, километрах в шестидесяти от Парижа. Там было все самое желанное для Тургенева. Любимая женщина, хорошая музыка, охотничьи угодья. Он провел там все лето. Французу такая ситуация показалась бы довольно странной, но, вероятно, это не выглядело столь диким на взгляд русского, выходца из страны, где традиции гостеприимства не знают пределов, особенно в те времена, когда на его родине множество семейств давало чужестранцам приют под своей кровлей. Зимой, когда у Виардо начались гастроли, Тургенев нашел себе в Париже комнату невдалеке от поля рояля и каждый день ездил оттуда навещать мать Полины, госпожу Гарсия. Маман, как он ее величал. Для него в целом мире не существовало более ничего, кроме Полины, семьи Полины, карьеры Полины. Ежедневно он писал ей длинные письма обо всем на свете. Он руководил ее чтением, толковал ей, про ее, кавычки открываются, ум, столь прямой, столь простой и столь серьезный в своей тонкости и своей прелести. Кавычки закрываются. Описывал ей свои прогулки по парку Тюэльри. Цитата. Я там смотрю, как играет толпа детей. Их детски важная приветливость, их розовые щечки, пощипываемые первыми зимними холодами, спокойный и добрый вид нянек, чудное красное солнце из-за высоких каштанов, статуи, дремлющие воды, величественный темно-серый цвет Тюэльри. Все это мне бесконечно нравится, успокаивает и освежает меня после утренней работы. Помните тот день, когда мы глядели на ясное небо сквозь золотую листву осин? Я веду здесь жизнь, которая мне чрезвычайно нравится. Все утро я работаю, в два часа я выхожу и иду к маман, у которой сижу с полчаса, затем читаю газеты, гуляю, после обеда отправляюсь в театр или возвращаюсь к маман, а затем я ложусь спать. Вот и все. Конец цитаты. Главное же, он давал Полине в высшей степени разумные советы касательно ее искусства. Если ей предстояло петь партию Ифигении, он советовал перечитать трагедию Геты, полагая, что эта роль с ее античной простотою, спокойной и чистой, превосходно подойдет к ней, хоть она и уроженка юга. Цитата. Сама Ифигения не была в кавычках дочерью Севера. Для рыбы нет заслуги в том, что она остается спокойную. Конец цитаты. Когда Полина была вдали от него, Тургенев не знал большего удовольствия, чем выискивать в газетах сообщения об ее успехах. Как-то, когда он остался в Куртовнеле один, а супруги Виардо путешествовали по Англии, тетка Полины, которой он признался, что у него нет ни гроша, подарила ему тридцать франков. Эти деньги он истратил на поездку в Париж, чтобы почитать, что английские газеты пишут о концерте Полины в Лондоне. В Куртовнеле стали ощущать стеснительность его присутствия, но Тургенев этого не понимал. Кавычки открываются. «На что досадует Виардо? Может быть, ему неприятно, что я здесь живу?» писал он Полине. «Я поджал хвост и сижу себе смирнехонько на задке, как собачонка, которая сознает, что над ней смеются, и неопределенно глядит в сторону, прищурив глаза, как бы от солнца». Кавычки закрываются. Пробыв во Франции с 1847 по 1850 Тургенев все это время много работал. Еще до отъезда из России он опубликовал в одном из журналов небольшой рассказ под названием «Хорь и Калиныч». Там происходит всего лишь разговор двух крестьян, но всех читателей потрясла правдивость этого рассказа. Писатель разглядел поразительную сложность чувств и душевную тонкость в мужиках, которым большинство образованных людей в России относилось как к скотам. От него требовали новых произведений, и в 1847 году он напечатал в журнале «Современник» еще восемь рассказов и снова успех. Он рассказывал о том, что видел, когда охотился в окрестностях Спасково. Казалось, ничего не могло быть проще. Обычные русские типы, помещики, управляющие, крестьяне, разговоры загонщиков и детей, виды лесов, полей, ночные пейзажи. Но лучшие критики признавали, что он владеет пером изумительно. Любая деталь в его прозе была обрисована на диво точно, выбор подробностей поражал изысканностью. Сюжетов почти не было. Заблудившийся ночью охотник добирается сквозь туман до костра крестьянских ребятишек, стерегущих в поле лошадей. Всю ночь дети рассказывают друг другу байки русской деревни, утром охотник уходит, вот и все. Но эта новелла Бежен лук настоящий шедевр. Никто еще не создавал лучшего описания ночных молчаливых ландшафтов. В другом рассказе охотник присел отдохнуть в лесу, за деревьями его не видно, и двое крестьян, мужчина и женщина, ведут разговор совсем близко от него. Потом мужчина уходит, девушка, оставшись одна плачет. Персонажи едва различимые оживают, их печаль сливается с грустью увядающей природы. Это свидание. Поломка тележной оси вынуждает автора остановиться у старого крестьянина, отчасти колдуна, отчасти поэта. Это Касьян. Крестьянин жалуется на свою горькую долю, а старый лакей похваляется, каким пышным вельможей был его покойный барин. Это малиновая вода. С большим искусством ловко и неприметно Тургенев умел соединять в своей прозе равнодушную красоту природы и тяготы людских судеб, замыкая все, что происходит в его произведениях в магическую сферу тишины, где самые малейшие детали обретают невиданную ясность звучания. Его пейзажи изысканно хороши, никто никогда не говорил так о деревьях, о листве. Кавычки открываются. Листья чуть шумели над моей головой, по одному их шуму можно было узнать, какое тогда стояло время года. То был не веселый смеющийся трепет весны, не мягкое шушуканье, не долгий говор лета, не робкое и холодное лепетание поздней осени, а едва слышная дремотная болтовня. Конец цитаты. Подобное описание мог создать лишь тот, кто жил в тесной близости с природой, литераторам, которые только порой наносят ей визиты в надежде, в кавычках, угадать ее тайны. Такое недоступно. Но больше всего русских читателей задевало заживое осуждение крепостного права. Невысказываемое автором прямо, выраженное скорее исподволь. Однако же, создаваемые им картины содержали в себе проницательную и мощную сатиру. Тургенев был слишком большим художником, чтобы прибегать к прямолинейным декларациям на сей счет. К тому же, если бы он решился на это, цензура запретила бы издание его рассказов. Но уже одно то, что писатель вывел на сцену крестьян, позволив этим доселе почти никому неизвестным существам вести речи, полные здравого смысла, само по себе являлось критикой рабства. В его изображении они представали деликатными и разумными. Он показывал тяготы их положения и изобличал злобность управляющих, невежество помещиков. В одном из рассказов он описал русского рабовладельца пьянчугу, принуждавшего своих крепостных девушек ночь напролет плясать и петь. Кавычки открываются. А станут уставать, голову на руки положат и загорюет, ох, сирота я сиротливая, покидают меня голубчика. Конюхи тотчас девок и приободрят. В сознании читателя, будь то европеец или русский, затронутый западными представлениями, эти рассказы не могли не пробуждать мысли, что подобному варварству надо положить конец. Любопытно, что годами живя во Франции, Тургенев искал материал для творчества только в своих воспоминаниях о России. Даже то идейное брожение в Западной Европе, что привело к революции 1848 года и должно было напомнить писателю о его берлинских друзьях Герцене и Бакунине, не вызвало у него особого интереса. В день мятежа он обратил внимание лишь на то, как обыденно и равнодушно сновали среди толпы продавцы орехов и сигар. Художник-романист, он мог быть только наблюдателем. Поражение революции, так сильно разочаровавшее его русских друзей, оставило его безучастным. Он в нее не верил. Кавычки открываются. Кто сказал, что свобода предназначение человека? История нам доказывает противное. И уж, конечно, не под обострастие придворного льстеца побудила Гете написать свою знаменитую фразу. Человек не рожден быть свободным. Это просто-напросто факт, истина, которую он высказал, будучи зорким наблюдателем природы. Конец цитаты. В 1850 году Тургенев решился ехать в Россию, хотя не без опасений помышлял о встрече с матерью. Он долго откладывал отъезд. Кавычки открываются. Россия подождет. Пусть она, эта огромная мрачная фигура, неподвижная и загадочная, как сфинкс Эдипа, проглотит меня попозже. Мне кажется, я вижу ее тяжелый безжизненный взгляд, устремленный на меня с холодным вниманием, как и подобает каменным глазам. Будь покоен, сфинкс, я вернусь к тебе, и тогда ты сможешь пожрать меня в свое удовольствие, если я не разгадаю твоей загадки. Но пока не тревожь меня, дай срок, я возвращусь в твои степи. Конец цитаты. Наконец он принял решение и, отправляясь в путь, написал Луи Виардо. Мой дорогой добрый друг, я не хочу покинуть Францию, не сказав вам, как я вас люблю и уважаю, как жалею о необходимости этой разлуки. Конечно, родина имеет свои права, но не там ли настоящая родина, где мы нашли больше всего любви, где сердцу и уму дышатся вольготнее? Нет места на земле, которое я любил бы так, как Куртавнель. Конец цитаты. Варвара Петровна поначалу с теплым чувством ожидала возвращения в кавычках своей Жанетты. Позднее, видя, как долго сын медлит с приездом, да еще связал свою жизнь с этой певицей, полуфранцуженкой, полуиспанкой, грозная владычица Спаскова стала гневаться. Стало быть, оба ее сына, сначала один, потом другой, бежали из того дома, где она надеялась вечно царить над ними, над их женами и детьми. Она приказала поставить на большой дороге столб с дощечкой, на которой было написано «Они вернутся». Но они не возвращались. Когда Иван наконец приехал из Парижа, она сперва приняла его довольно хорошо, но вскоре между ними начались споры материального характера. Она удочерила девушку, которую сыновья знать не желали. Она не хотела давать им деньги, не столько из жадности, сколько из деспотизма. И тогда они покинули ее. Николай переселился в отцовское имение Тургенева, Иван последовал туда за ним. Вернувшись в Россию, Иван обнаружил маленькую Пелагею, свою дочь, рожденную швеей, с которой он был когда-то в связи. Он написал госпоже Виардо о несчастном положении этой девочки. Кавычки открываются. Хочу, чтобы на свете не оставалось ничего такого, чего бы вы обо мне не знали. Это было девять лет назад. Я скучал в деревне и обратил внимание на довольно хорошенькую швею, крепостную моей матушки. Я шепнул словечко, она пришла ко мне. Я дал ей денег, потом уехал. Кавычки закрываются. Он написал еще, что постарается помочь матери ребенка, но девочка должна жить по-другому. Госпожа Виардо в ответ предложила взять девочку к себе и воспитывать ее вместе со своими детьми. И Пелагею отправили в Париж. Примечание. Тургенев всегда аккуратно платил семейству Виардо за содержание своей дочери, что подтверждается его письмами. Впоследствии, когда он стал жить вместе с Виардо, он с той уже неизменной щепетильностью вносил свою долю в семейные расходы. Конец примечания. Пока Тургенев таким образом хлопотала своей дочке, его мать умирала в старом московском доме, в той же феодальной дикости, в какой жила. Она уже не ела ничего, кроме изюма и мороженого. Единственным ее занятием было набрасывать карандашом язвительные замечания в тетради, лежавшей у ее изголовья. Кавычки открываются. Ее последние дни, писал Тургенев Полине Виардо, были очень печальны. Сохрани нас Бог от такой смерти. Она только и делала, что старалась одурманить себя. Перед самым концом, когда у нее уже начинались предсмертные хрипы, оркестр в соседней комнате по ее распоряжению играл польки. Стыдно сказать, но мать моя в последние свои минуты думала лишь о том, как бы разорить нас, меня и брата. Конец цитаты. Братья разделили унаследованные земли между собой. Спаское перешло во владение Ивана. Новый помещик обращался со своими крепостными великодушно. Однако же освободить крестьян он не пытался. Его хоть и смущала необходимость владеть ими, но он ненавидел всякое действие, приходил в ужас от мысли о каком бы то ни было серьезном решении. Впрочем, крестьянам не так уж плохо жилось на его земле. Мужики почем зря обворовывали в кавычках слепого барина, прозванного ими так за свой лорнет. Писатель сам рассказывал, как однажды его коляска остановилась, увязнув на заснеженной дороге, и он, девясь, почему стоят так долго, выглянул в окошко. Он увидел, что кучер с лакеем, его крепостные, играют в карты. Тургенев не осмелился ничего им сказать, забился вглубь коляски и ждал, пока не закончилась игра. Такова была мягкая форма крепостничества. Между тем, все его мысли были о Полине и Куртовнеле. Хавычки открываются. «Нет дня», писал он ей, «когда драгоценное воспоминание о вас не приходило бы мне на ум сотни раз. Нет ночи, когда бы я не видел вас во сне. Господи, да я бы всю мою жизнь хотел разослать как ковер под вашими обожаемыми ногами, которые целую тысячу раз. Вы знаете, что я принадлежу вам весь и навсегда». Конец цитаты. Письмо, где он просит разрешения посвятить ей записки охотника, которые вскоре должны были выйти отдельной книгой, заканчивается так. «А вам я целую ноги долго-долго, тысячи благодарностей за ваши милые ногти». Конец цитаты. Теперь он обосновался в Москве. Здесь его рассказы пользуются большим успехом, он вошел в моду, за ним охотятся хозяева гостиных, в театрах идут его комедии, занятные светские пустячки, напоминающие одновременно гоголевского ревизора и пьесы второстепенных драматургов французского XVIII века. Это не бог весь что, но успех был немалый. В дни премьер он твердил как заклинание имя Полины, чтобы оно принесло счастье спектаклю. Сердечная рана придавала еще большую привлекательность молодому писателю, с триумфом, входившему в литературу. Записки охотника, уже вышедшие отдельным изданием, воспринимались как очень смелая книга, она принесла Тургеневу уважение молодежи. Третье отделение, в скобках, иначе говоря, царская тайная полиция, забеспокоилась, начало следить за ним. Им бы стоило обратить внимание на слабые пальцы из Полина, тогда они могли бы меньше опасаться его. Часть вторая. Рудин, дворянское гнездо, отцы и дети, дым. Французская революция 1848 года встревожила царя Николая Первого. Ему пришлось подавлять восстание в Польше и Венгрии. Теперь Дон Кихот самовластия сражался с обольстителями, сулящими блага народовластия, жестоко, почти отчаянно. Цензоры, как всякие чиновники, чутко улавливали любые перемены в настроении самодержца. В газетной статье, например, вычеркивалось выражение «Ее величество природа», потому что слово «величество» допустимо применять только к особе государя. В военном училище священник должен был внушать кадетам, что величие Христа состояло прежде всего в подчинении властям. Поразительно, как при всех цензурных строгостях, допустили печатание записок охотника. Но Тургеневу недолго суждено было избегать утеснений. В 1852 году в Москве скончался великий писатель Гоголь. Кавычки открываются. «Нет русского, чье сердце сейчас не обливалось бы кровью», писал Тургенев Полиневиардо. «Для нас он был более, чем только писатель, он раскрыл нам нас самих». «Быть может, эти слова покажутся вам преувеличением, следствием горя. Надо быть русским, чтобы это почувствовать». Конец цитаты. Другим знакомым он писал «Скажу вам без преувеличения с тех пор, как я себя помню. Ничто в моей жизни не производило на меня такого впечатления, как смерть Гоголя». Новая цитата. «Мне право кажется, что какие-то темные волны без плеска сомкнулись над моей головой». Он написал о своем учителе статью «Некролог», которую петербургская цензура не разрешила печатать в газетах. Не то, чтобы статья была антиправительственного направления, но Гоголь был писателем, а в кавычках «все писатели люди опасные, и не в меру пылкие посмертные похвалы им способны лишь побудить юношество к предосудительным занятиям». Кавычки закрываются. Тургенев не протестовал, но отправил свою рукопись в Москву, где не столь придирчивый цензор дал разрешение на ее публикацию. Эту историю рассказали императору, и тот приказал арестовать Тургенева. В заточении писателю пришлось просидеть всего месяц, и не скажешь, что слишком тягостный. У тюремных ворот теснились экипажи его посетителей, дамы посылали ему иконы, девушки сушеные цветы, мужчины вкусные блюда и шампанское. Спустя двадцать лет он рассказывал парижским друзьям, как начальник полиции, упившись его шампанским, воскликнул, поднимая бокал «За Робеспьера». Чтобы чем-нибудь себя занять, он учил польский язык и сочинял рассказ «Муму». В нем описывалось действительное происшествие, случившееся в доме Варвары Петровны, его матери, и она была героиней этой новеллы. У властной и ополоумевшей от собственных капризов помещицы был крепостной Герасим, работавший дворником. Этот глухонемой Бирюк мог объясняться с окружающими только невнятным бормотанием, и в целом свете у него было единственное близкое существо, маленькая собачка, которую он, умевший издавать лишь мучения, назвал Муму. Долгое время привязанность Муму делала беднягу счастливым, но однажды ее лай разбудил барыню, и та приказала уничтожить собаку. Другие слуги, знавшие непомерную силу Герасима, пришли в ужас. Но он сам отвез собачку на середину реки, привязал к ее шейке два кирпича, взял ее на руки и в последний раз вгляделся в нее. Кавычки открываются. Она доверчива и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей муму, ни тяжкого всплеска воды. Когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке маленькие волны, по-прежнему поплескивали они обоколодки. Кавычки закрываются. Здесь, как и в записках охотника, нет обличительных фраз, но контраст между самовластием вздорной вдовы и трогательной душевной красотой Герасима, не требуя слов, сам по себе заставляет ужаснуться тому, в каком состоянии находится русское общество. Когда истек месяц его заключения, Тургеневу было приказано уехать в Спаское и жить там, не покидая пределов имения. Эта ссылка опечалила его, он успел полюбить городскую жизнь. Казалось, это будет сущий кошмар, не иметь возможности посоветоваться со своим московским врачом, услышать пение Полины Виардо, если она приедет в Петербург. Но сколько он не умолял императора, а потом царевича о прощении, они были безжалостны. В одном из своих романов Тургенев описал возвращение в родное поместье, меланхоличное, но и нелишенное сладости. Кавычки открываются. Приложившись головой к подушке и скрестив на груди руки, Лаврецкий глядел на пробегавшие веером загоны полей, на медленно мелькавшие ракиты, на глупых ворон и грачей, с тупой подозрительностью взиравших боком на проезжавший экипаж, на длинные межи, заросшие чернобыльником полынью и полевой рябиной. Он глядел, и эта свежая, степная, тучная голь и глушь, эта зелень, эти зеленые холмы, овраги с приземистыми дубовыми кустами, серые деревеньки, жидкие березы, вся эта давно им невиданная русская картина, навевала на его душу сладкие и в то же время почти скорбные чувства, давила грудь его каким-то приятным давлением, кавычки закрываются. Чтобы развлечься, он за 700 рублей купил у одной из родственниц крепостную девушку редкой красоты по имени Феоктиста. Тургенев научил ее читать и держал шесть месяцев в Спасском на положении служанки госпожи. Любопытно заметить, что для него чувственная любовь так навсегда и осталась связанной с этим миром покорных крепостных красавиц. Вправду ли романисту подобает жизнь отшельника? Она представляется опасной, если говорить о таком полном уединении, когда и наблюдать нечего. Но она может быть и полезной, если писатель приносит с собой уже накопившийся у него обильный материал. В случае Тургенева одиночество оказалось надиво плодотворным. Прежде всего в Спасском его меньше отвлекали, там не было тех тревог, суеты, что в Москве и Санкт-Петербурге. Здесь его окружали крестьяне и помещики, способные стать персонажами романов, благо их он мог описывать гораздо смелее, чем своих светских знакомых петербуржцев или москвичей. В тех краях зима так морозна, что он волей-неволей был обречен на жизнь домоседа. Кавычки открываются. Воздух наполнен туманом, ветра нет вовсе, все бело, земля и небо, снег тает с легким шумом, весь дом трясется и трещит, а за окнами кружится белая мгла. Кавычки закрываются. Эдамы, жившие по соседству, играли для него Моцарта, и он работал. Теперь ему наскучили короткие рассказы, вроде тех, из которых сложились записки охотника. В 35 лет Тургеневу стало казаться, что молодость уже ушла. Если хочешь оставить после себя произведение, следует идти другой дорогой, решил он, пора писать большую книгу. Кавычки открываются. «Надобно раскланяться навсегда со старой манерой. Довольно я старался извлекать из людских характеров разводные эссенции, чтобы влить их потом в маленькие скляночки. Нюхайте, мол, почтенные читатели, откупорьте и нюхайте. Не правда ли пахнет русским типом? Довольно, довольно. Но вот вопрос, способен ли я к чему-нибудь большему, спокойному? Дадутся ли мне простые ясные линии? Этого я не знаю и не узнаю до тех пор, пока не попробую. Но поверьте мне, вы от меня услышите что-либо новое или ничего не услышите. Для этого я почти рад моему зимнему заключению. Я буду иметь время собраться с духом, а главное, в уединении стоит человек от всего далеко, но особенно от литературы, журнальной и всякой, а из меня может выйти что-нибудь только по уничтожению литератора во мне. Но мне 34 года, а переродиться в эти годы трудно. Кавычки закрываются. Новая цитата. «Я решительно жду от вас романа», отвечал ему Критиканенков, «с полную властью над всеми лицами и над событиями и без наслаждения самим собою», в скобках, то есть своим авторством, «без внезапного появления оригиналов, которых вы уже чересчур любите». Конец цитаты. Он сделал первую попытку, чуть ли не в точности пересказав биографию своей матери. Здесь требовалось преображение материала, а оно удалось не вполне. Письма Варвары Петровны, ее дневниковые записи воспроизводились буквально. Друзья, которым он показал свои наброски, отговорили его от продолжения. Наконец, зимой 1855 года, он за пять или шесть недель написал «Рудина», свой первый роман. В качестве первого опыта он создал шедевр. С точки зрения композиции, Рудин является собой никем доселе непревзойденный образец этого жанра, и даже в сравнении с романами величайших писателей Бальзака, Стендаря, Толстого, остается безусловно оригинальным. Интрига очень проста. В кругу сельских помещиков однажды волей случая появляется господин средних лет, некто Дмитрий Рудин. В первый же вечер он производит на всех собравшихся в доме исключительно сильное впечатление. Он красноречив, говорит горячо, увлекательно, женщины находят его гениальным, мужчины ему завидуют. Только один сосед мизантроп пытается охладить пыл восхищенных слушательниц. Он когда-то еще в университете сталкивался с Дмитрием Рудиным. Он знает, какая жалкая, безвольная душа скрывается за его благородными фразами и таким ослепительным внешним блеском. Но молодая девушка из дома, где появился этот гость, безоглядно поддается его обаянию. Она простодушная, готова все бросить и следовать за Рудиным, стать его женой. Однако стоило ее матери воспротивиться этому замыслу, чтобы Рудин тотчас же струсил. К сильному чувству он также не способен, как и к проявлению воли. Он отказывается от любви не потому, что охладел, но по слабости. На последних страницах романа череда беглых картин дает нам почувствовать, к какому полнейшему краху пришла жизнь героя. В эпилоге, дописанном позднее, Тургенев обрекает Рудина умереть в Париже на баррикаде 1843 года, сложив голову за дело, в которое он не верит. Говорили, что Дмитрий Рудин списан с Бакунина. Да, возможно, отчасти так оно и есть. Тургенев всегда использовал в своей работе живых прототипов, но в изображении Дмитрия Рудина заметно противоборство постоянно сменяющих друг друга восхищение и раздражение чувств, которые Тургенев испытывал, общаясь с Бакуниным. Однако в образе героя его первого романа есть и немало черт самого писателя. Суждения о Рудине, высказываемые женщинами в конце романа, схожи по тону с письмами разочарованные в Тургеневе Татьяны Бакуниной. Кавычки открываются. Но дурно то, что он холоден как лед и знает это и прикидывается пламенным. Худо то, что он играет в опасную игру. Опасную и для него разумеется. Сам копейки волоска не ставит на карту, а другие ставят душу. Худо то, что он нечестен, ведь он умный человек. Он должен же знать цену своих слов, а произносит их так, как будто они ему чего-нибудь стоят. Конец цитаты. Один из персонажей романа рассказывает историю знакомства Рудина с обворожительной француженкой. Он ей нравится, он говорит ей о природе, о Гегеле, назначает ей свидание, предлагает прогуляться по берегу Рейна, три часа катается с ней в лодке. Кавычки открываются. Чем же вы думаете занимался он все это время? Гладил француженку по голове, задумчиво глядел в небо и несколько раз повторил, что чувствует к ней отеческую нежность. Француженка, не ожидавшая такой длительной идиллии, вернулась домой взбешенная. Вот он какой господин. Конец цитаты. Не исключено, что таков был и Бакунин. Ежели судить по одному из анекдотов, сообщаемых Еленой Извольской, это представляется возможным. Но тут же можно добавить, вот каков был Тургенев. В романе Рудин есть доля баваризма. Примечание. Намек на известное произведение Флабера, сказавшего о своей героине, что Эмма Бавари это он сам конец примечания. Только Тургенев стоит больше Рудина, ибо он создал его. Когда человек, обнаружив у себя какие-то черты характера, находит силы судить их и описать, он тем самым возвышается над собственными слабостями. Что еще прекрасно в романе, это старание Тургенева быть справедливым к своему персонажу. Рудин не в пример героям бездарных сочинений, не наделен раз и навсегда незыблемыми свойствами характера, наше мнение о нем изменяется, как менялось бы быть перед нами живой человек. Он приводит нас в восторг в первых главах, потом мы проникаемся к нему презрением и наконец начинаем думать о нем дружески. Кавычки открываются. Он не сделает сам ничего, именно потому, что в нем нет натуры, крови нет, но кто вправе сказать, что он не принесет, не принес уже пользы. Что его слова не заронили много добрых семян в молодые души, которым природа не отказала, как ему в силе деятельности. Конец цитаты. Это постепенное раскрытие образа представляет вроде несовершенно новый художественный прием. Нигде ранее не встречалось такое многостороннее освещение героя, предстающего перед нами в различных ракурсах, таким, каким его видят наблюдатели, воспринимающие также по-разному. Даже в самом финале повествования мы сталкиваемся с таинственной неопределенностью, скобка открывается, словно имеем дело с подлинным живым человеком, скобка закрывается. В наших глазах Рудин остается шедевром Тургенева наряду с отцами и детьми, первой любовью и, разумеется, записками охотника. Когда император наконец рассудил, что ссылка за столь малую провинность продлилась достаточно долго, и Тургенев смог возвратиться в Москву, сходство его с Рудиным стало бросаться в глаза более чем когда-либо. Он нажил множество врагов, появлением которых был обязан именно рудинским сторонам своего характера. Впрочем, кое-кто его не взлюбил также и в силу его достоинств, беспристрастности и стремления к точности. Беспристрастных люди вообще не жалуют. Испытывая потребность поддаваться своим страстям, они честному реалисту, который осуждает их пыл, всегда готовы предпочесть безрассудного вождя, что льстит их сильным чувством, увлекая к бездне. Тургенев в жизни был до мозга костей зрителем, наблюдателем, отсюда все его слабости. Люди подобного склада могут прожить свой век довольно благополучно, если остаются вне круга общественных страстей. Но записки охотника сделали своего автора политическим деятелем, поборником освобождения крепостных. Молодые революционеры с энтузиазмом бросались к нему, а он их разочаровывал. Особенно жаловались на него женщины. Жена Герцена говорила, «Глядя на него, мне кажется, что я вхожу в нежилую комнату, сырость на стенах, и проникает эта сырость тебя насквозь, не сесть, не дотронуться, ни до чего не хочется, а хочется выйти поскорее на свет, на тепло». Конец цитаты. Она отмечала также и то, что назвала в кавычках «его микроскопическим взглядом». Привычку уставиться с мелочным вниманием в кавычках «на один нос или на одну ногу, а не на целого человека». Кавычки открываются. «Может, прибавляла она от того, что ему до меня никакого нет дела, наше отношение легко, как мыльный пузырь». Конец цитаты. Другая женщина Вера Аксакова записала в своем дневнике. «Ах, как мне не понравился Тургенев! Это человек, не имеющий понятия ни о какой вере. Он весь свой век провел безнравственно. Его понятия загрязнились от такой жизни. Это человек, способный только испытывать физические ощущения. В нем какая-то дряблость душевная, телесная, несмотря на его огромную фигуру». Конец цитаты. Замечание было верным, но лишь отчасти. Там, где дело шло о творчестве, Тургеневу отнюдь не изменяли душевные силы. В этом и только в этом он был неодолим и непреклонен, ибо ничто иное не представлялось ему важным. Даже любовь была для него, пожалуй, лишь поводом для литературных наблюдений. Молодому автору, собравшемуся вступить в брак по любви, он писал, «Жаль, что вас всецело поглощает чувство к одной единственной особе». Кавычки закрываются. «Несчастное супружество», объяснял он далее, «еще может пойти художнику на пользу, но монотонность удачного союза становится для него роковой. На всякую женщину надо бы смотреть, как на возможную любовницу. Такое разнообразие благотворно, оно питает талант, что до него самого ему лишь тогда хорошо работается, когда рождающаяся страница озарена пламенем новой страсти». Впоследствии ему случалось сожалеть, что он так и не женился, но идея, что всякая постоянная связь с женщиной таит опасность для художника, владела им до конца. Кавычки открываются. «Эта тема мне внутренне очень близка, я изучил ее как нельзя глубже. Если до сей поры я не касался ее в своих произведениях, то лишь потому, что всегда избегаю слишком личных тем, они меня вводят в смущение». Конец цитаты. Возможность вступить в брак представлялась ему несколько раз. Тургенев был довольно хорош собой, с мягкими правильными чертами лица, к тому же богат, занимателен в общении. Он мог понравиться даже легкомысленной женщине. Но подобно героям своих романов он никогда не стремился к окончательной победе. В целом свете для него имела значение лишь одна, единственная, хотя он уже несколько лет не видел ее. Полина Виардо приезжала в Петербург, пела там, когда он томился в ссылке. Навестить его в Спасском она, увы, не предложила, но Тургенев все равно мечтал вернуться к ней. Он даже рискнул тайком с фальшивым паспортом покинуть Спаское и съездить в Москву, чтобы увидеть ее. Он говорил, что такова его судьба, иначе и быть не может. Он к ней вернется, как только царь ему это позволит. Потом, в кавычках, прощенный наполовину, он какое-то время жил в Петербурге. Россия в ту пору воевала с Англией и Францией. Все только и говорили о Крыме и Севастополе. Тургенева все это мало заботила. Что его заинтересовало куда больше, так это рассказы об осаде Севастополя, опубликованные молодым офицером, графом Львом Толстым. Кавычки открываются. Читали ли вы статью Толстого «Севастополь» в «Современнике»?» Я читал ее за столом, кричал «Ура» и выпил бокал шампанского за его здоровье. Конец цитаты. Спустя несколько месяцев двое писателей познакомились. Толстой нашел, что Тургенев кокетливо поигрывает своими демократическими бедрами. Тургеневу показалось, что Толстой слишком часто упоминает о своем графском титуле. Нервы великих людей часто не в меру раздражительны. В 1856 году был подписан мир. Теперь русским вновь не возбранялось выезжать за границу. Тургенев получил паспорт и вернулся во Францию. Там он вскоре опять зажил в тени Полины Виардо. Он снова обрел эту испанку с сутулой спиной, выпученными глазами и божественным голосом. А с ней и детишек Виардо, и собственную дочь Полину Тургеневу, как во Франции стали называть его маленькую Пелагею. Говорила она теперь только по-французски. Брат Николай, приехавший повидаться с ним, писал своей жене, «Дети Виардо относятся к нему как к отцу, хотя совсем на него не похожи». Я не желаю разносить сплетни. Думаю, что когда-то в прошлом между ним и Полиной существовала более тесная связь, но, по-моему, сейчас он просто живет с ними вместе, став другом семьи. Конец цитаты. Жизнь в Куртовнеле текла весело. Читали вслух, разыгрывали домашние спектакли с участием детей. Полина Тургенева очаровательно исполнила роль эфигении. И, разумеется, в этом доме звучала всяческая музыка, какая только есть на свете, за исключением Вагнера, которого супруги Виардо терпеть не могли. В скобках позднее им предстоит изменить свое мнение на сей счет. Тургенев занимался детьми, сочинял либретты для опер, подстригал траву на лужайке, и ему было так хорошо, в кавычках, как форели в светлом ручье согретом солнечными лучами. Но это счастье вносило в его душу смятение, ведь он любил госпожу Виардо, и его мучило, что приходится жить в кавычках на краешке чужого гнезда. Русские друзья, навещавшие его во Франции, находили такое положение достаточно прискорбным. Одному из них он с отчаянием признавался. Она уже давно навеки затмила в моих глазах всех других женщин. Я заслужил то, что со мной происходит. Счастливым я способен быть лишь тогда, когда женщина поставит свой каблук мне на шею, вдавливая меня носом в грязь. Конец цитаты. А после, вдохнув, прибавил. Боже мой, какое счастье для женщины быть безобразной. Кавычки закрываются. Толстой, повидавший его в Париже, писал своей тетушке. Никогда не думал, что он способен так сильно любить. Кавычки закрываются. Госпожа Аксакова ошибалась, утверждая, будто он, в кавычках, не способен к страсти. Да, сказать по правде, когда женщина говорит такое о мужчине, это весьма часто означает, что он был не склонен воспылать страстью к ней. Что касается госпожи Виардо, сей таинственной дамы, она хранила безмятежное спокойствие. Держалась ровно, по-матерински, как с Луи Виардо, так и с Тургеневым, а между тем у нее много раз возникали отношения страстной дружбы с разными мужчинами, в числе прочих с немецким дирижером Юлиусом Ритцем. Она была просто счастлива, когда удавалось на какое-то время ускользнуть и от Виардо, и от Тургенева. Она писала Ритцу, «Должна признаться вам потихоньку, на ушко, что маленькие вояжи, в которые я за этой зимой отправлялась одна, были для меня очень освежающими, вроде каникул. С одной стороны, они дали отдых моему сердцу, порой так устающему от любви, которой оно не может разделять. С другой стороны, разлука лишь укрепляла мое уважение и почтение к этому человеку, такому благородному и преданному», конец цитаты. Полина имела в виду своего супруга, но к Тургеневу она испытывала примерно те же чувства. Похоже, госпожа Виардо, подобно ему, была прежде всего человеком искусства. Она любила музыку, могла страстно привязываться к людям, чья жизнь, подобно ее собственной, была вся пронизана музыкой. Потерпев неудачу в любви, она предалась культу дружбы. Кавычки открываются. «Если б не святая дружба, меня бы давно не было в живых. Я не меньше, чем кто бы то ни было другой, способны на постоянную дружбу, свободную от эгоизма, прочную и неутомимую», конец цитаты. Но Тургеневу трудно было удовлетвориться такой чисто дружеской взаимностью. Его жизнь наперекор всему оставалась неполной, незавидной. Он стал хворать, ездить по всей Европе от одного врача к другому. Кроме медицинских справочников, ничего больше не читал. Почувствовал себя изгнанником. Франция Второй империи ему не нравилась. Он насмехался над нашими писателями. Кавычки открываются. Дребежащие звуки Гюго, хилая хныканье Ламартина, болтовня зарапортовавшейся Жорж Санд. Кавычки закрываются. Все было ему не по душе. Хотя ему было только сорок лет, он думал, что жить осталось недолго. Чтобы создать второй роман, ему надо было возвратиться в Спаское, снова коснуться родной почвы. Из всех его произведений этот второй роман, «Дворянское гнездо», имел, быть может, самый шумный успех. Сюжет очень прост. Герой романа, Лаврецкий, женился на кокетке. Увез ее в Париж. Там она стала любовницей француза. Муж, узнав о таком предательстве, ее бросил. В начале романа он знакомится с русской девушкой Лизой, чья кроткая юная прелесть пленяет его. Некоторые сцены зарождающейся любви приводят на память Вертера. Возвращение в летнюю ночь домой через лес, тот вечер, когда Лаврецкий, пробравшись в сад у дома Лизы, слушает, как городские часы бьют полночь и смотрит на окна, гаснущие одно за другим. Кавычки открываются. «Свет исчез в Лизиной комнате. Спокойной ночи, моя милая девушка», прошептал Лаврецкий, продолжая сидеть неподвижно и не сводя взора с потемневшего окна. Конец цитаты. По вине газеты, опубликовавшей ложное сообщение, Лаврецкий думает, будто его жена умерла. Он заключает помолвку с Лизой, но когда их счастье уже так близко, покинутая жена возвращается, предъявляет свои права, и Лиза уходит в монастырь. Подобная интрига могла бы показаться тривиальной, если бы не та безукоризненная, трогательная простота и тонкость, с какой ведется повествование. Возможно, что секрет успеха этой книги именно в ее исключительном изяществе. Однако роман не лишен и глубины. Картины жизни, что там раскрываются, не тешат читателя обманчивым оптимизмом. Все оборачивается скверно, добро терпит поражение, торжествует бесчестная хитрость, однако юные поколения весело, уверенно начинают жизнь заново, между тем, как время склоняет побежденных к тому, чтобы покориться судьбе. Это мудрая, человечная книга, вполне заслужившая свой успех. Что до следующего Тургеневского романа «Накануне», во французском переводе, получившего название «Болгарин». О нем, пожалуй, можно сказать, что его неудача была также отчасти заслужена. Тургенев уже давно обдумывал новую тему, роман о девушке-идеалистке, ищущей сильного человека, который смог бы разделить ее идеалы и воплотить их в действие. Эта девушка с ее исканиями в глазах романиста была символом молодой России. Эдуард Гарнет видел, кавычки открываются, скрытый смысл романа в обращении к русской молодежи с призывом объединить силы в борьбе против внешних и внутренних врагов, кавычки закрываются. Надо бы отметить, что в 1859 году, когда была опубликована книга, «Идейное развитие России» и впрямь шло очень быстро. Царь Николай I, этот железный император, скончался и умер он побежденным. Крымская война показала одновременно мужество русского народа и бессилие деспотической власти, так долго им управлявшей. «А ну-ка, выступи вперед, царь!» гласила анонимная листовка той поры. «Выступи и предстань пред судом истории, своим тщеславием и упрямством ты изнурил Россию, ты восстановил против нее весь мир, смирись же перед своими братьями, склони во прах свое надменное чело, моли о прощении, проси совета, поди в объятия своего народа, для тебя нет иного спасения». Конец текста листовки. Да, Николай I и сам на склоне лет был не слишком уверен в правоте собственной позиции. Он заявлял, «Пусть мой наследник делает что ему угодно, но я не могу затевать перемены». Конец цитаты. Его преемник Александр II казалось, был склонен к либеральной политике. Война показала, что народу, чье рабское положение определяло экономические законы жизни страны, не под силу сражаться против государств более современных. Но следовало не только избавиться от старого режима, в кавычках, который уже сам разваливался. Надо было найти людей, способных поддержать реформы. Подобно своей героине Елене, подобно молодой России в целом, Тургенев в ту пору искал по-настоящему сильного человека и хотел изобразить его. Но в тогдашней России он, в кавычках, автор в поисках героя, тщетно селился найти достойный образец. Ему встречались люди бескорыстные, немало людей доброй воли. Но одни на поверку оказывались болтунами, другим не доставало отваги, а человека действия не было. В конце концов, он решил сделать своим героем иностранца. Прошло уже несколько лет с тех пор, как в руки Тургенева попал документ, который, как он думал, поможет ему создать такой образ. Невдалеке от Спаскова проживал в своем имении его сосед, молодой помещик Каратаев. В 1855 году, когда началась Крымская кампания, он, отправляясь на Театр военных действий, во время своего прощального визита, обратился к Тургеневу с просьбой. «Со мной произошла в Москве история, которую я пытался рассказать, но у меня нет литературного таланта, у меня осталась лишь небольшая тетрадка, которую я отдаю вам, я уверен, что не вернусь из Крыма, и прошу вас сделать из этого, что можно, чтобы моя история не пропала бесплодно». Конец цитаты. После отъезда молодого человека Тургенев пробежал глазами его тетрадку, там он обнаружил следующий рассказ. Когда Каратаев жил в Москве, он влюбился в девушку, но та познакомилась с болгарским патриотом, потеряла голову от любви к нему и уехала с ним в Болгарию, где он вскоре умер. Литературного дара рассказчик и впрямь не обнаружил, но Тургеневу показалось, что он обрел тему, которую искал, и подобно тому, как рукопись одной молодой женщины побудила Стендаля к созданию Люсьена Левена, Каратаевская тетрадь стала для Тургенева первотолчком к написанию накануне. Но ему больше, чем любому другому автору, требовался реальный прототип, иначе правдивого образа не получалось. Честный, зоркий художник, он мог изображать лишь то, что знал досконально. Когда в основе его книги оказывалась абстрактная идея, можно было не сомневаться, что произведение осуждено на ущербность. Болгарин из накануне персонаж ходульный, фигура из дерева. Много ли мы о нем знаем? Что он болгарин и что патриот? Ничего больше. Притом мы чувствуем, что здесь и сам Тургенев помимо этого ничего не знает. Образ Елены неудачнее. Это одна из тех, в кавычках, страстных девственниц, которых Тургенев опасался в жизни и обожал в романах. Финал книги прекрасен. Старый русский дворянин Увар Иванович сонливый толстяк здесь олицетворяет кавычки открываются вчерашних славян, славян еще дремлющих, чью латентную силу еще не знает Европа и не знают они сами, кавычки закрываются. Хотя на всем протяжении романа он произносит не более двух десятков фраз, это образ поистине толстовской мощи. Слова, что он произносит туманны, чуть ли не бессмысленны, в этом и состоит ирония. Накануне чего, спрашивает себя читатель, и вот в последней главе романа Увар Иванович, пребывающий в ту пору в Венеции, получает письмо от молодого художника, который задает ему столь мучительный в те годы вопрос о грядущем России. Помните, я спрашивал у вас тогда, будут ли у нас люди, и вы мне отвечали, будут? О, черноземная сила, и вот теперь я отсюда, из моего, в кавычках, прекрасного далека, снова вас спрашиваю, ну что же, Увар Иванович, будут? Увар Иванович поиграл перстами и устремил в отдалении свой загадочный взор. Конец цитаты. Все Увары Ивановичи, что созерцали тогда Россию издали, имели причины, чтобы остановить загадочный взор на том, что творилось в их стране. Вечная Русь менялась на глазах. Либерализм уже не являлся образом мысли небольшой кучки людей. Само дворянство становилось либеральным, как во Франции во времена энциклопедистов. Александр Второй всерьез занялся подготовкой реформы, призванной упразднить крепостное право. С началом нового царствования декабристы были обнистированы. Цензура стала помягче. Учредили комиссию для изучения вопросов, связанных с переменами в положении крестьян. Чиновники работали в ней вместе с представителями дворянского сословия. Общая забота примирила славянофилов и западников. Цитата. Западники радовались тому, что Россия выходит на большую европейскую дорогу. Славянофилы пытались придать реформе сугубо русский характер, радея о процветании мира, коллективной собственности крестьян. Конец цитаты. Даже людям доброй воли трудно было взяться за осуществление реформы на практике. В том, что касалось крестьян, несших службу в помещичьем доме, так называемых дворовых, все было как нельзя более просто освободить их и дело с концом. Куда сложнее все обстояло с крестьянами, имевшими землю. Дать им свободу без выплаты помещику возмещения это значило бы разорить помещика. Было решено отдать каждому крестьянину в полную собственность его усадьбу, то есть землю, на которой стоит его дом, и сверх того маленький участок перед домом. Что до остальной земли, крестьянину полагалось выкупить ее у помещика. Государство давало ему три четверти надобной для этого суммы в кредит, с тем, чтобы он возвратил долг с выплатой шести процентов годовых. Это было разумно и справедливо в той мере, в какой дела человеческие способны быть справедливыми и разумными. Однако все остались недовольны подобным решением. в 1861 году был выпущен царский манифест. Он даровал освобождение 23 миллионам человек. Тургенев, который в то время находился в Париже, получив телеграмму с этим сообщением, ответил «Дай Бог здоровья государю». Ему сказали, что чтение записок охотника прибавило императору решимости, и он охотно в это поверил. Однако крестьяне не разделяли восторга либералов. Когда поп в церкви зачитывал царский манифест, мужики спрашивали «Это что еще за свобода такая?» Поначалу они поняли дело так, что при отмене крепостного права земля останется в их собственности. Они даже полагали, что земля, помещичьи усадьбы и парк перейдут в распоряжение общины. Кавычки открываются. Крестьяне были в этом настолько убеждены, что в некоторых деревнях мирские сходки решали оставить прежнему владельцу его усадьбу в пожизненное пользование в благодарность за доброе отношение к своим мужикам во время крепостного права. Конец цитаты. Когда же до них дошло, что придется выплачивать государству в виде процентов суммы зачастую не меньшие, а подчас и большие, нежели оброк, который ранее взимали с них помещики, крестьяне стали проявлять весьма заметное раздражение. Тургеневу впоследствии не раз доводилось описывать в своих произведениях трудности, с которыми в те годы сталкивались землевладельцы, пытавшиеся быть благодетелями для крестьян. Сам-то он освободил своих дворовых еще в 1850-м. В пору всеобщей отмены крепостного права. Он отдал дворовым их долю земли бесплатно. Оброчим мужикам на одну пятую скостил сумму причитавшегося ему выкупа. И при всем том его корили, что не жил в согласии с собственными принципами. Вину ему вменяли то, что не освободил всех своих крестьян тотчас после кончины матери. С грустным юмором он описывал свою жизнь барина, лишенного половины наследственных прав собственности. Мужики пускали своих коров пастись на его лугах, рубили деревья господского парка себе на дрова. Каждую зиму утаскивали его любимую скамейку, стоявшую на берегу пруда. Своему другу Полонскому Тургенев говорил, «В один прекрасный день мы будем сидеть на террасе пить чай, и тут из сада целой оравой валятся мужики, скинут шапки, поклонятся низко. и скажут они, «Ты, барин, добрый, любим мы тебя, да вот придется тебя повесить». «Как так повесить? Да вот, указ такой вышел, мы веревку захватили, ты помолись, мы подождем». Конец цитаты. Эта комическая гипербола являлась однако же преувеличением вполне реального чувства, которое после завершения реформы суждено испытать едва ли не всем либералам-реформаторам. Жерандистам во всех странах и во все времена уготован приговор, что, впрочем, вряд ли может помешать человеку стать жерандистом. Освобождение крестьян стало очень важным этапом в истории как российского общества, так и лично писателя Тургенева. Пришел конец наивным либеральным верованиям, иллюзии, что достаточно проявить немного великодушия, чтобы умиротворить эту громадную загадочную страну. Подобно тем, кто принимал решение в ночь 4 августа, члены императорской комиссии честно сделали все, что могли. Примечание. В ночь на 4 августа 1789 года в Париже учредительное собрание отменило феодальные права и привилегии. Конец примечания. Они воображали, что спасают народ от раздоров и разобщения, и обнаружили, что заблуждались. Наступил не только конец старой системы, одновременно возникло нечто новое, то, чего старшим поколениям так и не суждено было понять. Юношество прониклось отвращением к либерализму, крах которого произошел у него на глазах, и его потянуло к новым, прежде невиданным в России доктринам. Тургенев очень скоро почувствовал, что теряет связь с молодежью своей страны. Отныне в политике, как и в любви, он стал скептиком. Кабычки открываются. Потерпим маленько, потерпим еще, и мы въедем наконец в тихую пристань старости. Явится тогда и возможность старческой деятельности и даже старческих радостей. Конец цитаты. Ему сравнялось сорок четыре, он казался себе человеком, не ведающим более ни надежд, ни сожалений. Он поддался тому опасному головокружению, что лишает смертного чувства равновесия. Стоит вглядеться в бездну вечности слишком пристально. Кабычки открываются. Маленький писк моего сознания так же мало тут значит, как если б я вздумал лепетать я, 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 на берегу невозвратно текущего океана. Муха еще жужжит, а через мгновение, тридцать, сорок лет тоже мгновение, она уже жужжать не будет, а зажужжит та же муха, только с другим носом, и так во веки веков. Конец цитаты. Тургенев преждевременно ощутил себя стариком. Примерно в 1860-м он написал очаровательную повесть «Первая любовь». В скобках быть может самое совершенное, если не самое значительное из его творений. Где изобразил своего отца полковника Тургенева, свою мать и молодую красавицу, в которую влюбился в 13-ти лет от роду и любил, пока не обнаружил, что у него есть соперник, и этот соперник его отец. Повесть завершается лирическим обращением к молодости. Кавычки открываются. О, молодость, молодость, тебе нет ни до чего дела, ты как будто бы обладаешь всеми сокровищами вселенной, даже грусть тебя тешит, даже печаль тебе к лицу, ты самоуверенна и дерзка, ты говоришь, я одна живу, смотрите, а у самой дни бегут и исчезают без следа и без счета, и все в тебе исчезает, как воск на солнце, как снег, и, может быть, вся тайна твоей прелести состоит не в возможности все сделать, а в возможности думать, что ты все сделаешь. Вот и я, на что я надеялся, чего я ожидал, какую богатую будущность предвидел, когда едва проводил одним вздохом, одним унылым ощущением, на миг возникший призрак моей первой любви. А что сбылось из того, на что я надеялся, и теперь, когда уже на жизнь мою начинают набегать вечерние тени, что у меня осталось более свежего, более дорогого, чем воспоминания о той быстро пролетевшей утренней весенней грозе? Конец цитаты. Эта философия человека, впавшего в уныние, не могла понравиться юношеству. Теперь, когда Тургенев приезжал в Россию, встречи с молодыми писателями стали для него тягостны. Он был до нельзя скромным человеком, держался с ними на равных по-дружески, ему хотелось им помочь. Но тут он столкнулся с жестким поколением, не признававшим любезности, кавычки открываются, расплывчатого гуманитаризма и женственной мягкости старшего собрата. В кружке, близком к журналу «Современник», том самом, где Тургенев всегда публиковал свои сочинения, приобрел огромное влияние Добролюбов, молодой критик, больной туберкулезом. Тургенев прилагал немало усилий, пытаясь завоевать этого сурового юношу. Кавычки открываются, надоедая ему своими то нежными, то умными разговорами, кавычки закрываются. Но однажды Добролюбов с полным спокойствием заявил ему «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами». Конец цитаты. Учтивый, доброжелательный Тургенев был ошеломлен и задет. В конце концов, ему пришлось уйти из «Современника», поскольку эти молодые люди стали публиковать там крайне язвительные отзывы о его книгах. Но сколько бы он не страдал от такой враждебности со стороны молодежи, Тургенев оставался прежде всего художником. Он этих юнцов наблюдал, находя подлинное счастье в попытках понять тех, кто так злобно отвергал его. Он вглядывался в них с любопытством, как в персонажей романа. На его взгляд, это были несчастные во всем изверившиеся люди, не признающие ни реформ, ни идей, говорящие «все, что можно уничтожить, должно быть уничтожено», что не поддается ножу, то и хорошо, а что разлетится на куски, то негодно, как бы то ни было, давайте бить направо и налево, вреда не будет. Конец цитаты. Их отцы в юные годы стремились к идеалу созидания, а эти молодые люди, раздраженные несовершенством мира, первонаперво норовили избавиться от всех традиций. По сути, они питали враждебность даже к искусству. Эстет или верал вроде Тургенева являл в их глазах нестерпимое зрелище. Он же искал в этой среде прототипа, с помощью которого можно было бы изобразить их. Не обличать, не восхвалять он не собирался, всю жизнь считал, что художник ничего не должен доказывать и продолжал так думать. Но ему хотелось показать два поколения, проанализировать то, что было у них общего, любовь и смерть, и то, что их разделяло, свирепое целомудрие обозленных юнцов и робость старших, их трогательные попытки понять своих детей. В России 1880-х годов этот вечный конфликт поколений был еще болезненнее от того, что самый разрыв между ними оказался особенно резким. Романистам выгодно иметь дело с переходными эпохами. Бальзак многие свои эффекты почерпнул в противоборстве между старым режимом и обществом империи, между империей и реставрацией, монархиями Карла X и Луи Филиппа. Тургенев же захотел показать противостояние в кавычках «детей» с их научным материализмом, в кавычках «отцам», либералам в духе Ламартина или даже последним осколкам поколения одушевленного религиозными верованиями. Этот идеологический замысел был бы опасен для художника, не будь у него готового прототипа. Он сам рассказал, как нашел его. «Я брал морские ванны в Венторе, маленьком городке на острове Уайт. Дело было в августе 1860 года, когда мне пришла в голову первая мысль отцов и детей. Неоднажды слышал я и читал в критических статьях, что я в моих произведениях отправляюсь от идеи или провожу идею. Со своей стороны я должен признаться, что никогда не покушался создавать образ, если не имел исходную точку не идею, а живое лицо, которому постепенно примешивались и прикидывались подходящие элементы. Я всегда нуждался в почве, по которой я бы мог твердо ступать ногами. Точно тоже произошло и с отцами и детьми. В основании главной фигуры Базарова легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. В этом замечательном человеке воплотилось на мои глаза то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма. Впечатление, произведенное на меня этой личностью, было очень сильно и в то же время не совсем ясно. Я на первых порах сам не мог хорошенько отдать себе в нем отчета и напряженно прислушивался и приглядывался ко всему, что меня окружало, как бы желая поверить правдивость собственных ощущений. Конец цитаты. С тем примечательным персонажем ассоциировались также его воспоминания о молодых петербургских авторах, и сквозь все это он прозревал героя нового типа. Чтобы лучше постигнуть его, писатель счел своим долгом в течение двух месяцев вести дневник Базарова. Интрига романа «Отцы и дети», как всегда у Тургенева очень проста. Двое молодых людей отправляются, чтобы провести каникулы в гости к родителям сначала одного, потом другого. Противостояние двух поколений, которым очень трудно понять друг друга, есть и привязанность, и уважение, но между теми и этими непроходимая преграда. Главный герой Базаров влюбляется в молодую соседку-помещицу, госпожу Одинцову. Но с женщиной, которую любит, он ведет себя таким же суровым дикарем, как и со своими родителями. Умирает он нелепо от заражения крови при вскрытии. Смерть этого человека так же бессмысленна, как его жизнь, и кроме родителей, не понимавших, но любивших сына, оплакивать его некому. Ища, как бы определить это молодое поколение, Тургенев придумал слово «нигилисты». Кавычки открываются. Ну а сам господин Базаров, собственно, что такое, спрашивает у базаровского приятеля его дядя Павел Кирсанов. «Что такое Базаров?» Аркадий усмехнулся. «Хотите, дядюшка, я вам скажу, что он собственно такое?» «Сделайте одолжение, племянничек». «Он нигилист». «Нигилист», повторил его отец. «Это от латинского «нигил». «Ничего», «Сколько я могу судить». «Стало быть, это слово означает человека, который ничего не признает». «Скажи, который ничего не уважает», подхватил Павел Петрович и снова принялся за масло. «Который ко всему относится с критической точки зрения», заметил Аркадий. «А это не все равно?» спросил Павел Петрович. «Нет, не все равно. Нигилист это человек, который не склоняется ни перед какими авторитетами, которые не принимают ни единого принципа на веру, каким бы уважением ни был окружен этот принцип». «И что же это хорошо?» перебил Павел Петрович. «Смотря как кому, дядюшка, иному от этого хорошо, а иному очень дурно». «Вот как! Но это я вижу не по нашей части. Мы люди старого века. Мы полагаем, что без принципов...» В скобках Павел Петрович выговаривал это слово мягко на французский манер. Аркадий напротив произносил «принцип», налегая на первый слог. Скобка закрывается. «Без принципов, принятых, как ты говоришь, на веру шагу ступить, дохнуть нельзя». «Вы это все переменили. Дай вам бог здоровья и генеральский чин, а мы только любоваться вами будем, господа, как бишь нигилисты», отчетливо проговорил Аркадий. «Да, прежде были гигилисты, а теперь нигилисты. Посмотрим, как вы будете существовать в пустоте, в безвоздушном пространстве. А теперь позвони-ка, пожалуйста, брат Николай Петрович, мне пора пить мой какао». Конец цитаты. Изобретенному Тургеневым слову была суждена долгая жизнь. Многие годы в России звали молодых революционеров нигилистами. Да разве они и впрямь не отрицали все и вся? Ну, не совсем. Сами себя они считали прежде всего учеными. Они принадлежали к поколению, которое первым вздумало применить к политике методы науки. Базарову хотелось быть скорее реалистом, чем нигилистом. Детям надоели бесплодные разглагольствования отцов о реформах. Кавычки открываются. А потом мы догадались, что болтать, все только болтать о наших язвах не стоит труда, что это ведет только к пошлости и доктринерству. Мы увидели, что и умники наши, так называемые передовые люди и обличители никуда не годятся, что мы занимаемся вздором, толкуем о каком-то искусстве, бессознательном творчестве, о парламентаризме, об адвокатуре и черт знает о чем, когда дело идет об насущном хлебе, когда грубейшее суеверие нас душит, когда все наши акционерные общества лопаются единственно от того, что оказывается недостаток в честных людях, когда самая свобода, о которой хлопочет правительство, едва ли пойдет нам впрок, потому что мужик наш готов самого себя обокрасть, чтобы только напиться дурману в кабаке. Так, перебил Павел Петрович, так, вы во всем этом убедились и решились сами ни за что серьезное не приниматься. И решились ни за что не приниматься, угрюма повторил Базаров. Ему вдруг стало досадно на самого себя, зачем он так распространился перед этим барином? И только ругаться, и ругаться, и это называется нигилизмом, и это называется нигилизмом, повторил опять Базаров, на этот раз с особенной дерзостью. Конец цитаты. Что до отцов они тихо сетовали, кавычки открываются. Вот как мы с тобой в отставные люди попали, песенка наша спета, кавычки закрываются. Они надеялись, что у них хватит тонкости так-то, чтобы подружески сблизиться с сыновьями, а вышло, что те считают их в конец отсталыми, и никакому взаимопониманию уже нет путей. А между тем они чувствовали, что тоже представляют собой носителей цивилизации, знатоки поэзии, искусства. Они даже силились понять литературу, что именовалось в кавычках «передовой». Но это молодое племя вообще не желало знать никакой литературы. Оно стремилось полностью совлечь в себя все, что делает человека барином, помещиком. Эти юноши хотели не только помогать народу, но и сами стать народом. Кавычки открываются. Ваш брат дворянин дальше благородного смирения или благородного кипения дойти не может, а это пустяки. Вы, например, не деретесь и уж воображаете себя молодцами, а мы драться хотим. Кавычки закрываются. В Базарове уже проглядывает террорист, хотя на Руси в ту пору террорист еще не успели появиться. Роман произвел на отечественную публику впечатление громадное, но совсем не такое, какого хотел Тургенев. Он любил Базарова, завершая рассказ о кончине своего героя, ему приходилось то и дело отворачиваться от стола, чтобы слезы не пятнали рукопись. Он говорил, «За исключением воззрений на художество, я разделяю почти все его убеждения». Конец цитаты. Но наперекор намерениям Тургенева его книгу с насмешливым ликованием встретили противники реформы. В наиболее консервативных кругах уже выражали недовольство отменой крепостного права. Пример Базарова стали использовать в качестве аргумента, доказывающего необходимость абсолютного деспотического самодержавия. Кавычки открываются. «Полюбуйтесь», говорили консерваторы, торжествуя, «Вот какой человеческий тип породили ваши нововведения». Конец цитаты. Тургенев попал в крайне ложное положение. Его поздравляли с тем, как он обличил молодую Россию. Хорошо еще, что ему остался неизвестным отчет царской полиции, где автора хвалили за написание романа, в котором революционеры были заклеймены обидным прозвищем нигилистов. Конец цитаты. Для него то, что он не сумел дать публике почувствовать, как восхищает автора базаров, было равносильно провалу романа. Соответственно, молодежь, усмотрев в отцах и детях карикатуру на себя, восприняла книгу враждебно. Кавычки открываются. «Я замечал холодность, доходившую до негодования во многих мне близких и симпатических людях. Я получал поздравления, чуть не лобызания от людей противного мне лагеря, от врагов. Меня это конфузило, огорчало, но совесть не упрекала меня, я хорошо знал, что я честный, не только без предубеждения, но даже с сочувствием отнесся к выведенному мною типу». Конец цитаты. На протест русских студентов, учившихся в Гейдельберге, он ответил длинным письмом. Среди прочих, он отвергал тот упрек, что якобы чересчур благосклонно изобразил в кавычках отцов, представителей старой знати. Кавычки открываются. То, что сказано о реабилитировании отцов, показывает только, что меня не поняли. Вглядитесь в лица, слабость и вялость или ограниченность. Эстетическое чувство заставило меня взять именно хороших представителей дворянства, чтобы тем вернее доказать мою тему. Если сливки плохи, что же молоко? Конец цитаты. И далее, новая цитата, оканчиваю следующим замечанием. Если читатель не полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалостной сухостью и резкостью, если он его не полюбит, повторяю я, я виноват и не достиг цели. Но, в кавычках, рассиропиться, говоря его словами, я не хотел, хотя через это я бы, вероятно, тотчас имел молодых людей на моей стороне. Я не хотел накупаться на популярность такого рода уступками. Лучше проиграть сражение, в скобках, и кажется, я его проиграл, чем выиграть его уловкой. Мне мечталась фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из земли, сильная, злобная, честная и обреченная на погибель, потому что она все-таки стоит еще в преддверии будущего, а мои молодые современники говорят мне, качая головами, ты, братец, опростоволосился и даже нас обидел. Мне остается сделать, как в цыганской песне, снять шапку, да пониже поклониться. конец цитаты. Пожалуй, в литературе не найти другого примера, который бы так убедительно доказывал тщетность всякой полемики и то, что писателю не пристало волноваться из-за неправого суда современников. Для художника это слабость. Тургенев, провозглашенный первым из русских романистов за очаровательный, но легковесный роман «Дворянское гнездо» потерял право на это место в глазах юношества из-за книги, которая является подлинным шедевром. «Людские суждения крикливы и переменчивы». Кавычки открываются. «Но полдневный жар остывает, приходит вечер, а потом и ночь, та ночь, чья мирная сень упокоит все испытания и тревоги». Конец цитаты. Но у Тургенева осложнились отношения не только с молодежью. Он в конец рассорился с Толстым. С той поры, как они узнали друг друга, в Толстовском дневнике на протяжении долгого времени во множестве мелькали противоречивые суждения на его счет. «Легко и приятно болтал с ним. Он тяжел и скучен. Тургенев дитя. Очень художественно умный. Он не верит в ум. Тургенев ни во что не верит. И, наконец, Тургенев не любит, а любит любить. Это глубоко и справедливо, но и Тургенев со своей стороны имел основания сказать. Толстой меня никогда не любил, он только хотел полюбить меня. Когда эти двое вместе были в Париже, Тургенев писал Аненкову, кавычки открываются, «Несмотря на все мои старания, сердечно сблизиться с Толстым я не могу, он слишком иначе построен, чем я. Все, что я люблю, он не любит, и наоборот. Мне с ним неловко, и ему также, вероятно, со мною, но из него выйдет человек замечательный, и я первый буду любоваться и рукоплескать издали». Конец цитаты. Они и вправду были слишком чужды друг другу по самой своей природе, и не существовало средства, чтобы преодолеть эту несовместимость. О том, каковы были обстоятельства решающей ссоры, нам известно со слов графини Толстой. Она рассказывает, как однажды они встретились у Фета в Степановке Орловской губернии Мценского уезда. Разговор зашел о благотворительности. Тургенев упомянул, что его дочь, которая воспитывается за границей, делает много добра, помогая людям. Лев Николаевич возразил, что он не любит той благотворительности, которая на английский манер выбирает своих бедных и систематически выделяет на их нужды определенную притом малую часть своего состояния. Настоящая благотворительность та, что идет от сердца и делает добро под влиянием непосредственного порыва. «Стало быть, вы находите, что я дурно воспитываю свою дочь?» спросил Тургенев. Лев Николаевич ответил на это, что он говорит, как думает, и, не касаясь личности, просто выражает свою мысль. Тургенев рассердился и вдруг закричал, «Если вы не перестанете говорить в таком тоне, я вам дам в рожу». Тогда, по свидетельству Софьи Андреевны, Лев Николаевич выбежал вон и поспешил в Богослов, так называлась станция, расположенная между имением Толстых и усадьбой Фета в Степановке. Оттуда он послал за ружьями и пулями, а Тургеневу отправил письмо, в кавычках, с вызовом за оскорбление. Он писал, что не желает превращать их дуэль в обычную пошлую комедию, когда два литератора с пистолетами встречаются в сопровождении третьего и поединок завершается шампанским, а намерен стреляться по-настоящему и просит Тургенева, запасясь ружьями, явиться на опушку леса, что в богослове. Он провел всю ночь в ожидании. Наутро пришел ответ от Тургенева. Тот заявлял, что, напротив, не согласен стреляться, как предлагает Толстой, а хочет, чтобы дуэль происходила по всем правилам. Тогда Лев Николаевич написал ему, «Вы меня боитесь, а я вас презираю, и никакого дела с вами иметь не хочу», кавычки закрываются. После этого они не виделись семнадцать лет. Даже со своим старинным другом Герценом, Тургеневу удавалось ладить не без труда. Он, что ни год, ездил навещать Герцена в Лондон, где нашел пристанище знаменитый «Сгнанник», издававший в те годы газету «Колокол», прославленную среди вольнодомцев всего мира. Герцен стал большим славянофилом, толковал о том, что в Западной Европе процветает грубая цивилизация лавочников, заразившая душу народа. Только в России народ еще сохранил дикарское здоровье, а потому спасти человечество может он один. Герцен говорил Тургеневу, что цепляться за Запад его побуждают усталость и старческое слободушие. Тургенев был иного мнения и утверждал, что, будь ему хоть 20 лет, он и тогда предпочел бы западное общественное устройство. Кавычки открываются «Я все-таки европеус и верую в знамя, под которое я встал в молодости». Конец цитаты. Оставленный русскими друзьями Тургенев чем дальше, тем больше привязывался к семейству Виардо. Теперь его привязанность к Полине, оставаясь любовью, стала в то же время и чем-то большим, чем любовь. Кавычки открываются «Уверяю вас, что чувства, которые я к вам испытываю, нечто совершенно небывалое», писал он ей. «Нечто такое, чего мир не знал, такое, чего никогда не существовало и что вовеки не повторится». Кавычки закрываются. В 1864 году Полина оставила подмостки и Луи Виардо, республиканец, которому было не по себе в имперском Париже, переселился с семьей в Баден-Баден. Тургенев последовал за ними и построил себе дом по соседству. Баден-Баден той поры был превосходным местом для тех, кто, подобно Тургеневу, оставил родину. В его знаменитых курзалах вели беседы, толпясь и сменяя друг друга, всевозможные оригиналы самых разных стран, особенно много было русских, которых с интересом наблюдал писатель. Кавычки открываются. «Зеленые деревья, светлые дома уютного города, волнистые горы, все празднично!» Кавычки закрываются. Жизнь в доме Виардо проходила довольно весело. Разыгрывали оперетки, либретты для которых сочинял Тургенев. На представлении Каракамиша, последнего колдуна, присутствовали король и королева Пруссии, великий герцог Бадена с супругой. Роль Каракамиша сыграл сам Тургенев. В этом мире, где царили тонкий вкус и веселье, Тургенев обрел тепло домашнего очага. Баденский период дал писателю материал для новой книги, появившейся вслед за романом «Отцы и дети». То был «Дым» – одно из самых прославленных его произведений. По теме этот роман очень близок к дворянскому гнезду. Некто Литвинов, молодой человек из России, приезжает в Баден, чтобы составить компанию своей невесте Татьяне и ее тетке. Там он встречает Ирину, красивую женщину причудливого нрава. Когда-то давно, еще студентом, Литвинов любил ее, но когда дело уже шло к свадьбе, Ирина внезапно его бросила ради брака, обеспечившего ей положение в свете. Теперь она проводит время в Бадене вместе со своим супругом-генералом, малым смазливым и фатоватым. Ирина царит в своем кругу, презирая его. Встреча с Литвиновым пробуждает в ней сожаление о прошлом и желание возвратить утраченное. Она посылает ему цветы, и он тотчас покоряется ее чарам. Он сознает, что кроткая Татьяна стоит много больше, чем шальная Ирина. И все же, грубо оттолкнув свою невесту, предлагает Ирине бежать с ним. А Таня, найдя в себе достаточно храбрости, в последний момент решает остаться с мужем, вторично разрушив жизнь Литвинова. Из эпилога мы узнаем, что спустя несколько лет Литвинов все-таки женился на Татьяне. Что до Ирины она старится, богатая и несчастная. Молодые люди опасливо сторонятся ее, их пугает ее озлобленный ум. В романе есть незабываемые сцены. Встреча Ирины с Литвиновым на лестнице, когда он проходит мимо, не узнав ее под вуалью. И этот букет гелиотропов, принесенный неизвестной дамой, которую он находит у себя в комнате. И последнее появление Ирины на платформе вокзала в дорожной шляпе на неубранных волосах, когда она смотрит на Литвинова из-под полуопущенных век, и, наконец, сцена отъезда героя, давшая книге ее название «Дым». Все это забыть невозможно. Кавычки открываются. Ветер дул навстречу поезду. Беловатые клубы пара, то одни, то смешанные с другими, более темными клубами дыма, мчались в бесконечную вереницей мимо окна, под которым сидел Литвинов. Он стал следить за этим паром, за этим дымом, беспрерывно взвиваясь, поднимаясь и падая, крутясь и цепляясь за траву, за кусты, как бы кривляясь, вытягиваясь и тая, неслись клубы за клубами. Они непрестанно менялись и оставались те же. Однообразная, торопливая, скучная игра. Иногда ветер менялся, дорога уклонялась, вся масса вдруг исчезала и тотчас же виднелась в противоположном окне. Потом опять перебрасывался громадный хвост и опять застилал Литвинову вид широкой Прирейнской равнины. Он глядел, глядел, и странное напало на него размышления. Он сидел один в вагоне. Никто не мешал ему. «Дым, дым», повторил он несколько раз, и все вокруг показалось ему дымом. Все собственная жизнь, русская жизнь, все людское, особенно все русское. Все дым, дым и пар, думал он. Все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности, все тоже, да тоже. Все торопится, спешит куда-то, и все исчезает бесследно, ничего не достигая. Другой ветер подул, и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы. «Дым», шептал он, «Дым». Конец цитаты. Но дым был не просто романом, то была сатира, резкая и сильная, язвительное осмеяние светского круга, генералов, приятелей Ирины, но также и прежних друзей Тургенева. Ему надоело сносить нападки желторотых мистиков, верящих в Россию, спасительницу человечества. Он предпринял контратаку. Вокруг главных героев романа мельтешат, укутанные удушливым дымом собственных сигар, баденские русские со своей болтовней, со своими дутыми кумирами и суетной шумихой. Некоторые критики полагают, что в этой части роман устарел. Мне же, когда я перечитывал «Дым», она показалась поразительно жизненной и злободневной. Но мораль здесь иная, не та, что в отцах и детях, где все сводится к покорному приятию бренности бытия. В прозе Тургенева сквозит новая мелодия, голос надежды, и теперь это уж не туманные упования Увара Ивановича, устремляющего вдаль свой загадочный взор, а напротив, надежда вполне отчетливая, имеющая свои пределы. В финале книги Литвинов, отказавшись гоняться по свету за Ириной, возделывает свои земли и печется о благосостоянии крестьян. Ему приходится очень тяжело. Новые установления не действуют, старые окончательно утратили силу. Кавычки открываются. Весь поколебленный быт ходил ходуном, как трясина болотная, только одно великое слово свобода носилось, как Божий дух над водами. Конец цитаты. Терпение требовалось прежде всего. И терпение не страдательное, а деятельное, настойчивое, не без сноровки, не без хитрости подчас. Что до Татьяны, она посвящает себя заботам о нуждах крестьян своей деревни, устроила для них аптеку, больницу, погрузившись подобно мужу в заботы скромные и полезные. И так дыхание деятельной жизни гонит прочь туманные клубы чувствительности. Реальный мир предстает взгляду четким, жестким, но все же прекрасным, как природа в утренний час, когда встающее солнце разгоняет не спеша темноту ночи со всеми ее туманами. До нас дошла весьма примечательная переписка по поводу романа «Дым» между его автором и молодым русским критиком Писаревым. По замечанию госпожи Казанович, в этой переписке характеры обоих корреспондентов и представляемых ими поколений проявились самым впечатляющим образом. Тургенев западник и старик, по всему складу своей натуры противостоящий новому поколению, благоразумный историк и проницательный либерал, сознающий и размах молодых сил России, и то, что в какой-то мере он сам зависит от них, а потому стремящийся узнать их получше. Писарев же, представитель этих новых сил, прямой, чистосердечный, открытый, умный, без лукавства, вежливый, без куртуазных преувеличений, искренний, без панибратства. Тургенев познакомился с Писаревым в марте 1867 года, когда приехал из Баден-Бадена в Москву с целью опубликовать дым. Ему захотелось встретиться с этим нигилистом, которого он, еще не зная лично, называл «гремучей змеей в литературе». Когда Писарев явился к нему, Тургенев был немало удивлен. Перед ним предстал скромный, учтивый юноша из дворянской семьи, притом с очень живым умом. А они встретились еще раз. Молодой человек пришелся так по душе Тургеневу, что он послал ему письмо, где спрашивал, что думает Писарев о дыме. Тургенев Писареву. Цитата. Я себе на днях поставил вопрос, какое впечатление произвел дым на вас и на ваш кружок. Рассердились ли вы по поводу сцен у Губарева, и эти сцены заслонили ли для вас смысл всей повести? По всем до меня доходившим известиям дым возбуждает чуть ли не ненависть и презрение ко мне в большинстве читателей. Я могу отдать себе справедливость, что никакой заботы я не хвалился и что я изобразил то изобразил. Примечание в подлиннике это фраза на немецком языке из Гёте. Конец примечания. А потому и не смущаюсь. Я наперед знаю, что не почувствую смущения, если бы и вы отозвались неодобрительно, но приму этот факт к сведению, ибо хотя я с одной стороны очень хорошо знаю, что всякий талант, как всякое дерево, дает только те плоды, которые ему приличествуют, однако с другой стороны, я не делаю себе никаких иллюзий насчет моего таланта, моего дерева, и вижу в нем весьма обыкновенную, едва привитую российскую яблоню. Во всяком случае, ваше мнение, если оно выскажется и мотивируется, будет для меня интересно. Конец цитаты. Писарев Тургеневу. Цитата. Вы спрашиваете, какое впечатление произвел дым на меня и на мой кружок. Вы, вероятно, удивитесь, если я скажу, во-первых, что у меня нет кружка. Я никого не вижу и не знаю из тех людей, которых считают и называют моими последователями. Словом, я стою один и могу поделиться с вами только моим личным мнением. Сцены у Губарева меня нисколько не огорчают и не раздражают. Они составляют эпизод, пришитый к повести на живую нитку, вероятно, для того, чтобы автор, направивший всю силу своего удара направо не потерял окончательно равновесие и не очутился в несвойственном ему обществе красных демократов. Что удар действительно падает направо, а не налево, на Ратмирова, а не на Губарева, это поняли даже и сами Ратмировы. При всем том, дым меня решительно не удовлетворяет, он представляется мне странным и зловещим комментарием к отцам и детям. У меня шевелится вопрос, вроде знаменитого вопроса «Каин, где брат твой Авель?» Мне хочется спросить вас, Иван Сергеевич, куда вы девали Базарова? Вы смотрите на явление русской жизни глазами Литвинова, вы подводите итоги с его точки зрения, вы его делаете центром и героем романа, а ведь Литвинов это тот самый Аркадий Николаевич, которого Базаров безуспешно просил не говорить красиво. Чтобы осмотреться и ориентироваться, вы становитесь на эту низкую и рыхлую муравьиную кочку, между тем, как в вашем распоряжении находится настоящая каланча, которую вы же сами открыли и описали. Что же сделалось с этой каланчой? Куда она девалась? Почему ее нет? Неужели же вы думаете, что и первый и последний Базаров действительно умер в 1859 году от пореза пальца? Или неужели же он с 1859 года успел переродиться в Бендасова? Если же он жив и здоров и остается самим собою, в чем не может быть никакого сомнения, то каким же образом это случилось, что вы его не заметили? Ведь это значит не заметить слона. Не скрою также от вас, что меня удивило и сильно покоробило в самом конце дыма одна глубоко фальшивая и неожиданно сладкая рулада. Вы без сомнения поймете, о чем я говорю. Я решительно не могу себе объяснить, как это вам удалось написать такую странную фразу, извините меня. В ответ на ваше любезное письмо я написал вам несколько таких вещей, которые, пожалуй, можно принять за дерзости. Конец цитаты. Тургенев Писареву Цитата Вам дым не нравится так же, как и почти всем русским читателям. Ввиду такого единодушия я не могу не заподозрить достоинств своего детища, но ваши аргументы мне кажутся не совсем верными. Вы напоминаете о Базарове и взываете ко мне Каин, где брат твой Авель, но вы не сообразили того, что если Базаров и жив, в чем я не сомневаюсь, то в литературном произведении упоминать о нем нельзя. Отнестись к нему с критической точки зрения не следует, с другой неудобно, да и наконец ему теперь только можно заявлять себя, на то он Базаров. А пока он себя не заявил, беседовать о нем или его устами было бы совершенной прихотью, даже фальшью. В кавычках каланча это стало быть не годится, ну а кочку я выбрал по-моему не такую низкую, как вы полагаете. С высоты европейской цивилизации можно еще обозревать всю Россию. Вы находите, что Потугин в скобках вы вероятно хотели его назвать, а не Литвинова, тот же Аркадий. Но тут я не могу не сказать, что ваше критическое чувство вам изменило. Между этими двумя типами ничего общего. У Аркадия нет никаких убеждений, а Потугин умрет закоренелым и заядлым западником, и мои труды пропали даром, если не чувствуется в нем этот глухой и неугасимый огонь. Быть может, мне одному это лицо дорого, но я радуюсь тому, что оно появилось, и что его наповал ругают в самое время этого всеславянского объединения, которому предаются именно теперь у нас. Я радуюсь, что мне именно теперь удалось выставить слово «цивилизация» на моем знамени, и пусть в него швыряют грязью со всех сторон. «Си этиам омнес эго нон». Примечание. «Даже если все, то я нет» с латинского. Петр сказал ему, «Если и все соблазнятся, но не я». Конец примечания. А о Литвинове говорить нечего. Он тоже не Аркадий, он дюжинный честный человек, и все тут. Мне было бы очень легко ввести фразу вроде того, что «однако вот, мол, есть у нас теперь дельные и сильные работники, трудящиеся в тишине». Кавычки закрываются. Но из уважения и к этим работникам, и к этой тишине предпочел обойтись без этой фразы. Молодежи не нужно, чтобы ей мазнули медом по губам, по крайней мере, я так думаю. Конец цитаты. «Я счел нужным привести эти письма почти целиком», в скобках, насколько мне известно, они никогда не публиковались по-французски, потому что нахожу их прекрасными. На мой взгляд, они могут служить примером того, каковы должны быть отношения между двумя поколениями писателей, следующими одно за другим. Часть третья. Последние годы. В романе «Дым» Тургенев сравнивает усилия русской мысли и беспорядочные стремления своей страны к преобразованиям, чей смысл не слишком понятен, с клубящимися облаками пара, что на миг, заслонив пейзаж, тают в воздухе без следа. Таково было суждение его разума. Но ведь он тоже был русским, и ему самому часто хотелось укрыться под тем же туманным пологом. Хотя он считал, что стал европейцем, ни в одной из стран Европы ему не было по-настоящему вольготно. В 1870 году он в первый раз поселился в Баден-Баденне в собственном доме. Объявление войны последовало почти сразу же. У Тургенева всегда были идиллические сентиментальные представления о Германии, старые немцы в его романах трогательны и беспомощны, как шмуки у Бальзака. В начале войны он страшился за немцев, ему уже виделось, как свирепая армия Наполеона Третьего наводняет страну Геты и Гегеля. Когда же у него открылись глаза на новую Германию, крепкую, сильную, беспощадную, его симпатии стали менять направление. Аннексии Эльзаса он не одобрил, как международный буриданов осел, он никак не мог стать на чью-либо сторону. Кавычки открываются. Странное дело, в теперешние времена не быть ни немцем, ни французом. Становишься зрителем с головы до пят. Это не всегда приятно. Конец цитаты. Это неприятно, но что же делать тому, кто родился зрителем? Война лишила семью Виардо ее доходов, и когда Полине предложили давать в Лондоне уроки пения, они все отправились туда. И Тургенев естественно последовал за ними. Тогда впервые ему довелось провести в Англии долгий срок. Тамошний образ жизни показался ему деятельным, но излишне суровым. Кавычки открываются. Ни один англичанин не имеет ни малейшего понятия о том, что такое искусство. Это неопровержимая аксиома. Конец цитаты. В устах писателя подобный отзыв о стране Джейн Остин, Джорджа, Эллиота, Диккенса, Текерея, Мередита звучит довольно странно. Но когда речь шла не о России, Тургеневу случалось быть несправедливым. Он даже к английской поэзии был весьма строг, и Росветти казался ему в кавычках ужасно изысканным. Но особенно его поражала английская флегматичность. В Кембридже он присутствовал на защите диссертации, где был поставлен вопрос, заслуживают ли французские коммунары сочувствия англичан. Молодые люди, заполнившие зал, преспокойно выслушали все аргументы за и против, а потом единодушно проголосовали против выдвинутого докладчиком предложения. Тургенев сказал, «Теперь я, наконец, понимаю, почему вы, англичане, не боитесь революций». Конец цитаты. Единственное истинное удовольствие доставило ему возможность поохотиться в Шотландии. На исходе ноября 1871 года Чета Виардо возвратилась в Париж, и Тургенев, съездив ненадолго в Россию, вновь присоединился к ним. Кавычки открываются. «Если бы они решили поехать в Австралию, я последовал бы за ними». Конец цитаты. В Париже на улице Дуэя, 48, семейство Виардо и их друг поселились на смежных этажах. Тургенев занимал трехкомнатные апартаменты. В его кабинете стоял диван, на котором он проводил большую часть дня. На стенах он развесил пейзажи Теодора Руссо, Камила Коро и барельеф, изображающий Полину Виардо в профиль, а также ее руку, выполненную в мраморе. Расскажем теперь, с кем дружил в ту пору Тургенев. Его друзьями были Флабер, братья Ганкур, Доде, Золя. Но и с русскими он часто встречался. В их глазах он являлся в кавычках послом от русской интеллигенции в Париже. Он принимался отечественников с самой деликатной учтивостью, был великодушен, даже слишком великодушен, ибо не умел отказать, когда просили снабдить своим предисловием скверную рукопись и, не решаясь вслух признать, что она плоха, подчас компрометировал свой вкус, участвуя в странных литературных затеях. Но он нуждался в таких посетителях, а они приносили с собой воздух России, необходимой его душе. В квартире Тургенева без устали гомонили молодые соотечественники, но сквозь шум их речей пробивались звуки рояля госпожи Виардо. По воскресеньям она пела «Лесного царя», а за рояль садился «Сен-Санс». Ей сравнялось пятьдесят пять, но она все еще чаровала своих друзей. В 1874 году Тургенев и Виардо на общее средство приобрели в Бужевале загородный дом Есени. С тех пор он стал проводить там летние месяцы вместе с супругами Виардо и их детьми. Дружба была верной, но она не спасала от печали. Чем яснее Тургенев ощущал, что стареет, тем глубже он погружался в меланхолию. Ему казалось, что жизнь его, как человеческая, так и писательская, прошла даром, что всему конец и неповторимый опыт былого завершен. Уже ничего не начнешь сначала, кавычки открываются, сижу я опять за своим столом, а у меня на душе темнее темной ночи. «Как миг какой пролетает день пустой, бесцельный, бесцветный, неправо жить, ни охоты нет, делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать». Конец цитаты. Одной из составляющих этой тоски была неисцелимая ностальгия у дел тех, кто оторван от родины. Кавычки открываются. «Достаточно встретить Тургенева», рассказывал Поль Бурже, «послушать его хотя бы только один вечер, чтобы убедиться, как много русского сохранилось в этом высоком старце с длинной белой бородой, слишком большим носом и простодушным взглядом, но вместе с тем и заметить, что этот первоначальный человек стал подвоем, на котором привита и выросла другая личность, космополит». Его воспоминания блуждают по всей Европе из конца в конец. То он вам изобразит пейзаж острова Уайт, то улицу университетского города в Германии, то итальянский ландшафт, и все это на великолепном французском языке, самое владение которым свидетельствует о долгой жизни в нашей стране и глубоко укоренившемся родстве с ее традициями. Конец цитаты. В Тургеневе впрямь уживались нетронутая русская суть и наружный космополитизм. Но человеку не дано быть космополитом в глубине души. Для каждого из нас, хотим мы того или нет, обильным потаенным источником всех помыслов служат воспоминания детства, первые прочитанные книги, а может быть даже чувства унаследованные от предков. Все это образует глубинную основу, щедро питающую нас, подающую о себе весть в наших сновидениях, а для писателя это единственная почва, на которую могут взойти живые творения. Если бы можно было поменять ее, обрести новую суть, стать по духу гражданином другой страны, Тургенев бы так не страдал. Но это оказалось недостижимо. Таких примеров почти не бывало, чтобы писателю, даже в совершенстве изучившему чужую страну, удалось взрастить на ее почве сколько-нибудь правдоподобный роман. Англичанин может изобразить героя-соотечественника в окружении французов, поскольку его реакции будут английскими, а на второстепенных персонажей-чужестранцев он станет смотреть глазами человека, принадлежащего той же культуре, что и сам автор. Но для него была бы весьма рискованна попытка сделать своего героя французом, поставить его в центр повествования, как зеркало, отражающее мир, и выразители авторских идей. Диккенс, столь естественный даже тогда, когда подвергает английские типы всевозможной деформации, и тот становится неуклюжим, живописуя в Мартине Чезулюите карикатурных американцев. Дарованию Тургенева были, как воздух, необходимы поля Спаскова, русские мужики, старые бари, молодые революционеры, и эти его женщины, такие необычные и прекрасные. Однажды он сказал «Мне для работы нужны зима, стужа, какая бывает у нас в России, мороз, захватывающий дыхание, когда деревья, покрытые кристалликами иния». Конец цитаты. Как же он должно быть задыхался в доме 48 на улице Дуэя? Болезненная ситуация, в которой находился писатель, не видящий вокруг подходящих лиц и тем, мало чем отличается от положения голодающего лишенного пищи. Тургенев нашел сюжетный ход, вроде того, о котором мы только что размышляли. Герой, его соотечественник, с родной почвы пересажен в чуждую среду, которую надобно описать. Он задумал роман о различиях между русскими и французами. Кавычки открываются. Русская девушка, примкнувшая к нигилистическим идеям, покидает родину и поселяется в Париже. Там она встречает молодого француза-социалиста и выходит за него замуж. Некоторое время все идет благополучно в семье, воодушевленной общей ненавистью ко всем законам и установлениям. Но, наконец, молодая женщина знакомится с одним из своих соотечественников, который рассказывает ей, что русские социалисты думают, говорят и делают на ее родине. Она узнает с ужасом, что цели, надежды и стремления русских революционеров существенно расходятся с целями французских и немецких социалистов, и что глубокая пропасть отделяет ее от мужа, с которым она всегда считала себя во всем согласной. Конец цитаты. Тема была хороша, и он мог бы ее развить, но на его вкус даже она не казалась в достаточной мере русской. Похоже, Тургенев старее все больше утрачивал свое западничество. Это явление довольно распространенное, старики возвращаются к помыслам своей ребяческой поры и умирают, бормоча слова, которых не произносили с раннего возраста. Кавычки открываются. То, что усваивается первым, утрачивается последним. Кавычки закрываются. Так утверждают психологи. Все происходит так, будто на живой основе, что сформировалось в детстве, от дальнейших столкновений с внешним миром возникает лишь поверхностный налет, в старости же этот тонкий слой тает и снова обнаруживается ядро, суть натуры. Тургенев, прежде так горячо желавший, чтобы Россия обратилась к западу, восприняла его идеи и направление нравственного развития, теперь говорил своим друзьям, что Франция и Германия истощили энергию своего духа. Он стал испытывать отвращение к их идеям. Однажды в гостях у Флабера он заявил «Да, вы люди латинской расы, у вас еще жив дух римлян с их преклонением перед священным правом, словом, вы люди закона, а мы не таковы. Как бы вам это объяснить, представьте себе, что у нас в России как бы стоят по кругу все старые русские, а позади них толпятся молодые русские. Старики говорят свое «да» или «нет», а те, что стоят позади, соглашаются с ними. И вот перед этими «да» и «нет» закон бессилен, он просто не существует, ибо у нас, русских, закон не курсивом кристаллизуется, как у вас. Например, воровство в России дело нередкое, но если человек, совершив хоть и 20 краж, признается в них и будет доказано, что на преступление его толкнул голод, толкнула нужда, его оправдают. «Да, вы люди закона, люди чести, а мы, хотя у нас и курсивом самовластье, мы», кавычки закрываются, он запнулся, ища нужное слово, и Эдмонд Гонкур подсказал, «более человечны». «Да», подхватил Тургенев, «именно, мы менее связаны условностями, мы люди более человечные». Конец цитаты. «Всякая нация гордится тем, что она такая, какая есть». Латинянам, окружавшим Тургенева, льстила мысль, что они люди закона. Однако Тургенев толковал о свойственном русским пренебрежении к условностям таким тоном, будто бронил этих иностранцев. Стоило ему взяться за перо, в скобках описал он теперь очень мало, он обращался к воспоминаниям молодости. Так возникли вешние воды, степной король Лир. Тогда же он прибавил к запискам охотника прекрасный рассказ «Живые мощи», посвятив его Жорж Сант. Все, что там происходит, простой разговор с крестьянкой, которая в ранней юности, пораженная тяжкой болезнью, обречена на неподвижность, лежит одна в хижине, соседи ее из жалости кормят, и нет у нее иных развлечений, кроме звуков, что доносятся до ее слуха, до бродячего пса, забежавшего на минуту посидеть у ее постели, а она, несмотря ни на что, остается набожной, смиренной и в каком-то смысле даже счастлива. А что же в это время творилось там, в России, о которой он непрестанно думал? Как мы уже отмечали, реформа привела к огромному краху иллюзий. Крестьяне прозябали в ничтожестве точно так же, как до освобождения. Дворяне, наполовину разоренные, тоже без конца жаловались. Были созданы местные советы, земства, но работали они плохо. Ничто не приводит людей в такое уныние, как революционные перемены, которых давно ждали, а они не принесли счастья. Былые упования рушатся, опороченные верования вчерашних энтузиастов увядают. Общество откатывается назад, впадая в состояние еще худшее, чем до начала реформ. В среде русского юношества тех лет распространилась глубочайшая неверия в возможность добиться чего-либо, действуя легальными методами. Молодежь пришла к убеждению, что от царя и его чиновников ждать нечего. Юноши уезжали за границу, чтобы там примкнуть к социалистическим и революционным движением. Живущие в изгнании Герцен и Бакунин из своего далека распространяли вольнодумные идеи, контрабандой переправляя в Россию свои газеты. В 1871 году парижская коммуна показала русским революционерам пример того, что можно сделать. Кавычки открываются. «Мы русские студенты жили бок о бок с изгнанными из Франции коммунарами и получили от них в наследство мечту о социальной революции. Вскоре петербургские власти встревожились и приказали им вернуться в Россию». Итак, к 1873 году в стране оказалось много разгоряченной свободомыслящей молодежи. Теперь там нередко видную роль играли женщины, ведь еще с 1850 года в России возникли учебные заведения для девушек. Затем в Петербурге были организованы медицинские женские курсы. Правительство выражало на сей счет заметное беспокойство, ведь образованные девушки, так же, как и юноши, желали изменить существующий строй, хоть и не знали, как за это взяться. Крестьяне и рабочие оставались для них чем-то вроде чуждого племени, не понимавшего ни мыслей, ни даже слов этой молодежи, что клялась в любви к народу. Что же им было делать? Многие приходили к мысли, что их долг в кавычках и идти в народ, открывать простым людям глаза на их собственную нищету и возможности эту свою горькую долю изменить. Кавычки открываются. Наша цель, как заявила на суде Софья Бардина, внести в сознание народа идеалы лучшего, справедливого общественного строя, или же уяснить ему те идеалы, которые уже коренятся в нем бессознательно. Конец цитаты. За период с 1872 по 1878 год около двух-трех тысяч юношей и девушек ушли в народ, причем большинство принадлежало к дворянскому сословию, хотя были там и молодые люди из других слоев общества. Инженеры, врачи, акушерки, учителя обоего пола, поодиночке или парами, подчас связанными фиктивным браком, они устремились в сельскую местность. Пьянящее должно быть ощущение отправиться в такой путь один на один с прекрасной курсисткой, сменившей свои соболя на рабочую сермягу. Те, кто подобным образом отправлялись в народ, использовали свои профессиональные знания, чтобы завоевать доверие мужиков, а позже, добившись этого, принимались читать и разъяснять им брошюры революционного содержания. Некоторые, перередившись в мужицкое платье, шли работать на полях или нанимались рабочими на фабрике. Тургенев, возвратясь в Россию, живо заинтересовался этим движением. Он приехал сюда теперь лишь как наблюдатель, желающий понять смысл того, что делалось на родине. Завоевать восхищение сограждан он больше не надеялся, да и не ждал, что его хотя бы признают большим писателем. Публику, по-видимому, уже не волновало то, что он печатал. В обеих столицах он теперь подолгу не задерживался, спешил обратно в Спасское, где его ждал старый дом, и можно было вдоль и поперек облазить сад, приглядеться к соседям. Он толковал им о Франции и французах, о том, какие у них там диковинные воззрения на любовь и брак, да и обитателей других стран Запада тоже описывал, хотя бы этих чудаков-англичан, чьи вкусы просто уму непостижимы. Рассказывал, как Текерей покатился с осмеха, услышав непонятные ему стихи Пушкина. Потом занялся своим имением. Его управляющий оказался вором, да и крестьяне вели себя не лучше. Вырубали лес, открывали питейные заведения. Тургенев, что ни год, устраивал праздники для своих мужиков. Крестьянки приходили туда в красных платьях с золотым шитьем. На террасу приходилось выставлять в ряд несколько ведер водки. Но, взирая с возрастающим скептицизмом, как пляшут и пьют эти люди, тот самый народ, что, как уверяли, призван возродить Европу, владелец Паскова страстно, заинтересованно присматривался к новой России. В 1876 году он выпустил в свет роман, отразивший эти его наблюдения. Книга называлась «Новь». И она тоже вызвала раздражение многих. Герой этого романа Нежданов, студент и революционер. Его, как Жульена Сореля, нанимает домашним учителем для своего сына крупный чиновник Сипягин, считающий себя либералом. Нежданов приезжает в его загородное поместье. Племяннице Сипягина Марианне близки его бунтарские порывы. Она хочет вместе с ним идти в народ. Ей кажется, что она полюбила его. Они бегут из дому вдвоем и находят приют у живущего по соседству фабричного управляющего Соломина, тоже революционера. Соломин новый, необычный для Тургенева тип. Это и носитель передовых идей и вместе с тем дельный энергичный практик. Человек действия, персонаж, которого Тургенев доселе тщетно искал в российской действительности, но теперь ему казалось, что в новом поколении, вышедшем из народной гущи, этот тип зарождается прямо на глазах. Соломин не увлекается химерами. Затея Нежданова и Марианны не вселяет в него никаких надежд. Кавычки открываются. Оказалось, что Соломин не верил в близость революции в России, но, не желая навязывать свое мнение другим, не мешал им попытаться и посматривал на них не издали, а сбоку. Он хорошо знал петербургских революционеров и до некоторой степени сочувствовал им, ибо был сам из народа, но он понимал невольное отсутствие этого самого народа, без которого, в кавычках, ничего ты не поделаешь, и которого долго готовить надо, да и не так, и не к тому, как те. Конец цитаты. Нежданов, напротив, мечтатель и меланхолик, еще один из знакомых тургеневских типов. Кавычки открываются. Да верит ли он, наконец, в это дело? О, эстетик проклятый, скептик, беззвучно шептали его губы. Какой же ты к черту революционер? Ты пиши стишки, да кисни, довозись собственными мыслишками и ощущенницами, докопайся в разных психологических соображенницах и тонкостях, а главное, не принимай твоих болезненных, нервических раздражений и капризов за мужественное негодование, за честную злобу убежденного человека. О, Гамлет, Гамлет, датский принц, как выйти из твоей тени, как перестать подражать тебе во всем, даже в позорном наслаждении самобичевания. Конец цитаты. Нежданного потрясло непонимание, с каким он столкнулся. Кавычки открываются. Вот уже две недели, как я хожу в кавычках в народ, и ей же ей, ничего глупей и представить себе нельзя. Конечно, вина тут моя, а не самого я не славянофил, я не из тех, которые курсивом лечатся народом, соприкосновением с ним. Я не прикладываю его к своей больной утробе, как фланелевый набрюшник. Я хочу сам действовать на него, но как? Как это совершить? Оказывается, что когда я с народом, я все только приникаю да прислушиваюсь, а коли придется самому что сказать, из рук вон, сам чувствую, что не гожусь, точно скверный актер в чужой роли. Конец цитаты. Финал книги печален, интеллигентов с их опасными речами арестуют по доносу крестьян. Нежданов кончает с собой, Марианна впоследствии выходит замуж за Соломина. Таким образом, Тургенев опять, как в романе накануне, завершает повествование, отдав страстную девушку мужчине с сильным характером и еще раз произнеся приговор мечтателю русскому Гамлету, то есть, быть может, самому себе. Это явление курьезное, но довольно распространенное, сплошь и рядом видишь, как лучшие из интеллигентов с ужасом отвергают размышления и смиренно склоняются пред скромным действием, повседневными упорными трудами. В Соломине Тургеневу импонирует уравновешенность. Кавычки открываются «Умен как день и здоров как рыба, как же не чудно, ведь у нас до сих пор на Руси как было, коли ты живой человек с чувством, с сознанием, так непременно ты больной». Конец цитаты, новая цитата «Не баррикады же строить, сказал Соломин, это же и не женское дело, а вот вы сегодня какую-нибудь лукерью, чему-нибудь доброму, научите, и трудно вам это будет, а пока ребеночка вы помоете или азбуку ему покажете или больному лекарства дадите, вам хотелось собой пожертвовать, вы извините неприличность выражения, но, по-моему, шелудивому мальчику волосы расчесать жертва и большая жертва, на которую немногие способны». Конец цитаты. Да и в заключении своей книги Тургенев об одном лишь Соломи не отзывается благосклонно. Кавычки открываются. Это крепкие, серые, одноцветные, народные люди. Теперь только таких и нужно. Конец цитаты. Естественно, что такой роман никому не понравился. Молодые революционеры возмущались. Отсутствие восторженности. Слишком проницательный взгляд Тургенева все это вселяло в читателей разочарование и досаду. А он по-прежнему сохранял удивительную способность равным образом раздражать и консерваторов, и вольнодумцев. Если дети были недовольны, то отцы может быть статься и того больше, ведь им роман угрожал приходом такой активной и пугающей силы, как Соломин и ему подобные. Что до собратьев художников, те говорили, что этот Соломин, как некогда болгарин из накануни, фигура чисто умозрительная и таких субъектов никогда на Руси не бывало. Однако Россия страна, отличающаяся большим непостоянством умонастроения. С тех пор, как Тургенев задумал свою новь, политическая картина уже успела стать несколько иной. Власти захотели жестоко расправиться в кавычках с миссионерами, которые подобно Нежданову и Марианне в кавычках ходили в народ. Затеяли два огромных судебных дела процесс 1093 и процесс 50. Обвиняемые были осуждены, но режиму это принесло едва ли не больше вреда, чем его противникам. Молодые люди, которым отныне была запрещена мирная пропаганда, превратились в сторонников насилия. На следующий день после произнесения приговора 193 молодая девушка выстрелила из револьверов петербургского гранначальника генерала Трепова, ранив его. Никаких личных счетов у нее генералу не было. Она заявила, что хотела покарать его за то, что однажды, инспектируя тюрьму, он приказал выпороть розгами студента политзаключенного, не снявшего перед ним шапку. Девушку оправдали. Террористических актов становилось все больше. По всей стране, поделенной на шесть огромных военных округов, было объявлено что-то вроде военного положения. Революционный исполнительный комитет ответил на это смертным приговором, вынесенным Александру Второму. Между тем, император, человек по натуре мягкий, старался быть справедливым, но там, где глава правительства наделен абсолютной властью, его всегда считают ответственным за все зло и все добро. Кюстин разумно предугадывал опасности такой системы правления, когда за тридцать с лишним лет до того писал, «Душа этого общества есть политическое суеверие, которое возлагает на государя заботу обо всех невзгодах слабых, терпящих от сильных, обо всех земных жалобах на то, что не спослано небесами. Когда мой пес поранится, он приходит за исцелением ко мне, когда Господь карает русских, а не взывают к царю». Государь здесь ни за что не несет ответственности как политик, зато играет роль проведения, которое отвечает за все. Таково естественное следствие узурпации человеком прав Бога. Конец цитаты. Приехав в Россию в 1879 году, Тургенев был поражен неожиданно восторженным приемом. Его встречали как великого человека. Приглашали на перебой, просили читать перед публикой свои произведения. Девушки всего полгода назад проклинавшие его за новь, умоляли надписывать им экземпляры этого же самого романа. Эти причуды славы были не столь уж непоследовательны, как могло показаться. Во-первых, было известно, что Тургенев представляет великую либеральную традицию, что он поборник Конституции. И люди умеренных взглядов, порицавшие жестокость гонений, но и покушения революционеров, считавшие дикарством, охотно воздавали почести писателю, чье имя было символом идей, которых они не смели провозглашать открыто. А при том, Тургенев уже стал классиком. Чтобы успех книги, хотя бы и знаменитый, распространился в народной гуще, требуется немало времени. И вот теперь даже рабочие на вокзальном перроне бросались к Тургеневу с вопросом, не он ли автор записок охотника. Он понимал, что нежданные знаки внимания, которыми его осыпают, таят под собою политическую подоплеку. В своей речи в Москве он сам сказал, что его восхваляют не столько как романиста, сколько как либерала. И на большом обеде, в его честь устроенном в Петербурге, он говорил о, в кавычках, счастливом и здравом развитии судеб России. И все понимали, что он подразумевает Конституцию. Тем не менее, он с грустью замечал, что наиболее радикально настроенная молодежь держится в стороне от всех этих празднеств, что устраиваются в его честь. Нет ничего более желанного, чем одобрение тех, кто отказывает вам в признании. Однажды его пригласили на собрание молодых писателей, совместными усилиями выпускавших революционный листок. Но взаимопонимания не возникло. Его там встретили люди из народа, вынужденные тяжким трудом зарабатывать себе пропитание. Тургенев же был богат, долгое время жил, пусть и не по своей вине, за счет эксплуатации крестьян. Даже по наружности, по физическому облику, он слишком резко отличался от издателей листка. Он был великаном, а они сплошь низкорослые, плохо кормленные. Его спросили, что же вы думаете о событиях, происходящих в России, не стоим ли мы на пороге революции, как Франция в 1789. Тургенев отвечал, что грядущее в руках богов, но революция маловероятна, так как оппозиции не хватает единства. За этой репликой последовало тяжелое молчание. На другом собрании Тургеневу задали вопрос, не есть ли это долг каждого примкнуть к террористам или пойти в народ. Помолчав, он заметил, я вижу молодые люди все еще заняты вопросом, что делать, им надлежит самим найти на него ответ, что до меня я бывал в некоторых уголках России, тут и там, но этого мало, чтобы браться за решение сложных политических проблем. В 1880 году Тургенев приехал погостить в Ясную Поляну. В мае 1878 Толстой вдруг прислал ему письмо, он только что пережил огромный душевный кризис и желал проявить добрую волю по-христиански примирившись со всеми, кого он ранее мог чем-либо оскорбить. И по собственным словам был уверен, что такой доброжелательный человек, как Тургенев, еще раньше, чем он сам забыл их прежнюю рознь. Резкость, буйство страстей были органически чуждой характеру Тургенева. Коль скоро ему было предложено заключить мир, легко догадаться, что он согласился. Три месяца спустя он приехал в Ясную Поляну и ежегодно вплоть до 1880-го повторял эти визиты. Графиня Толстая нашла, что он постарел, посидел и стал слабодушен как дитя, но была очарована им как собеседником, в особенности его даром рассказчика. Все, что он описывал, виделось словно воочию. Сам Толстой считал своего гостя человеком блестящим, но был шокирован этой его меланхоличной веселостью, заметным стремлением уклоняться от решения основополагающих проблем, с наслаждением смакуя одни лишь частности. После отъезда Тургенева он ему отправил письмо с просьбой никогда более не заговаривать с ним о его произведениях. Кавычки открываются. Ей Богу, писал Толстой, перечитывание хоть мельком и упоминание о моих писаниях производит во мне очень неприятное сложное чувство, в котором главная доля есть стыд и страх, что надо мной смеются. Как я не люблю вас и верю, что вы хорошо расположены ко мне, мне кажется, что и вы надо мной смеетесь, поэтому не будем говорить о моих писаниях. Далее Толстой замечает, что нельзя сравнивать двух людей, ведь у всякого своей задачи и свой способ с ними справляться, в кавычках каждый сморкается по-своему. Тургенев на это отвечал, цитата, «Хотя вы и просите не говорить о ваших писаниях, однако не могу не заметить, что мне никогда не приходилось в кавычках даже немножко смеяться над вами. Иные ваши вещи мне нравились очень, другие очень же не нравились». Скобки. Здесь автор не удержался от весьма крепкого словца. Скобка закрывается. Но с какой стати смех? «Я полагал, что вы от подобных в кавычках возвратных ощущений давно отделались». Конец цитаты. Нет, право же ничего грустнее и тривиальнее подобного противоборства двух великих душ, созданных, чтобы чтить друг друга, но порой из-за пустяка какого-нибудь первоначального недоразумения или физического отталкивания всю жизнь противостоящих друг другу почти враждебно, готовых к поединку словно два рыцаря, и ни тот ни другой не поднимет забрало скрывающего его лицо. Нетрудно представить, как должны были раздражать Толстого привычки и манеры Тургенева, притом подчас самые милые из них. Приехав в Ясную Поляну в 1880 году, Тургенев застал там много молодежи и успешно развлекал ее. Живя в доме госпожи Виардо, он привык иметь дело с детьми, да вообще любил доставлять людям удовольствие. Как-то вечером они затеяли игру, каждому полагалось рассказать о самом счастливом мгновении любви, выпавшем на его долю. Рассказ вечер, Тургенев отплясал с 12-летней девочкой Кан-Кан, а в дневнике Толстого появилась запись «Тургенев, Кан-Кан, грустно». Еще был случай, когда вечером за столом оказалось 13 человек. Тургенев сказал, «Кто боится смерти, пусть поднимет руку». И сам ее тотчас поднял. Толстой же в тот вечер записал в дневнике «Как этот Тургенев не боится бояться смерти». Оба прилагали самые чистосердечные усилия, чтобы закрепить примирение. Каждый понимал, охотно признавал, что другой великий писатель, но у них не было единой меры вещей, совпадения чувств. Что было бесконечно дорого одному, в глазах другого не имело никакой цены. Тургенев не мог дышать в мире нравственных требований Толстого. Он, для кого искусство было единственной реальностью, не мог понять автора, способного написать, что такое искусство. Он писал Полонскому, кавычки открываются, «Мне очень жаль Толстого, а, впрочем, как говорят французы, у всякого своя манера блох ловить». Конец цитаты. В другой раз в письме Григоровичу он отозвался о Толстовской исповеди так, кавычки открываются, «Прочел ее с великим интересом, вещь замечательная по искренности, правдивости и силе убеждения, но построена она вся на неверных посылках и в конце концов приводит к самому мрачному отрицанию всякой живой человеческой жизни». Это тоже своего рода нигилизм. Конец цитаты. Во время своего гостевания в Ясной Поляне в 1880 году Тургенев признался графине Толстой, что перестал писать, потому что больше не влюбляется, да и никогда не мог писать иначе, чем в состоянии влюбленности. Цитата. «Раньше всякий раз, как я задумывал писать, меня трясла лихорадка любви. Теперь это прошло. Я стар и не могу больше не любить, не писать». Конец цитаты. Но Полина Виардо бесспорно сохраняла свою власть над ним. Даже в те минуты, когда он, казалось, бывал особенно счастлив в России, он мог неожиданно заявить друзьям. «Если госпожа Виардо сейчас позовет меня, я должен буду ехать». Однако нередко ему случалось и сетовать на свою жизнь, посвященную чужой жене. Некогда он советовал молодым людям избегать брачных уз. Теперь же твердил. «Женитесь, непременно женитесь, вы себе представить не можете, как тяжела одинокая старость, когда по неволе приходится приютиться на краешке чужого гнезда, получать ласковое отношение к себе как милостыню и быть в положении старого пса, которого не прогоняют только по привычке и из жалости к нему». Конец цитаты. И тем не менее, во время своих последних приездов в Россию он проявлял интерес к другим женщинам. Была ли то любовь? Возможно, ведь у этого слова много значений, но увлечения Тургенева по-прежнему застревали застревали на пол дороги между чувственностью и дружбой. И снова, как когда-то он много толковал своим очаровательным приятельницам об их руках. Кавычки открываются. «Очень бы мне хотелось провести несколько часов с вами в вашей комнате, попивая чай и поглядывая на морозные узоры стекол. Нет, что за вздор, глядя вам в глаза, которые у вас очень красивы, и изредка целуя ваши руки, которые тоже очень красивы, хотя велики, но я такие люблю». Так он писал Баранесси Вревской в феврале 1875 года. А несколько позже в октябре сетовал «Чувствую, что стареюсь», в кавычках, что я шутя твердил доселе, и нисколько меня это не радует, напротив, ужасно хотелось бы перед концом выкинуть какую-нибудь несуразную штуку, не поможете ли? Кавычки закрываются. Но в самом ли деле он желал покинуть твердую почву дружбы? Кавычки открываются. «С тех пор, как я вас встретил, я полюбил вас дружески и в то же время имел неотступное желание обладать вами. Оно было, однако, не настолько необузданно, в скобках, да уж и не молод я был, чтобы попросить вашей руки. К тому же другие причины препятствовали, а с другой стороны, я знал очень хорошо, что вы не согласитесь на то, что французы называют мимолетное увлечение. Вот вам и объяснение моего поведения». Конец цитаты. В 60 лет он вел себя с баронессой в Ревской так же, как когда-то с Татьяной Бакуниной. Но этому великому живописцу любовных чувств предстояло полюбить еще раз, хотя опять на свой манер. Между порой юности и старости возникают странные совпадения, кто начинал как романтик, остается романтиком до конца, и любовь старика, подобно юношеской, порой овеяна тем меланхолическим очарованием, что порождено робостью. В 1879 году Тургеневу наверняка почудилось, что он нашел в России новую Полину Виардо. В театре тогда поставили его пьесу «Месяц в деревне». Мария Гавриловна Савина, молоденькая актриса, играла там второстепенную женскую роль. Тургенев, не придававший этому персонажу особенного значения, был поражен интересом, какой, по-видимому, проявила к нему артистка. «Да что там играть?» спрашивал он себя. «Когда же увидел, что она сделала из этого едва намеченного им образа, изумился?» Кавычки открываются. «Верочка! Неужели эту Верочку я написал? Я даже не обращал на нее внимания, когда писал. Для меня главной героиней была Наталья Петровна». Конец цитаты. Он тотчас оценил большой талант, благодаря которому артистка сумела углубить роль, показав, сколько доброты и самоотречения кроется в этом юном создании, впервые открывшем свое сердце любви. Между Тургеневым и Савиной установилась в то время некоторая близость. Он увидел в ней не только молодую пленительную женщину, но и тонкую чуткую артистку. Его увлечение по сути имело ту же природу как чувство, что он испытывал когда-то сидя на третьей лапе белого медведя. Подобно госпожи Виардо, Савина была блистательна, умела воспламенять публику, и ей тоже он мог бы сказать «Стой! Какую я теперь тебя вижу, останься навсегда такой в моей памяти». Ей тоже можно было поверять свои мечты, делиться планами, на чистоту высказывать все, что он думал о своих современниках. Но сверх того она была русской, чувства и мысли Тургенева никогда не казались ей непонятными, и, наконец, в ней притягивало то, чего, в кавычках, там уже не осталось, сияющая, чарующая молодость. Во время первых представлений месяцев деревни ей было двадцать пять лет. Знакомство Тургенева с ней пришлось на ту пору, когда русская публика его, как он выражался, в кавычках, простила, и встречала, где бы он не появлялся, порывами бурного восторга. Это его молодило, вновь вселяло утраченную отвагу, теперь он спрашивал себя, «Неужели из старого засохшего дерева пойдут новые листья и даже ветки?» Так и на мое старое сердце недавно со всех сторон нахлынули молодые женские души, и под их ласкающим прикосновением зарделось оно уже давно поблекшими красками, следами былого огня». Там он ее оставил, а на завтра уже писал ей из дома. «Милая Мария Гавриловна, полтора часа тому назад я вернулся сюда, ночь я провел в Орле, и хорошую, потому что постоянно был занят вами, и нехорошую, потому что глаз сомкнуть не мог. Когда вчера вечером вы были у открытого окна, я стоял перед вами молча и произнес слово «отчаянное», вы его применили к себе, а у меня в голове было совсем другое. Меня подмывало уж точно курсивом отчаянная мысль схватить вас и унести в вокзал, но благоразумие к сожалению восторжествовало, но представьте себе, что было бы в журналах, отсюда вижу корреспонденцию озаглавленную «Скандал в Орловском вокзале». В кавычках «вчера» здесь произошло необыкновенное происшествие. Писатель «Т», в скобках «а еще старик», провожавший известную артистку «С», ехавшую исполнять блестящий ангажемент в Одессе, внезапно, в самый момент отъезда, как бы обуян неким бесом, выхватил госпожу Савину через окно из вагона, несмотря на отчаянное сопротивление артистки. И т.д. и т.д. «Какой гром и треск по всей России, а между тем это висело на волоске, как почти все в жизни». Конец цитаты. В последующие дни, что не делает Тургенев, о чем не думает, в кавычках, «где-то на дне души» все звучит одна и та же нота. Он размышляет о том, что час, проведенный в вагоне, когда он чувствовал себя чуть не двадцатилетним юношей, был последней вспышкой лампады. Кавычки открываются. Дверь, раскрывшаяся было наполовину, это дверь, за которой мерещилось что-то таинственное, чудесное, захлопнулось навсегда». Конец цитаты. В следующем году прихворнувшая Савина согласилась заехать погостить в Спаское. Для Тургенева это было огромным праздником. Читая своим гостям еще в рукописи «Песнь торжествующей любви», прогуливаясь с ними в лесу, чтобы слушать «ночные голоса», он изучал свою пассию, вглядывался на близком расстоянии. Кавычки открываются. «В эти дни», как впоследствии писал он ей, «я еще короче узнал вас со всеми вашими хорошими и слабыми сторонами, и именно потому еще крепче привязался. Вы имеете во мне друга, которому можете довериться». Конец цитаты. Через месяц Савина заключила помолвку. Снова в который раз любовь свелась к дружбе. И все же спустя еще два месяца Тургенев писал, «А представьте-ка следующую картину. Венеция, например, в октябре, или Рим. В гондоле два чужестранца, один высокий неуклюжий, беловолосый и длинноногий, но очень довольный, другая стройненькая барыня с удивительными черными глазами и такими же волосами. Положим, что и она довольна. Ходят они по галереям, церквам и так далее, обедают вместе, вечером вдвоем в театре, а там, там мое воображение почтительно останавливается. От того ли, что это надо таить, или от того, что таить нечего. Конец цитаты. Этот пассаж завершает все тот же излюбленный мотив. Я не знаю рук, которые было бы приятнее целовать, чем ваши. Последняя его повесть «Клара Милич» была без сомнения вдохновлена этим чувством, а также историей другой актрисы Кадминой. Сюжет ее был красив. Молодая актриса Клара в скобках «тип страстной девственницы» безумно влюбляется в молодого человека по натуре холодного и аскетичного. Он отвергает ее попытки сближения, потому что боится жизни, в скобках сугубо тургеневская тема. И она во время спектакля прямо на сцене принимает яд. После ее смерти молодой человек более не в состоянии думать ни о чем, кроме этой драмы, в которой он оказался замешан. Умершая приобретает власть над ним, в результате он воспылал к ней той страстью, в которой отказал живой. Кавычки открываются. Похоже, замечает Ермолинский, что Тургенев сам в это по-настоящему не веря, своей сказкой пытается показать, что человек весь не умирает, а любовь настолько могущественна, что возвращает привычные теплые человеческие цвета жизни существам, с которыми можно встретиться лишь за гробом. Конец цитаты. Так сильные чувства рождают в душах неверующих сожаление и в то же время смутную надежду на бессмертие. Теперь русские увлечения уже не могли играть в жизни Тургенева сколько-нибудь заметную роль. Для него родным приютом стали вилла Есени в Бужевале, «Допарижский особняк на улице Дуэя», 48. Если бы ему предложили выбор быть первым в мире писателем, но никогда больше не увидеть семью Виардо, или служить у них сторожем-дворником и в этом качестве последовать за ними куда-нибудь на край света. Он предпочел бы положение дворника. Итак, нам теперь остается поведать о последних десяти годах этой жизни, что протекли в Париже, в окружении хорошо нам известном, ибо эта среда Жорж Санд, Флабера, позже Ганкуров, Альфонсо Даде, Золя и даже юного Мапасана. Что касается Жорж Санд, мы уже упоминали о том, что Тургенев всегда питал к ней живейшее восхищение. С молоду он у нее учился, позже стал понимать, что ее видение мира несколько туманно, однако он ей обязан некой истиной, положим, неполной, но такой, кавычки открываются, которая всегда найдет в скобках и должна найти последователей в том возрасте человеческой жизни, когда полная истина еще недоступна, кавычки закрываются. С Флабером он сошелся ближе. Они познакомились в 1858 году, а подружились в 1863. По словам Альфонса Даде, кавычки открываются, этих гениальных людей связывала присущая им обоим простодушная доброта. Виновницей же их союза была Жорж Санд. Бахвал, фрондеры, Дон Кихот, Флабер, со своим громоподобным голосом, беспощадной наблюдательностью и повадками воина-норманца, был мужской половиной этого духовного брака. Но кто бы заподозрил, что второй колосс с его мохнатыми бровями и огромным лбом сродни тонкой и чуткой женщине, много раз описанной им в романах, русской женщине, нервной, томной, страстной, дремлющей, как восточная рабыня, трагичной, как готовая взбунтоваться сила. Среди великой людской неразберихи души попадают иной раз не в ту оболочку, мужская душа оказывается в женском теле, женская душа в группам обличья циклопа. В своих писаниях они оба одинаково заботились о совершенстве стиля, только у Тургенева было больше простоты. По определению Дюма, Флабер был великаном, вырубающим лес, чтобы изготовлять спичечные коробки. Тургенев же рубил свои тонкие белоствольные деревца, чтобы строить из них дома человеческого благородства. Но общее благоговение перед искусством сближало их. Флабер прозвавший Тургенева в кавычках добрым москвитом считал, что по части литературы лучшего советчика не найти. Кавычки открываются. Вчера провел чудесный день с Тургеневым, которому прочитал все написанные мною 115 страниц Святого Антония. После сего я ему прочел еще чуть ли не половину последних песен. Какой это слушатель и какой критик. Он поразил меня глубиной и точностью суждений. Ах, если бы все те, кто берется судить о книгах, могли его послушать. Какой бы это был для них урок. Ничто не ускользает от него. Прослушав стихотворение в сто срок, он помнит, где в нем встретился слабый эпитет. Он дал мне по поводу некоторых деталей в Святом Антонии два или три просто превосходных совета. Конец цитаты. После войны 1870 года Тургенев взял привычку приходить по воскресеньям к Флаберу, который тогда принимал гостей в своей парижской квартире близ парка Монсон, облачившись в восточный халат с феской на голове. Тургенев приносил с собой томик Гёте или Суинберга и переводил стихи с листа для своих друзей. Порой туда заходил Генри Джеймс. Потом Флаберу пришлось сменить квартиру и собрания друзей стали происходить в предместе Сент-Ан-Аре. Кавычки открываются. Главным предметом обсуждения, как вспоминал потом Генри Джеймс, были вопросы литературного вкуса, вопросы искусства и формы. Все были убеждены, что искусство и нравственность представляют две совершенно различные категории. Повесть прежде всего должна быть хорошо написана. Конец цитаты. Воззрения и эстетические теории Флабера иногда очень удивляли Тургенева. Они оба начинали с романтизма, но Флабер остался романтиком в большей степени нежели Тургенев. Можно вообразить, как недоумевал в кавычках добрый москвит, читая в одном из писем Флабера. Если удастся продолжить в таком же духе, Иродиада будет готова к концу февраля. К Новому году надеюсь дойти до половины. Что из этого выйдет, не знаю. Во всяком случае мне представляется это как нечто, что можно будет оглушительно курсивом горланить. Ведь одно это здесь и важно. Горлодерство, пафос, гипербола. Будем неистовы. Конец цитаты. Сам Тургенев от неистовства отказался давным-давно, а горлодерство не выносил. Однажды Флабер пожаловался Жорж Санд, что ему грустно, когда друзья расходятся с ним во взглядах на некоторые явления французской прозы, дорогие его сердцу. Кавычки открываются. Как трудно понимать друг друга. Вот два человека, которых я люблю и считаю настоящими художниками, Тургенев и Золя, а между тем они совершенно равнодушны к прозе с Шотабриана и тем более Теофили Готье. Фразы, которые приводят меня в восторг, им кажутся пустыми, кто же ошибается, и как понравятся публике, когда самые тебе близкие так далеки. Все это меня бесконечно огорчает, не смейтесь. Конец цитаты. Когда эти двое сходились вместе, чаще всего говорил Тургенев, Флабер же внимал, очень сосредоточенно с большим уважением. Мопасса написывает, как кавычки открываются, Флабер благоговейно слушал его, устремив на крупное бледное лицо друга широкие голубые глаза с подвижными зрачками, и отвечал ему своим звучным голосом, звенящим как труба из-под его усов, усов старого гальского воина. Конец цитаты. Некоторые различия вкусов не могли внести глубокий раскол в дружбу этих людей, в других отношениях столь близких. Они одинаково, в кавычках, ценили красоту и ненавидели пошлость. Оба жили изо дня в день, не строя планов на будущее, зная лишь одну цель, литературу, а впереди имея лишь пустыню, безысходность, страдания, непобедимую скорбь, сознание всеобщей бесполезности. Кавычки закрываются. Их роднило общее умонастроение, тот же надменный взгляд, каким оба взирали на враждебный мир. То же отвращение к банальности, а в глубине души, несмотря на пережитую Тургеневым эволюцию, тот же неизлечимый романтизм. Кавычки открываются. «Я прочел вторую песнь Дон Жуана, лорда Байрона», писал Тургенев 25 октября 1876 года. «То был единственный яркий луч, осветивший эту серую жизнь». Конец цитаты. Флабер стал тем главным посредником, благодаря которому Тургенев сблизился с другими французскими писателями того времени. В 1872 году Флабер пригласил его отобедать в обществе Туэфиля Готье и Эдмона Ганкура. В дневнике Ганкуров под этой датой мы находим портрет постаревшего романиста. Кавычки открываются. Тургенев кроткий великан, любезный варвар с седой шевелюрой, не спадающей на глаза, с глубокой морщиной, прорезавшей лопот одного виска до другого, подобно борозде от плуга. Своей детской болтовней он с самого начала чарует и, как выражаются русские курсив, обольщает нас сочетанием наивности и лукавства, тем обаянием славянской расы, которая у него особенно неотразима благодаря самобытности его ума и обширности его космополитических познаний. Конец цитаты. Такие пирушки случались у них не раз, иногда к друзьям присоединялась Джордж Санд. Она, кавычки открываются, еще больше высохла, но по-прежнему по-детски обаятельна и весела, как старушки минувшего столетия. Конец цитаты. Флаберу эти обеды пришлись так по душе, что он решил устраивать их ежемесячно, и 14 апреля 1874 года в кафе Риш состоялась первая из череды этих регулярных застолий. Отныне друзей-сотрапезников Флабера, Тургенева, Золя, Альфонсо Даде, ничто, кроме смерти, уже более не разлучит. Золя мало чем мог понравиться Тургеневу. Его вечная мрачность, жалобы на то, что общество шарахается от его книг, как от чумы, все это было нелепо в глазах человека много старше годами, который всю жизнь, сталкиваясь с несправедливостью, привык воспринимать ее философски, как неотъемлемую часть из вечного людского противоборства. Золя напоминал ему Руссо, и он как-то заметил. Один мой друг говорил, что тип Жан-Жака Руссо тип исключительно французский, кавычки закрываются, намекая тем самым, что подобные явления встречаются только во Франции. Эстетика Золя была также не в его вкусе, он писал Флаберу. Я прочел фильетон Золя, ну и что, мне его жаль. Да, он вызывает во мне сострадание, боюсь, что он никогда не читал Шекспира, вот уж подлинно несмываемое пятно. Конец цитаты. Флабер, как и Тургенев, тоже находил, что этим молодым людям не достает поэзии. Он признавался, я, как и вы, прочитал несколько выпускников западни, они мне не понравились. Золя становится смешной жеманницей, курсивом на выворот. Ему кажется, будто есть курсивом крепкие слова, подобно тому, как Кото и Мадлон полагали, будто есть слова благородные. Его вводит в заблуждение система, его принципы суживают и обедняют ум художника. Почитайте-ка еженедельные обозрения Золя, и вы увидите, он воображает, будто открыл натурализм. А что касается поэзии и стиля, этих двух постоянных элементов искусства, о них он не говорит никогда. Спросите также нашего друга Ганкура. Если он будет откровенен, то признается вам, что до Бальзака французской литературы не существовало. Вот куда приводят излишние умствования и боязнь впасть в шаблон. Конец цитаты. Нередко на их обедах воцарялось меланхолическое настроение. Кавычки открываются. У меня такое чувство, словно я уже умер, проговорил Теофель Готье. А у меня совсем иное чувство, заметил Тургенев. Знаете, иногда в комнате стоит еле уловимый запах мускуса, и его невозможно изгнать, выветрить. Так вот, я словно чувствую вокруг себя запах смерти, тление, небытия. Кавычки закрываются. Его преследовал этот запах смерти. Каждый уход друга вселял в его душу помыслы о собственной кончине, заставляя ощущать ее близость. Кавычки открываются. Смерть госпожи Санд тоже очень-очень меня огорчила. Бедная милая госпожа Санд, какое у нее было золотое сердце, до какой степени ей были чужды всякая мелочность, мещанство, фальшь, какой это был славный человек и какая добрая женщина. Теперь это все там, страшный, ненасытный, немой и нелепый яме, которая даже не знает, что пожирает. Но ничего не поделаешь, постараемся выше держать голову. Конец цитаты. Когда в 1878 году ему сравнялось 60, он писал, отсюда начинается хвост жизни. После 40 вся сущность бытия сводится к одному слову, и это слово отказ. После 60 жизнь приобретает совершенно личный и оборонительный в борьбе со смертью характер. Конец цитаты. В 1880 Тургенев рассказывал друзьям о сердечном приступе, приключившемся ночью, несколько дней тому назад. Он говорил, что, кавычки открываются, этот приступ был как бы связан с большим коричневым пятном на стене над его кроватью, которое в том кошмарном состоянии полусна, полубодрствования казалось ему самою смертью. Конец цитаты. В том же году скончался Флабер. Ганкур и Даде и Золя проводили его на импозантное кладбище в Руане. Вокруг них слышались толки про то, как готовят камбалу по-нормански и цеплят с померанцами. Сильно пахло боярышником. Тургенева с ними не было. Он как раз совершал одну из своих последних поездок в Россию и многих там восстановил против себя, обратившись к русским читателям с предложением организовать сбор денег на памятник Флаберу. Два года спустя, в 1882-м, писатели еще собирались на обеды, но никто уж не говорил ни о чем, кроме смерти. Кавычки открываются. А для меня, признавался Тургенев, это самая привычная мысль. Но когда она приходит ко мне, я ее отвожу вот так. Он делал едва заметное отстраняющее движение рукой. Ибо в известном смысле курсивом славянский туман для нас благо. Он укрывает нас от логики мысли, от необходимости идти до конца в выводах. У нас, когда человека застигает метель, говорят, не думайте о холоде, а то замерзнете. Ну и вот, благодаря туману, о котором шла речь, славянин в метель не думает о холоде, а у меня мысль о смерти сразу тускнеет и исчезает. Конец цитаты. Он болел. В 1883 году ему пришлось удалить кисту, и он, как истый литератор, рассказывал потом даде, кавычки открываются, во время операции я думал о наших обедах и искал слова, которыми мог бы точно передать ощущение стали, рассекающей кожу и проникающей в тело. Так нож разрезает банан. Конец цитаты. Потом болезнь усилилась. Шарко поставил диагноз грудная жаба. Тургенева терзали жестокие боли в спине. Врачи приговорили его к полной неподвижности. Тогда он нарек себя патриархом моллюсков и попытался выстроить всеприемлющую философскую теорию, опираясь на то, что он называл в кавычках «бодрой безутешностью». Он сочинял правила поведения для людей, оказавшихся в его положении. Кавычки открываются. Следует размышлять о прошедшем, удовлетворять с требованием настоящего и никогда не думать о будущем. Человек, желающий жить спокойно, никогда ничего не предпринимай, ничего не предлагай, ничему не доверяйся и ничего не опасайся. Моллюск так моллюск, живут же они, и никакого желания к перемещению не ощущают. Конец цитаты. Но похоже на то, что пресловутая грудная жаба на поверку оказалась раком позвоночника. Он больше не мог спать, несмотря на всякие припарки, хлоралы и хлороформы. Он испытывал невыносимые страдания, но был очень терпелив и старался следовать советам Шопенгауэра, полагавшего, что боль переносится легче, если подвергать ее анализу. Ему часто впрыскивали морфий, от которого у него мутился рассудок. Он выл от боли, умолял госпожу Виардо, которая терпеливо ходила за ним, выбросить его в окно. Она отвечала, «Но, дорогой мой Тургенев, вы слишком большой и тяжелый, и потом это может вам повредить». И он не мог удержаться от улыбки. Он провел три месяца в лихорадочном полубреду. Кавычки открываются. «Я был на дне моря», рассказывал он критику Аненкову, «и видел чудовище и сцепление безобразнейших организмов, которых никто не описывал, потому что никто не воскресал после таких спектаклей». Кавычки закрываются. Теперь он уже понимал, что гибнет и занялся изданием полного собрания своих сочинений. Ему хотелось, чтобы его погребли у ног Пушкина, которого он называл своим учителем, но он считал, что не заслуживает такой чести. Пришло письмо от Льва Толстого. Кавычки открываются. «Известия о вашей болезни ужасно огорчили меня. Когда я поверил, что это серьезная болезнь, писал он, я почувствовал, как я вас люблю, я почувствовал, что если вы умрете прежде меня, мне будет очень больно». Конец цитаты. Ответ Тургенев на силу смог нацарапать карандашом. «Милый и дорогой Лев Николаевич, долго вам не писал, ибо был и есть, говоря прямо, на смертном одре. Выздороветь я не могу, и думать об этом нечего, пишу же я вам, собственно, чтобы сказать вам, как я был рад быть вашим современникам, и чтобы выразить вам мою последнюю искреннюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной деятельности, ведь этот дар вам оттуда же, откуда все другое». Ах, как я был бы счастлив, если бы мог подумать, что просьба моя на вас подействует. Я же человек конченый. Доктора даже не знают, как назвать мой недуг. Не ходить, не есть, не спать, да что? Скучно даже повторять все это. Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите моей просьбе. Дайте мне знать, если вы получите эту бумажку, и позвольте еще раз крепко-крепко обнять вас, вашу жену, всех ваших. Не могу больше. Устал. Кавычки закрываются. Написала ему теперь и чаровница Савина. Кавычки открываются. Ваше письмо, отвечал он ей, упало на мою серую жизнь, как лепесток розы на поверхность мутного ручья. Бодрость духа во мне исчезла. В будущее стараюсь не заглядывать и уже не позволяю себе мечтать о свидании с вами. Милый мой друг, я до того присмирел духом, что даже не позволяю себе размышлять о смысле следующих слов в вашем письме. В кавычках. Вспоминайте иногда, как мне с вами в Париже, курсив, что я тогда перечувствовала. Знаю, наверное, что столкнись мы в жизни раньше, но к чему все это? Я, как мой немец Лем в дворянском гнезде, в гроб гляжу, не в розовую будущность. Конец цитаты. Итак, это был конец. Странному сну жизни предстояло завершиться еще более странным, каким пробуждением. В финале одного из своих романов он однажды написал, кавычки открываются, как эта жизнь так скоро прошла, как эта смерть так близко придвинулась. Смерть, как рыбак, который поймал рыбу в свою сеть и оставляет ее на время в воде. Рыба еще плавает, но сеть на ней, и рыбак выхватит ее, когда захочет. Конец цитаты. Во время болезни он еще писал, тогда были созданы его последние стихотворения в прозе. Кавычки открываются. Голубое небо, как пух легкие облака, запах цветов, сладкие звуки молодого голоса, лучезарная красота великих творений искусства, улыбка счастья на прелестном женском лице и эти волшебные глаза. К чему? К чему все это? Ложка скверного, бесполезного лекарства через каждые два часа. Вот, вот что нужно. Конец цитаты. За две недели до смерти он подозвал к своей постели госпожу Виардо и со слезами на глазах попросил ее писать под его диктовку. Кавычки открываются. Я хотел бы написать рассказ, который у меня в голове, но это меня слишком утомит, я не смогу. Так диктуйте мне, отвечала артистка, я пишу по-русски медленно, но думаю, если вы будете терпеливы, я сумею. Нет, нет, воскликнул он, если я стану диктовать по-русски, буду запинаться на каждом слове, на каждой фразе, подыскивать самое подходящее выражение, а мне такое не по силам. Нет, я бы хотел вам диктовать на всех языках, которые мы оба знаем, и пользоваться теми оборотами, что первыми придут мне на ум. Конец цитаты. Так они и поступили. Это была история опустившегося русского дворянина. Она называлась «Конец». От прежнего богатыря оставались теперь лишь кожи да кости. Он недоумевал, как можно жить с ногами кузнечика. В одном из своих стихотворений в прозе он некогда спрашивал, «Что я буду думать тогда, когда мне придется умирать?» Но умирал он в бреду, бормотал, кавычки открываются, «Смотрите, как странно, моя нога висит там в углу, а комната полна гробов». Кавычки закрываются. Хотя его окружали одни французы, он говорил по-русски, читал стихи, возможно, те самые, что некогда услышал от Бабурина на берегу заросшего тростняком пруда. Может быть, ему чудились в те минуты запахи гречихи и свежескошенной ржи, которую он так любил в детстве. Потом сознание на несколько минут вернулось к нему. Кавычки открываются. «Подойдите ко мне ближе», шептал он, «Настала пора удалиться от дел, как русские цари». Кавычки закрываются. На какое-то мгновение он узнал Виардо и произнес «Вот царица цариц, сколько она добра сделала». Он скончался 3 сентября 1883 года. Кавычки открываются. Последние двое суток он был без сознания, он больше не страдал, жизнь медленно уходила, и после двух спазм он испустил последний вздох. Мы все стояли вокруг. Его лицо вновь стало таким же прекрасным, как было встарь. В первый день после смерти между бровями оставалась еще глубокая морщина, вызванная спазмами. На второй день его лицо снова приняло свое обычное выражение доброты. Могло показаться, будто он сейчас улыбнется. Конец цитаты. Церемония отпевания привела как гроба Тургенева целый мирок людей богатырского роста с расплывчатыми чертами лица, бородатых как бог-отец. Подлинную Россию в миниатюре, о существовании которой в столице, в скобках, то есть в Париже. И не подозревали. Конец цитаты. Съехалось туда и множество женщин со всех концов света. Читательницы пожелали принести дань уважения великому романисту. Его друзья-писатели, следуя за гробом к вокзалу, вспоминали истории, что он рассказывал им в обеденные часы у Флавера. Кавычки открываются. Начало их как будто возникало в тумане, но потом они становились такими увлекательными, такими захватывающими. Конец цитаты. Тело писателя было отправлено в Россию. На вокзале Эдмон Абу и Эрнестр Ринан произнесли прощальные речи. В свое время Тургенев сказал одному из своих друзей, вот погоди, мы с тобой умрем, тогда увидишь, как нас будут превозносить. И верно, в Петербурге ему устроили такое торжественное погребение, каких здесь не видывали со времен кончины Пушкина. Огромная толпа провожала его прах до самого кладбища. Партия террористов выпустила прокламацию в его честь, и на его гроб от имени всех политических заключенных России был возложен венок с надписью «Бессмертному от смертных». Так молодежь, та самая молодежь, чье недоверие отравляло жизнь великому художнику, воздала мертвецу уважение, которое бы так тронуло живого. Похоже, только смерть побуждает людей простить ближнему его гениальность. Спустя 25 лет в Большой Зале Петербургской Академии наук открыли музей Тургенева. Там были собраны те жалкие вещицы, с помощью которых мы тщетно пытаемся вызывать из небытия великие тени. Чего там только не было. От листка из дневника Варвары Петровны с записью «рождение 28 октября 1818 года в 12 часов дня сына Ивана 12 вершков ростом» «до знаменитого дивана из Спаскова с висящим над ним охотничьим ружьем. Вскоре служители музея заметили, что букет свежих роз перед портретом Тургенева что не день обновляется. Цветы приносила дама зрелых лет. То была Мария Гавриловна Савина. И ни один памятник не порадовал бы Тургенева больше, чем эти дивные и хрупкие розы из прекрасных рук его подруги. Часть четвертая Искусство Тургенева Литературные споры одна из тех жестоких и пустопорожних забав, без которых собственно быстротекущее существование представляется смертным по-видимому слишком долгим. Радости, которые нам дарят два разных писателя, казалось бы, не должны препятствовать одна другой, живя в душе раздельно и не вступая в противоборство. Однако, подобно тому, как в семнадцатом веке почитатели Россина с жаром ревнивых любовников пытались изгнать из памяти публики даже тень корнелевской славы, ныне русская литература возбуждает в Западной Европе столь же нелепые и наивные страсти. Достоевского возлюбили яростно, в скобках и не без причины, но эту любовь почему-то питают в пику Толстому и особенно Тургеневу. Кавычки открываются. Таков обычай, говорит Роберт Линд, если хвалят одного русского писателя, то непременно за счет других. Все происходит так, будто поклоняясь литературным кумирам, люди соблюдают принципы монотеизма и не желают мириться с культом других божеств. Конец цитаты. Как почти всегда бывает в делах человеческих, здесь за видимой нелепостью кроется подлинное чувство. То, что мы с таким азартом отстаиваем, не творчество того или другого автора, а наши собственные глубинные пристрастия. Ведь литературные вкусы, художественные предпочтения предопределяются потребностями нашего ума и сердца. Найдя в книге точное изображение наших тревог или нашей безмятежности, мы воспринимаем неблагосклонность критики к этому роману как личный враждебный выпад. Достоевские, живущие среди нас, питают к Тургеневу чувства, достойные самого Достоевского. В мире читателей, как и в писательском, различные темпераменты противоборствуют и уязвляют друг друга. Это как нельзя более естественно и даже может быть вполне здраво. Нелепо другое. Попытки иных критиков возвести такие субъективные пристрастия и антипатии в ранг абсолютной истины, непререкаемого суждения. Упрекать Тургенева в том, что он не писал, как Достоевский, равносильно сожалению о том, что на яблоне не растут груши. Но, может быть, все-таки есть смысл классифицировать плоды по степени их предпочтительности. Что на ягодном кусте груши не вырастут, это, разумеется, само собой. Однако, нельзя ли объявить, что на лестнице ценностей груши по отношению к ежевике занимают ступень более высокую? Фанатические приверженцы Достоевского или Толстого говорят, «Сравнивая миры, созданные тремя великими романистами, мы согласимся, что мир Тургенева полностью соответствует натуре своего создателя и что это самый Тургеневский из всех возможных миров. Мы находим в нем творческое изящество и даже до известной степени правдоподобие, но также видим, что он невелик, его можно обозреть без особого труда». Прочитав два романа, уже знаешь Тургеневскую обстановку, почти всегда это дом в сельской местности, принадлежащий небогатым помещикам. Кавычки. Старые пузатые комоды с медными бляхами, белые кресла с овальными спинками, стеклянные люстры с большим яйцом из лиловой фольги посередине. Кавычки закрываются. Новые кавычки. «Узкая кровать под пологом из стародавней полосатой материи, у изголовья образ, а на полу истертый, закапанный воском каверчик». Кавычки закрываются. «Мы знаем его пейзажи, степи Орловской губернии, березовые и осиновые леса, облака, вечные туманы. Мы знаем его действующих лиц, их немного, и они почти стерилизованы. У него есть русские гамлеты, базаров, рудин. У него есть старик, пережиток восемнадцатого века, есть красноречивый и беспомощный революционер, есть молодой чиновник, самоуверенный, чистолюбивый. А среди женских персонажей всего два-три типа. Молодая девушка, кроткая и исполненная совершенств, нередко набожная, Татьяна в дыме, Лиза в дворянском гнезде. Причудливая, опасная, загадочная женщина. Ирина в дыме. Наконец, еще Марианна в нове. Энергичная девушка, весь облик которой серые глаза, прямой нос, тонкие губы выражают упорство в стремлении найти дело, достойные преданности и борьбы. Многословные и безвольные мужчины, страстные и великодушные женщины образуют ограниченный закрытый мир, очень далекий, как нас уверяют от тех людских масс, которые умеют приводить в движение Толстой и Достоевский. Конец цитаты. Может быть, все это и верно. Только до меня не доходит, как можно упрекать мир художника за его малые размеры. Качество произведения не зависит ни от величины, ни от важности изображаемого предмета. С тем же успехом мы могли бы порицать живописцев мастеров натюрморта, что они занимаются мелочами, или утверждать, будто Вермиэр невеликий художник, поскольку писал тесные интерьеры, а Шарден, как живописец, уступает кармону, так как знал лишь небольшую группу людей, принадлежащих к одному слою, в скобках, парижской трудящейся буржуазии. По-моему, же напротив, истина состоит в том, что для художника зачастую чрезвычайно важно уметь ограничить сферу изображаемого. Невозможно одинаково хорошо знать все, и маленькая картина, написанная с большой точностью, скажет нам о человечестве больше, нежели, в кавычках, огромная неряшливая фреска. Романист может правдиво изобразить троих немцев, десятерых немцев, но ему не дано поведать нам, что такое Германия. Или, вернее, он не может сказать это иначе, чем изобразив со всей точностью доступный его темпераменту тех немцев, которых он знавал. Мне не важно, что Тургенев в записках охотника дал всего лишь портреты нескольких крестьян, живших в окрестностях Спаскова, если тем самым он лучше, чем толстые книги по русской истории, дал мне почувствовать, что представляла собой Россия 1830-х годов. К тому же, хотя тургеневские персонажи и впрямь делятся на довольно ограниченное число типов, зато внутри этого деления варианты неисчислимы и выписаны весьма определенно. Нам говорят, что в каждом романе Тургенева мы встретим даму с причудами и русского гамлета. Хорошо, пусть так, однако же эти гамлеты отнюдь друг с другом не схожи. Базаров совсем другой человек, нежели Рудин. Он настолько же молчалив, насколько Рудин речист. Он дикарь, он отчаянный и способен любить, тоже не в пример Рудину. Угрюмый Лаврецкий из Дворянского Гнезда тоже в своем роде Гамлет, но он проще, наивнее. Нежданов из Нови являет собою смесь Гамлета и Жульена Сореля. Притом, если бы последний являлся аристократом по рождению, что, конечно, во многом бы его изменило. То же самое можно сказать о персонажах записок охотника. У них есть общие черты, и это неизбежно, однако их характеры резко различаются. Пожалуй, с большим основанием можно было бы упрекнуть Тургенева в однообразии женских портретов, но в этом грехе повинны и другие великие романисты, ведь чуть ли не всякий мужчина одержим тем или иным типом женщины и не может не искать его повсюду. Когда мы говорим в кавычках «росиновская женщина», речь идет о типе достаточно обобщенном, чтобы вмещать одновременно Роксану, Эсфирь и Федру, но все же это вполне определенный тип. Поставим ли мы это в укор Росину? Каждый большой художник, будь то Росин или Тургенев, среди множества человеческих существ выбирает тех, что родственны его искусству. Такова природа творчества, это естественно и закономерно. Еще одна претензия к Тургеневу. Он не обладает гением творца. Но прежде следовало бы договориться, что мы в точности подразумеваем под словом «творец». Надлежит ли романисту извлекать своих персонажей из таинственного небытия, или он должен, действуя проще, пытаться изображать натуру, наблюдая ее? Я сейчас объясню, почему считаю неправильной самую постановку этого вопроса, но прежде вспомним, как на него отвечал сам Тургенев. Он всегда, притом с гордостью, называл себя человеком без воображения. Кавычки открываются. «Мне всегда нужна встреча с живым человеком. Что-нибудь выдумать, взять из головы я совершенно не способен». Конец цитаты. Ныне, благодаря господину Мазону, опубликовавшему замечательную аналитическую работу на основании оставленных Тургеневым в Париже бумаг, черновиков, набросков и планов, мы можем изучить механизм работы Тургенева, притворяющего впечатление действительности в художественные образы. Эти бумаги раскрывают перед нами процесс его труда. Приступая к созданию романа, он сначала составлял список персонажей. Здесь подлинное имя прототипа зачастую стоит рядом с именем героя. Так, в изначальном наброске к первой любви мы читаем «Я мальчик 13 лет, мой отец 38 лет, моя мать 36 лет». Затем он сделал поправку «Я мальчик 15 лет», без сомнения рассудив, что столь раннее пробуждение чувств, какое испытал он сам, читателю покажется малоправдоподобным. В списке действующих лиц накануне Каратаев, ключевая фигура повествования, назван своим подлинным именем, так же, как и болгарин Катранов. Составив список персонажей, Тургенев подбирал для них биографические данные. Там мы находим описание их наружности, их наследственные черты, к примеру, кавычки открываются. В семье была подучая болезнь, у матери двоюродная сестра была сумасшедшая, кавычки закрываются, а также свойства характера, кавычки открываются, девочка кокетливая, чувственна, но как-то скромна. Конец цитаты, новая цитата. Хорошая русская барышня, честная, молчаливая, религиозная, кавычки закрываются. Зачастую в подобных заметках упоминаются черты, заимствованные у нескольких реальных прототипов, здесь же названных по имени. Кавычки открываются, выражение как упокойного сатина или сумасшедшего веревкина. Кавычки закрываются, новая цитата, Галушкин хочет сойти за прогрессивного, вроде солдатенкова. Конец цитаты. Все, кто когда-либо изучали процесс работы разных авторов на создание романа, знают, что Тургенев в этом отношении сходен с величайшими из прозаиков. Бальзак охотно рассказывал, из какого в кавычках садка почерпнул материал для того или другого своего сочинения. Нам известны некоторые реальные прототипы Толстого. Может быть, доктор Пруст когда-нибудь опубликует дневники Марселя Пруста, из которых видно, каким образом записанные наблюдения способствовали формированию образов персонажей, которые, как и в заметках Тургенева, поначалу носили подлинные имена своих прототипов. Художественное творчество не есть созидание экс-нигилио из ничего. Это перестановка элементов реальности, их новые сочетания. Нетрудно показать, как самые диковинные из творений литературы, казалось бы, как нельзя более далекие от наблюдаемой нами действительности, скажем, путешествия Гулливера, рассказы Эдгара По, божественная комедия Данте или корабль Убью Жари сотканы из воспоминаний совершенно так же, как чудовище Леонардо да Винчи и черти на капителях суть комбинации черт людских и звериных. То же и в механике, где изобретение есть не сотворение невиданного вещества, а новое сочетание известных деталей. Как сказал Поль Балери, художник собирает, накапливает курсивом посредством материи. Он компонует множество желаний, стремлений, условий, заимствуя их изо всех проявлений духа и природы. Конец цитаты. Впрочем, надобно добавить, что подобный механизм, будучи пущен в ход, далее уже и сам посредством собственного движения порождает жизнь. Так Пруст, создавая Шарлюса, воспользовался Монтес-Кью в качестве прототипа, однако вскоре и сам обзавелся способностью в кавычках говорить по-шарлюски, уже не нуждаясь в образце. Подобное обретение персонажами собственной независимой жизни весьма примечательно у Бальзака, особенно в его поздних книгах. Но, хотя творчество экс-Снегилио из ничего невозможно, безспорно и то, что романист в своем труде может как приближаться к действительности, так и отдаляться от нее. «Я реалист», говорил Тургенев и соответственно считал единственным долгом художника добросовестно изображать то, что он видит. Но на самом деле проблема не столь проста. Изображать то, что видишь, воспроизводить природу, оно бы и прекрасно, да вот как ее воспроизведешь, природа неисчерпаема, она разнообразна и многогранна как в пространстве, так и во времени. В сознании одного человека за час успевает промелькнуть столько образов и идей, что ими можно заполнить книгу страниц в 400. Если мы хотим, чтобы такая книга вместила целую жизнь, притом не одного человека, а группы мужчин и женщин, то, очевидно, придется идти на уступки, что-то опускать, выкраивать, что-то выбирать. Делакруа, на чем свет клянет реализм в живописи. Кавычки открываются. Если вы хотите создать реалистические изображения, говорил он, изготовьте статуи в рост человека, окрасьте их в натуральные цвета, заставьте двигаться посредством упрятанных внутрь пружин, вы получите нечто в кавычках реальное, приближенное к действительности. Но создадите ли вы произведение искусства? Безусловно, нет, вы сотворите нечто прямо противоположное. Конец цитаты. Искусство это не природа, оно по самой своей сути есть создание человека. Пристрастие людей к искусству не что иное, как потребность сделать природу, в скобках, хаотичную и запутанную, постижимой для человеческого духа, внося в нее строй, которого в ней самой не видно. Тургенев понимал это как нельзя лучше. Он любил повторять определение Бекона. Искусство это человек, добавленный к природе. И слова Геоте надо поднять реальное на высоту поэзии. И так по существу, к этому сводится вся литературная доктрина Тургенева, чтобы оценить произведение искусства, нужно понять, что реализм и поэзия не противоречат друг другу. Роман не копирует жизни, это каждому ясно. Он ограничен, организован, сочинен. Но его гармоническое единство должно состоять из реальных подробностей и быть правдоподобным как целое. Трагедия Шекспира не является в кавычках разрезом жизни, но ее персонажи живые люди. Полоний настоящий придворный, Гамлет реальный молодой человек. Прозаик, так же как драматург, не обязан изображать в кавычках «красиво». В книгах Тургенева ни один персонаж никогда не играет мелодраматической роли. Охотник найдет там впечатление подлинного охотника. Крестьяне говорят вполне мужицким языком, они рассуждают о природе как эстеты, женщины женственны. «Как мы сказали, мир этой прозы невелик, но прибавим, именно потому, что Тургенев имел мужество ограничить свою вселенную кругом своих собственных наблюдений. Он один из тех редких романистов, которые, почитай, что никогда не солгали». Но если Тургенев реалист в изображении деталей, то в их подборе он великий художник. Поль Бурже вспоминает, как однажды в гостях у Тена, он слышал рассуждения Тургенева об искусстве описания. Кавычки открываются. По его мнению, талант здесь сводится к выбору выразительной детали. Он считал, что описание всегда должно быть непрямым и скорее курсивом намекать, чем показывать. Это были его подлинные выражения, и он нам с восторгом пересказал один пассаж из Толстого, в котором этот писатель дает почувствовать тишину прекрасной ночи на речном берегу, упомянув лишь одну простую подробность, как вспорхнула летучая мышь. Послышался шорох ее крылышек в тот миг, когда их концы соприкоснулись при взлете. В своих описаниях Тургенев постоянно пользовался деталями подобного рода. Приведу несколько примеров, взятых на удачу. Вот, скажем, изображение сентябрьского леса в степном короле Лире. Кавычки открываются. Тишь стояла такая, что можно было за сто шагов слышать, как белка перепрыгивала по сухой листве, как оторвавшийся сучок сперва слабо цеплялся за другие ветки и падал, наконец, в мягкую траву, падал навсегда, он уже не шелохнется. Конец цитаты. Или другой пример, это уже из дворянского гнезда. Кавычки открываются. Все затихло в комнате, слышалось только слабое потрескивание восковых свечек, да иногда стук руки по столу, да восклицание или счет очков, да широкой волной вливалась в окна вместе с расистой прохладой могучая, да дерзости звонкая песнь соловья. Конец цитаты. Этих примеров, которые весьма интересно было бы сопоставить с флаберовскими описаниями, достаточно, чтобы понять творческую манеру Тургенева. Он воскрешает виденную некогда картину, затем выделяет ту ее черту, что возникла в памяти первой, и она-то всегда оказывается главной, влекущей за собой череду других. Конец цитаты. Ухватить самую существенную деталь, предпочесть ассоциативный намек прямому показу, таковы правила и приемы искусства определенного стиля, изысканного и тем не менее мощного. Искусство Тургенева не раз уподобляли древнегреческому, и такое сравнение уместно, поскольку и тут, и там сложное целое создается немногими с отменной точностью выбранными деталями. Ни один романист не доводил прием кавычках экономии средств до такого совершенства. Имея маломальский навык выникать в способы построения романа, нельзя не поражаться, как Тургенев умел в столь небольших по объему книгах создавать такое впечатление полноты и длительности. Анализируя его приемы, обнаруживаешь надежно спрятанное, но тем более совершенное мастерство композиции. Действия Тургеневских романов всегда происходят в самые кризисные моменты жизни главного героя. Литераторы, скажем, Мередит или Джордж Элиот, зачастую охотно живописуют историю героя, начиная с его детских лет. Даже Толстой приступает к повествованию, когда до его кульминационного пункта еще далеко. Тургенев же почти без промедления вводит читателя в самую гущу событий. Действия отцов и детей занимает всего несколько недель. То же касается первой любви. Дворянское гнездо начинается возвращением Лаврецкого, завязка Нови, момент встречи героя с Ириной. И только потом, когда читатель уже в плену сопереживания, автор обращается к прошлому героя, выбирая для этого пути, исследовать который он считает нужным. Когда читаешь Тургенева, на ум приходит чуть ли не единство времени, закон французской классической трагедии, да и то сказать, он и вправду великий классик. Он даже разделяет свойственное великим классикам презрение в кавычках к интриге. Подобно Мольеру, выбиравшему для своих пьес самые затасканные сюжеты и предсказуемые развязки, Тургенев прежде всего заботился о том, чтобы изобразить определенный характер или выразить тот или иной оттенок чувства. Документальные материалы, рассмотренные Андреем Азоном, свидетельствует о том, что сюжет романа «Новь» определился лишь после того, как автор полтора года потратил на подготовительную работу и размышления о характере главного героя. И опять-таки, наподобие Мольера, Тургенев охотно довольствуется почти архаической симметрией, противопоставляя роковой погубительнице Варваре, Ирине, чистую женщину, Лизу, Татьяну. Художнику, человека-дела, отцам, детей. Его сюжетные конструкции куда проще, наивнее, чем у Толстого и Достоевского. Такую же экономию средств он соблюдает и в обрисовке характеров. Он и здесь, как в своих пейзажах, пускает в ход несколько тщательно отработанных подробностей, создающих картину целого. Скажем, в дворянском гнезде Лаврецкий оставил свою жену кокетку Варвару Павловну, которая обманывала его. Затем он получает известие, будто она умерла, а Варвара внезапно заявляется к нему в усадьбу. Он встречает ее понятной холодностью, она же пытается смягчить его, показывая ему свою маленькую дочку. «Ада, смотри, это твой отец, умоляй его вместе со мной», проговорила Варвара Павловна. «Так это и есть папа?» залепетала девочка Картавя. «Да, дитя мое, не правда ли, ты его любишь?» Примечание. Данный диалог в подлиннике по-французски. Конец примечания. Но тут стало не вмочь Лаврецкому. В какой-то мелодраме есть совершенно такая сцена про Барматалон и вышел вон. Варвара Павловна постояла некоторое время на месте, слегка повела плечами, отнесла девочку в другую комнату, раздела и уложила ее. Потом она достала книжку, села у лампы, подождала около часу и, наконец, сама легла в постель. «Эльбьен, мадам!» спросила ее служанка-француженка, вывезенная ею из Парижа, снимая с нее корсет. «Эльбьен, Жустин!» возразила она. «Он очень постарел, но мне кажется, он все такой же добрый. Примечание. Ну что, мадам, да что ж, Жустина!» С французского, конец примечания. «Подайте мне перчатки на ночь, приготовьте к завтрашнему дню серое платье доверху, да не забудьте бараньих котлет для ады. Правда, их здесь трудно найти, но надо постараться». «На войне, как на войне», возразила Жустина и загасила свечку. Конец цитаты. «Эта сцена незабываемой жесткости, сухость Варвары Павловны, ее эгоизм, уверенные в себе красавицы, слабохарактерность ее мужа, все показано на одной страничке, также понятно с первого взгляда и персонажей видишь так же ясно, как если бы это произошло в жизни на наших глазах. А между тем, автор ничего не комментирует. Нет и в поймине скурпулезного анализа, раскрывающего перед нами внутренний мир Варвары Павловны. После столь тягостной сцены она заботится о красоте своих рук, требует подать ей ночные перчатки и этого довольна. Мы уже узнали ее. Но, повторяю, для того, чтобы охарактеризовать искусство Тургенева-Прозаика, недостаточно слова «реализм». Здесь необходимо добавить, что он был поэтическим реалистом. Что это значит? Поэзия — понятие из тех, что хуже всего поддаются точному определению, однако же не следует упускать из виду этимологическое значение слова «поэт», то есть «делатель». Стало быть, поэзия — искусство переделывать, заново творить мир для человека, придавая ему форму и, главное, ритм. Реконструировать некое таинственное целое, сливая воедино природу и страсти души человеческой, вписывая личные судьбы в общий величественный ритм, которому подчиняются светило и облака, весны и зимы, пара юности и старости, вот что значит быть романистом и в то же время поэтом. О каком из Тургеневских произведений не подумаешь, непременно вспоминаются замечательные картины природы, в которых ее жизнь обретает родство с сознанием человека. В дыме мы следим за белыми клубами пара, медленно тающими над равниной. Невозможно забыть сад из первой любви, ночь из бежина луга, берег пруда, где Дмитрий Рудин в последний раз встречается с девушкой, которую ему суждено предать. Поэтическим реалистам можно назвать лишь того, кому ведомо, что жизнь человека хоть и полна обыденных подробностей, но не состоит из них одних, она вся пронизана сильными чувствами, тревогами, тайнами и благородными иллюзиями. Мечты являются составной частью реальности. С пренебрежением отодвигать их в сторону, возводить это в принцип, значит обеднять действительность, лишая всего того, что ее очеловечивает. Именно это подразумевал Тургенев, когда сказал о Золя. Мне его очень жаль, боюсь, он никогда не читал Шекспира. Такое замечание нуждается в комментариях, ибо о поэзии у Золя можно было бы сказать многое, но нетрудно почувствовать, отчего в глазах Тургенева искусство этого писателя выглядело куцем. Всякое изображение жизни представлялось Тургеневу неполным и фальшивым, если в нем отсутствовали нежные побуждения жаждущей счастья души. Свои шаблоны существуют в реализме так же, как и в романизме. Тремоло не менее рискованно, чем Рулада. Кавычки открываются. Я не натуралист, говаривал Тургенев, я сверх натуралист. Кавычки закрываются, и это было очень верное замечание. Его друзьям, в скобках, не только Золя, но даже Флаберу и Ганкуром, не хватало именно знания самых простых и сильных человеческих переживаний. После одного из их традиционных обедов, где Тургенев с редкостной тонкостью объяснял, что любовь, чувство совершенно особой окраски, и Золя пойдет по ложному пути, если не пожелает принимать это в расчет. Эдмонд Ганкур в своем дневнике наивно признался, все это хорошо, но вот горе, ни Флаберу с его пышными выражениями при описании этого чувства, ни Золя, ни мне самому, никогда не случалось влюбляться очень сильно, поэтому мы не способны живописать любовь. Конец цитаты. Они и вправду этого не умели. Кавычки открываются. И не то, чтобы у них не было таланта, говорит Тургенев, но идут они не по настоящей дороге, и уж очень сильно сочиняют, литературой воняет от их литературы. Конец цитаты. А вот Тургенев знал, что такое настоящая влюбленность. Он сидел на одной из лап того белого медведя. Он был, в кавычках, романтичен. В его отношении к Полине Виардо было что-то рыцарственное. В любви, как и в дружбе, он испытывал те страстные и продолжительные чувства, что надолго отрывают от пошлой обыденности, дарят душе в кавычках окраску, столь своеобычную, что всякого человека, познавшего истинную любовь, будь он хоть дельцом, хоть политиком, можно отличить по какому-то особенному просветленному великодушию. Достоинства, присущие Тургеневским книгам, в немалой степени порождены именно этим. Разумеется, грубая чувственность также присутствует в действительности, и она необходима. Однако же надо бы осознаться, что ее изображение в романе, как правило, удручающе монотонно и скучно. Ведь все романисты, хорошо писавшие о любви страсти, и здесь я мог бы с таким же успехом, как Тургенева, привести в пример Стендаля, в своей прозе были целомудренны. Даже Пруст, так ярко освещающий воздействие физиологических механизмов на эмоциональную жизнь человека, почти всегда сохраняет при этом поразительное чувство меры, а там, где оно изменяет художнику, его ждет поражение. Это замечание я делаю не потому, что хлопочу о нравственности, ведь между искусством и моралью родства нет, но мне сдается, что здесь проявляется важная эстетическая закономерность. Черты, которые мы только что отметили, в скобках желание изображать лишь то, что хорошо знакомо автору и окрашивать свои произведения сильными чувствами, им испытанными. Казалось бы, должны были привести к ярко выраженному субъективизму в искусстве. Тургенев Тургенев же напротив утверждал, что романисту подобает быть объективным, в кавычках исчезать за своими героями. Говорил он Тену. Одному молодому человеку, желавшему посвятить себя литературе и просившему у него совета, Тургенев написал, Конец цитаты. Такой взгляд заметим, что и Флабер, а не только Тургенев придерживался этого мнения. Казалось бы, идет вразрез с обычаями современных романистов. Большинству из нас свойственна субъективность писательской манеры, и повествуя о важном событии, мы стремимся взволновать читателя изображением не столько фактов, вызвавших его, сколько эмоций, которые оно у нас вызывает. Сказать по правде, оба эти методы кажутся мне равноприемлемыми, ведь нет ничего глупее, чем поносить прусто к вящей славе Тургенева. Почему надо обязательно либо встать на сторону объективного писателя, либо сделать выбору в пользу субъективного? Есть немало способов будить мысль и чувство публики. Истина, как я полагаю, состоит в том, что как бы писатель не стремился к объективности, не в его власти помешать своей личности проявляться в создаваемых им произведениях. Каждый несет на себе печать своих тревог. Они проступают наружу, как не старайся их скрыть. Читая Мередита, невозможно не догадаться, что он в зрелые годы полюбил юную особу. В его произведениях появляются образы молоденьких девушек, одаренных такой прелестью, настолько совершенных, что вполне очевидна их одушевленность глубоким чувством. Так же и в романах Тургенева неизменно ощущается его мягкая, сентиментальная и честная натура. Его призыв всегда тщетный к властной женщине, что силком бы принудило его испытать ту страсть, которой ему вечно не хватало. Именно это, как бы врожденное единообразие интонации одухотворяет его прозу. Можно перерезать пуповину между персонажами и воображением, их вскормившим, но нельзя лишить их черт естественного родства с тем, кто их сотворил. Так же, как и сходство между собой. Впрочем, Тургенев был далек от того, чтобы отрицать интроспекцию. Он считал, что художнику подобает все, включая себя самого, использовать как материал для наблюдения. И утверждал, писатель не может, не должен поддаваться горю. Он из-за всего должен извлекать пользу. Писатель, говорят, человек нервный, он чувствует сильнее других, но поэтому-то он и обязан держать себя на узде, обязан решительно всегда наблюдать и себя, и других. Ну вот, например, случилось с тобой большое горе, садись и запиши. То-то и то-то случилось, то-то и то-то испытываю. Горе пройдет, а превосходная страница останется. Иногда такая страница может сделаться ядром большого творения, которое будет художественно, потому что правдиво, потому что живьем вырвано из жизни. Конец цитаты. К тому же он был уверен, что, кавычки открываются, если бы все несчастные художники пускали себе пули в лоб, не было бы их ни одного, потому что все они более или менее несчастны. Да и не может быть счастливых художников, счастье, покой, а покой ничего не создает. Конец цитаты. Как видим, он был и субъективен, и объективен одновременно. По существу он терпеть не мог систем и классификаций, считал, что художнику необходима свобода. Кавычки открываются. Ты чувствуешь потребность лирических излияний и детской радостной веры. Качай. Ты желаешь под каждое чувство подкопаться, все обнюхать, разорить, расколотить, как орех? Валяй. Главное, будь правдив самим собою. Конец цитаты. Художник должен быть верным не системе, а лишь себе самому. В одном только Тургенев был непреклонен. Он полагал, что романисту ни в коем случае не позволительно стремиться доказать какую-либо заранее заданную идею. Художник и моралист — это две абсолютно различные роли. Чехов писал так. «Вы хотите, чтобы я, изображая Конокрадов, говорил, кража лошадей есть зло. Но ведь это и без меня давно уже известно. Пусть судят их присяжные заседатели, а мое дело — показать только, какие они есть». Конец цитаты. Искусство — это бегство, а не назидательная демонстрация. Дело не в том, что романист не может интересоваться идеями. Их выражение так же, как выражение чувств, является частью человеческой жизни, которую он стремится изобразить, но в его произведении идеи могут фигурировать лишь как элемент духовной жизни персонажей. Они должны порождать характеры, но не формировать их. В книге они вправе противоборствовать, сталкиваться между собой, но свободу выбора оставлять читателю. Тургенев не пытался в кавычках понять жизнь. Не навязывал нам ни моральных, ни философских доктрин. Это не его ремесло. Он рассказывает истории, знакомит нас с их героями. Во Франции в последнее время много толкует о чистом искусстве. Романы Тургенева могут служить одним из лучших образцов чистого романа. В этом отношении он оказал большое влияние на своих французских друзей. Молодой Мопассан был многим обязан Тургеневу, который, несомненно, еще в большей степени, чем Флабер, внушил ему любовь к искусству повествования. Кавычки открываются. Несмотря на свой возраст, вспоминал Мопассан, Тургенев придерживался в отношении литературы самых современных и самых передовых взглядов, отвергая все старые формы романа, построенного на интриге, с драматическими и искусными комбинациями, требуя, чтобы писатели давали жизнь, только жизнь, в кавычках, куски жизни, без интриги и без грубых приключений. Конец цитаты. Тургенев со своей стороны высоко ценил Мопассана. Толстой рассказывал, как однажды в бытность свою в Ясной Поляне Тургенев достал из чемодана и дал ему французскую книжечку. «Прочтите как-нибудь», сказал он, «Это молодой французский писатель, посмотрите, недурно». Конец цитаты. То был сборник новелл «Заведение Телье». В отношении искусства, стиля и композиции Тургенев был учителем французских писателей, живших в 1860-1880-е годы. Нам было бы не бесполезно перечитать его и сегодня, когда по замечанию Андре Жида писатель более не может заговорить об одном предмете, не сравнив его с десятком других. Тургенев также, впрочем, как и Стендаль, и Мериме, Толстой и Чехов знал, что слова наделены достаточной силой. Обычное слово, даже взятое в одиночку, вызывает в сознании образ предмета, который оно обозначает. Но если слово «довольно», чего ради украшать его ненужной и безобразной отделкой? Я знаю, что шуточки и выкрутасы обычно привлекают внимание присыщенного читателя. Понимаю, можно сказать, легко писать сдержанно, когда ничто не вызывает у тебя сильных переживаний, кавычки закрываются, но это никоим образом не относится ни к Мериме, ни к Стендалю, ни к Тургеневу. Все трое были наделены живой и тонкой восприимчивостью, однако же они полагали, и я думаю так же, что истинное чувство тем и отличается, что не приемлет фальшивых украшательств. Мелодраму не спутаешь с подлинной драмой. Байрон в конце своего краткого века испытав истинную драму с отвращением отверг мелодраматические поэмы, что писал в юности. Тургенев же, когда в течение двух лет смертельной болезни пытался оценивать свое творчество, должен был находить в этих мыслях счастье, а если он придавал какое-то значение посмертной славе, то и проникнуться уверенностью, что не будет забыт. Истина не стареет, и нынешние дети похожи на сыновей Гектора и Андромахи. Можно, как он говорил, в кавычках, быть оригинальным, не будучи эксцентричным. Я так даже убежден, что быть глубоко оригинальным можно только обходясь без эксцентричности. Пушкин, которого Тургенев считал своим учителем, в стихотворении поэту писал Поэт, не дорожи любовью народной, восторженных похвал пройдет минутный шум, услышишь суд глупца и смех толпы холодный, но ты останься тверд, спокоен и угрюм. Ты царь, живи один, дорогою свободной, иди, куда влечет тебя свободный ум, усовершенствуя плоды любимых дум, не требуя наград за подвиг благородный. Они в самом тебе, ты сам свой высший суд. Ты, ты доволен ли, взыскательный художник? Доволен? Так пускай толпа тебя бронит и плюет на алтарь, где твой огонь горит, и в детской резвости колеблет твой треножник. Так и Тургенев всю свою жизнь сам для себя был взыскательным критиком и, в кавычках, высшим судом. И ныне, полвека спустя, мы подтверждаем обоснованность того молчаливого одобрения, с каким он некогда подводил итоги своему творчеству. Примечание. Кстати, в опубликованных недавно афоризмах Поля Валери я с радостью обнаружил два замечания полностью созвучных мыслей Тургенева, желавшего быть оригинальным, не будучи эксцентричным. Не откажу себе в удовольствии привести здесь эти тексты. Кавычки открываются. При первом же взгляде на ум мне пришла фраза, слышанная из уст Дега. То плоско, как прекрасная живопись. Нелегко прокомментировать такое высказывание. Однако же его смысл открывается, как по волшебству, стоит лишь посмотреть на чудесный портрет кисти Рафаэля. В кавычках божественно плоско, это означает, что нет ничего обманывающего взгляд, никаких выпирающих деталей, назойливых вычурностей, режущих глаз фокусов освещения, нет кричащих контрастов. Я говорю себе, что совершенство возможно достигнуть, лишь презрев все те приемы, что делают его роскошным. Конец цитаты, новая цитата. Новизна, стремление к новизне. Это одна из тех возбуждающих отрав, что в конечном счете становится необходимее всякой пищи. По мере того, как жажда новизны овладевает нами, ее дозу приходится постоянно увеличивать, доводя до смертельной из боязни умереть. Странно, что нас так прельщают приходящие свойства вещей, ведь новизна именно в них и состоит. Разве вы не знаете, что новейшим идеям надобно придавать неимоверно благородные обличья, чтобы они выглядели не скоротечными, а зрелыми, не необычными, а живущими испокон веку, не возникшими и обнаруженными нынче утром, а просто давно забытыми и вновь обретенными. Конец цитаты. Часть пятая. Гуманистические воззрения Тургенева. Однажды некая дама написала Тургеневу, что ее сыну задали в гимназии сочинение на тему миросозерцания Тургенева и просила совета. Писатель оказался в большом затруднении. Он никогда не спрашивал себя, есть ли у него миросозерцание, ведь он считал, что художник прежде всего зритель житейских драм. Если он умешивается в их действия, то хотя бы на время перестает быть человеком искусства. Быть может впоследствии, когда покой вернется к нему, он сможет восстановить в памяти эмоции, которые он испытывал, действуя, и тогда они превратятся для него в материал творчества. Но борьба за отвлеченные доктрины всегда казалась Тургеневу занятием опасным для писателя. Кавычки открываются. Как только я имею дела с образами, я начинаю теряться и не знаю, с чего начать. Мне все кажется, что можно с полным правом утверждать обратное тому, что я говорю. Когда я описываю красный нос и белокурые волосы, то волосы действительно белокуры, а нос красен, и это никак не опровергнешь. Конец цитаты. Отвращение к спорам, к философскому пустословию, с молоду, его убеждение, что все это ни к чему не ведет, люди живут не этим, а действительное значение имеют сами человеческие существа. Со своими красными носами и светлыми шевелюрами, со своими рукопожатиями, вздохами, загородными прогулками, будничными трудами. Вот что лежало в основе Тургеневского презрения к отвлеченным понятиям. Даме, просившей его дать определение своего миросозерцания, он отвечал так. Кавычки открываются. Скажу вкратце, что я преимущественно реалист и более всего интересуюсь живую правдой людской физиономии. Ко всему сверхъестественному отношусь равнодушно, ни в какие абсолюты и системы не верю, люблю больше всего свободу и, сколько могу судить, доступен поэзии. Все человеческое мне дорого, славянофильство чуждо, так же, как и всякая ортодоксия. Конец цитаты. Это был честный ответ, достаточно ясно отразивший его позицию. Не питая склонности к столь определенным мировоззренческим высказываниям, он оставил нам мало подобных признаний. Кроме названного, есть всего несколько отрывков из его романов, краткое рассуждение под заглавием «Довольно», лекция о Гамлете и Дон Кихоте, да несколько иносказательных пассажей в стихотворениях в прозе. Что до в кавычках образа мира в понимании Тургенева. Творчество писателя дает нам, как мне кажется, следующее представление о нем. Тургенев, вне всякого сомнения, пессимист, по крайности во всем, что касается вещественной стороны бытия и сил в нем действующих. Верить в доброту природы, по его мнению, нелепо. Природа ни добра, ни зла, она равнодушна. Кавычки открываются. Она творит свои создания, не заботясь о том, какова будет их участь. Потом рождает те, что станут на них нападать. Как одних, так и других она наделяет оружием для борьбы. Беспристрастно совершенствует и первых, и вторых. Она словно верховный судья, взирает на эту вечную войну, снабжая припасами обе армии. Конец цитаты. Среди его стихотворений в прозе есть одно, где главным действующим лицом является персонифицированная природа. Кавычки открываются. Мне снилось, что я вошел в огромную подземную храмину с высокими сводами. Ее всю наполнял какой-то тоже подземный ровный свет. По самой середине храмины сидела величественная женщина в волнистой одежде зеленого цвета. Склонив голову на руку, она казалась погруженной в глубокую думу. Я тотчас понял, что эта женщина сама природа, и мгновенным холодом внедрился в мою душу благоговейный страх. Я приблизился к сидящей женщине и, отдав почтительный поклон, «О, наша общая мать!» воскликнул я, «О чем твоя дума? Не о будущих ли судьбах человечества размышляешь ты? Не о том ли, как ему дойти до возможного совершенства и счастья?» Женщина медленно обратила на меня свои темные грозные глаза, губы ее шевельнулись и раздался зычный голос, подобный лязгу железа. «Я думаю о том, как бы придать большую силу ногам блохи, чтобы ей удобнее было спасаться от врагов своих. Равновесие нападения и отпора нарушено, надо его восстановить». «Как?» пролепетал я в ответ. «Так вот о чем ты думаешь? Но разве мы, люди, нелюбимые твои дети?» Женщина чуть-чуть наморщила брови. «Все твари мои дети», промолвила она, «и я одинаково о них забочусь и одинаково их истребляю». «Но добро, разум, справедливость пролепетал я снова». «Это человеческие слова», раздался железный голос. «Я не ведаю ни добра, ни зла. Разум мне не закон. И что такое справедливость? Я тебе дала жизнь, я ее отниму и дам другим, червям или людям, мне все равно. А ты пока защищайся и не мешай мне». Я хотел было возражать, но земля кругом глухо застонала и дрогнула, и я проснулся. Конец цитаты. До нас дошло воспоминание, что в детстве ему случилось увидеть схватку между ужом и жабой, и тогда впервые у него зародилась мысль о том, как ужасна эта вечная борьба, царящая в природе. Зрелище людского бытия не изменило его ребяческих понятий. По его представлениям, миром правят могучие, но неразумные силы, совершенно безразличные к тому, что мы считаем благом и злом, справедливостью, счастьем. Естественно, что душа, в которой сформировались такие понятия о мироздании, не может быть религиозной. Для Тургенева люди во вселенском плане значили не более, чем муравьи. В одном из его стихотворений в прозе совершается воображаемый диалог между горными вершинами Юнгфрау и Финтера Аргорном. Юнгфрау говорит соседу, что скажешь нового? Тебе видней, что там внизу. Там внизу все тоже, отвечает Финтера Аргорн. Пестры, мелко, воды синеют, чернеют леса, сереют груды скученных камней, около них все еще копошатся козявки, знаешь, те двуножки, что еще ни разу не могли осквернить ни тебя, ни меня. Люди? Да, люди. Проходят тысячи лет, одна минута. Ну, а теперь, спрашивает Юнгфрау, как будто меньше, видать, козявок, гремит Финстера Аргорн, яснее стало внизу, сузились воды, поредели леса. Прошли еще тысячи лет, одна минута. Что ты видишь? Говорит Юнгфрау. Около нас вблизи словно прочистилось, отвечает Финстера Аргорн. Опрятно стало везде, совсем бело, куда ни глянь, везде наш снег, ровный снег и лед, застыло все, хорошо теперь, спокойно. Хорошо, промолвила Юнгфрау, однако довольна мы с тобой поболтали, старик, пора вздремнуть, пора. Спят громадные горы, спит зеленое светлое небо над всегда замолкшей землей. Конец цитаты. Одним из самых сильных переживаний Тургенева было присущее ему ощущение ничтожества человека перед величием мироздания. Если мы поддадимся слабости и захотим измерить и окинуть взором бесконечность, все наши усилия покажутся нам щитой. Мы страдаем, а чего ради? Чтобы все кончилось смертью, которая и сама всего лишь жалкий пустяк. Кавычки открываются. Что я буду думать тогда, когда мне придется умирать, если я только буду в состоянии тогда думать? Буду ли я думать о том, что плохо воспользовался жизнью, проспал ее, продремал, не сумел вкусить от ее даров? Как это уже смерть, так скоро? Невозможно, ведь я еще ничего не успел сделать, я только собирался делать. Буду ли я вспоминать о прошедшем, останавливаться мыслью на немногих светлых, прожитых мною мгновениях, на дорогих образах и лицах? Предстанут ли моей памяти мои дурные дела и найдет на мою душу жгучая тоска позднего раскаяния? Буду ли я думать о том, что меня ожидает за гробом, да и ожидает ли меня там что-нибудь? Нет, мне кажется, я буду стараться не думать и насильно займусь каким-нибудь вздором, чтобы только отвлечь собственное мое внимание от грозного мрака, чернеющего впереди. При мне один умирающий все жаловался на то, что не хотят дать ему погрызть каленых орешков. И только там, в глубине его потускневших глаз, билось и трепетало что-то, как перешибленное крыло насмерть раненной птицы. Конец цитаты. Конечно, любовь подчас дает злополучному человеческому существу ни с чем несравнимое ощущение могущества, собственной важности и величия. Но даже в любви, если хорошенько присмотреться, обнаруживается все та же извечная борьба. Кавычки открываются. В любви нет равенства. В ней одно лицо раб, а другое властелин. Недаром поэты все толкуют об ее оковах. Вы, может быть, еще узнаете, как эти нежные ручки умеют пытать, с какой ласковой заботливостью они по частичкам раздирают сердце. Вы познаете ненависть, что прячется под личиной самой пламенной любви. Вы будете как больной жаждать покоя, самого бессмысленного, самого пошлого покоя. Вы узнаете, что значит быть порабощенным, и как постыдно и томительно это рабство. Конец цитаты. В дыме тоже есть строки, сходные по интонации, с великолепным нравоучительным посланием из Вильгельма Мейстера. Кавычки открываются. Человек слаб, женщина сильна, случай всесилен. Примириться с бесцветной жизнью трудно, вполне себя забыть невозможно. А тут красота и участие, тут теплота и свет. Где же противиться? И побежишь, как ребенок к няньке, ну а потом, конечно, холод и мрак и пустота, как следует. Но тянет, влечет человека так же естественно и неудержимо, как магнит притягивает железную стружку, и это повторяется, соблазн снова и снова превозмогает опыт, пока смерть не принесет избавления. Конец цитаты. В свои черные дни Тургенев все подвергал сомнению, ни любви не верил, ни смерти. Его перу принадлежит мрачное рассуждение под названием «Довольно», где выражен тотальный и притом ложный пессимизм, до которого можно дойти, если не придавая должной цены человеческим усилиям, углубиться в созерцание безжалостной природы. Кавычки открываются. Строго и безучастно ведет каждого из нас судьба. И только на первых порах мы, занятые всякими случайностями, вздором, самими собою, не чувствуем ее черствой руки. «Пока можно обманываться и не стыдно лгать, можно жить и не стыдно надеяться». Конец цитаты. Потом, когда истина хоть отчасти откроется нам, кавычки открываются, одно остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах, не погрязнуть в тени самозабвения, самопрезрения, спокойно отвернуться от всего, сказать «Довольно», искорестив на пустой груди ненужные руки, сохранить последнее, единственно доступное ему достоинство, достоинство сознания собственного ничтожества, то, на которое намекает Паскаль, когда он называет человека мыслящим тростником. Слабое достоинство, печальное утешение, как ты не старайся проникнуться им, поверить ему, о ты, кто бы ты ни был, мой бедный собрат, не отразить тебе тех грозных слов поэта, кавычки открываются, наша жизнь одна бродячая тень, жалкий актер, который рисуется и кичится какой-нибудь час на сцене, а там пропадает без вести. Сказка, рассказанная безумцем, полная звуков и ярости, и не имеющая никакого смысла, кавычки закрываются. Я привел стихи из Макбета, и пришли мне на память те ведьмы-призраки, привидения. Увы, ни привидения, ни фантастические подземные силы страшны. Страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелко неинтересна и нищенски плоско. Проникнувшись этим сознанием, отведав этой полыни, никакой мед уже не покажется сладким, и даже то высшее, то сладчайшее счастье, счастье любви, полного сближения, безвозвратной преданности, даже оно теряет все свое обаяние. Все его достоинство уничтожается его собственной малостью, его краткостью. Ну да, человек полюбил, загорелся, залепетал о вечном блаженстве, о бессмертных наслаждениях. Смотришь, давным-давно уже нет следа самого того червя, который выил последний остаток его иссохшего языка. Так поздней осенью в морозный день, когда все безжизненно и немо в посиделой траве на окраине обнаженного леса, стоит солнцу выйти на миг из тумана, пристально взглянуть на застывшую землю, тотчас отовсюду поднимутся мушки, они играют в теплом его луче, хлопочут, толкутся вверх-вниз, вьются около друг друга. Солнце скроется, мушки валятся слабым дождем и конец их мгновенной жизни. Искусство в данный миг, пожалуй, сильнее самой природы, потому что в ней нет ни симфонии Бетховена, ни картины Рюйсдаля, ни паэмы Гёте, но в конце концов природа неотразима, рано или поздно она возьмет свое, она создает, разрушая, разрушая даже произведения искусства. Фидиасовский Юпитер рассыплется в прах, как простой камень. Где же нам, бедным людям, бедным художникам, сладить с этой глухонемой, слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, все пожирая? Как поверить наконец в значение и достоинство тех бренных образов, которые мы в темноте на краю бездны лепим из праха и на миг? Конец цитаты. Но, как говорит писатель, красоте не нужно бесконечно жить, чтобы быть вечной. Ей довольно одного мгновения. Это, пожалуй, справедливо. Однако для того, чтобы так было, требуются люди. Только они сохраняют красоту. Без них ничего бы не было. А они не вечны. Придет время, когда на охладевшей земле не останется ни одного человеческого мозга, способного размышлять о красоте прошлого. Тогда о чем же хлопотать? Кавычки открываются. Из чего люди станут снова подвергаться смеху в кавычках толпы холодной или суду глупца? Зачем пойдут они опять на этот толкучий рынок призраков, на этот торжеще, где и продавец, и покупатель равно обманывают друг друга, где все так шумно, громко и все так бедно и дрянно? Зачем в кавычках с изнеможением в кости? Поплетутся они вновь в этот мир, где живуче только то, что не имеет права на жизнь. Нет-нет, довольно, 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 дальнейшее молчание. Конец цитаты. Ясно, как бы здесь следовало возражать Тургеневу в скобках и через него Шопенгауэру, чьими мыслями он вдохновлялся. Скобка закрывается. Мы бы сказали, что нам до этого человеческие дела и впрямь, быстротечны. Мы не можем рассчитывать, что жизнь наших творений будет длительной, но не надумана ли сама потребность в такой долговечности? Вы говорите, что пройдет несколько тысячелетий и рукописи Платона и Минерва Фидия обратятся в прах. А нам-то какое дело? Созидать надо бно для своего времени, для нас самих и тех, кто рядом. Нам дается одна жизнь и мы довольствуемся ею. С точки зрения вечности она коротка, но вечность для нас непостижима. А если исходить из меры сил человеческих, то жизнь напротив длина богата наполнена. Пессимизм искусственен. Влюбленные и дети хорошо это знают. И они правы. Мошки пляшут в луче солнца. Разве было бы лучше, если бы они отказались от своих танцев и вместо этого принялись размышлять об истротечности лета и будущем, которого не могут вообразить. Это не более, чем головокружение при взгляде в бездну вечности, на миг овладевшее Тургеневым, Шопенгауэром и многими их современниками. Но лучший ответ Тургеневу можно найти у него самого. Его пессимизм поверхностен, или точнее у него сознание пессимиста, а сердце иное. Не то, чтобы оптимистичное, в скобках ведь отрицать страдание было бы безрассудством, но простое и справедливое. Он не зря говорил, что отвлеченные умствования не его стихия, и он чувствует себя в своей тарелке, лишь когда перед ним конкретный красный нос и белобрысая шевелюра. Когда Тургенев описывает реальный мир, он живо ощущает его красоту и разнообразие. Лаврецкий возвращается к себе в поместье глубоко несчастный кавычки открывается. Вот когда я попал на самое дно реки, думает он. А все-таки глубокий покой, деревенская тишь не оставляют его равнодушным, кавычки открываются. Я на дне реки, твердит он себе, и всегда, во всякое время, тиха и неспешна здесь жизнь. Кто входит в ее круг, покоряйся, здесь незачем волноваться, нечего мутить, здесь только тому и удача, кто прокладывает свою тропинку, не торопясь, как пахарь бы разду плугом. И какая сила кругом, какое здоровье в этой бездейственной тиши. Вот тут под окном коренастый лопух лезет из густой травы, над ним вытягивает заря свой сочный стебель, богородицыны слезки еще выше выкидывают свои розовые кудри, а там дальше в полях лосница рож и овес уже пошел в трубочку и ширится во всю ширину свою каждый лист на каждом дереве. На женскую любовь ушли лучшие мои года, пусть же вытрезвет меня здесь скука, пусть успокоит меня, подготовит к тому, чтобы и я умел не спеша делать дело. Конец цитаты. Так что же, надо б на смириться? Да, но такая покорность не безотрадна, ведь Лаврецкий уже не молод и потерпел поражение в жизни. Однако Тургенев, подобно Шекспиру или Проспера из шекспировской бури, хранит в душе нежное очарование юношеских иллюзий. Ему нравится в финале своих романов показывать нам, как после, вслед за поколением, потерпевшим фиаско, приходит новая, также взыскующая любви и полная надежд. Когда иллюзия вечна или, по крайней мере, возрождается заново с рождением каждой новой человеческой жизни, ее почти что можно считать реальностью. Однажды, в час полной безнадежности, Тургенев услышал под своим окном пение дрозда. Кавычки открываются. Он свистал, тюрюлюкал, немолочно, громко, самоуверенно. Переливчатые звуки проникали в мою затихшую комнату, наполняли ее всю, наполняли мой слух, мою голову, отягченную сухостью бессонницы, горечью болезненных дум. Они дышали вечностью, эти звуки, всею свежестью, всем равнодушием, всею силою вечности. Голос самой природы слышался мне в них, тот красивый бессознательный голос, который никогда не начинался и не кончится никогда. Он пел, он распевал самоуверенно этот черный дрозд, он знал, что скоро обычной чередой блеснет неизменное солнце, в его песне не было ничего своего личного, он был тот же черный дрозд, который тысячу лет назад приветствовал то же самое солнце и будет его приветствовать через другие тысячи лет, когда то, что останется от меня, быть может, будет вертеться незримыми пылинками вокруг его живого звонкого тела, в воздушной струе, потрясенной его пением. И я, бедный, смешной, влюбленный, личный человек, говорю тебе, спасибо, маленькая птица, спасибо твоей сильной и вольной песенке, так неожиданно зазвеневшей под моим окном в тот невеселый час. Конец цитаты Так и другие люди через тысячу, через две тысячи лет, испытывая те же страсти, те же горести и страдания, и, подобно нам, обреченные умереть, станут жить надеждой, как мы. И у них будут причины надеяться, ведь солнце и для них встанет в свой час на утреннем небосклоне, потому что наша ужасная вселенная, как бы то ни было, надежна, ее законы не жестоки и не добры, они неизменны, а, следовательно, предсказуемы, в их нерушимых рамках человеку дано как можно лучше творить свою судьбу. Пусть этот мир природных сил не ведает ни жалости, ни злобы, но в жизни человеческой все обстоит по-иному. Для чего люди оказались на этом камке грязи, мы не знаем. Важнее ли они, чем мошки, и этого нам вовек не узнать. Но то, что люди способны на дружбу, на любовь, на великие дела, это факт. Стоит Тургеневу приняться за описание человеческих существ, и тотчас оказывается, что на его палитре большое место принадлежит доверию и доброте. Ему нравятся люди и вообще все живое. Его восхищает энергия, которую человек и зверь тратят на то, чтобы создать оазис нежности среди слепого и враждебного мира. Внутри огромной равнодушной вселенной люди создали свой маленький мир. В этом и заключается истинная мудрость. Тургенев хорошо понимает это. Больше всего на свете он ценит доброту и мужество. Отсюда его особый интерес к русским мужикам, к людям былых времен, к истинным христианам. В его произведениях много хороших людей. Таковы родители обоих молодых героев в отцах и детях. И почти все крестьяне из этого романа. И Татьяна в дыме, и Лиза в дворянском гнезде изображены с такой нежностью, на которую пессимист не способен. Однако, как мы уже отмечали, здесь он приближается скорее к Евангелию, одаряя добротой людей простой души и даже счастьем награждает тех, кто избирают самую смиренную долю. Кавычки открываются. Петр Васильевич, его жена, все его домашние проводят время очень однообразно, мирно и тихо. Они наслаждаются счастьем, потому что на земле другого счастья нет. Конец цитаты. По замечанию господина Амана, кавычки открываются, Тургенев упрекает культуру в том, что она распространяет неверие, тем самым лишая интеллигентных людей добродетелей, порожденных долговечными традициями христианской религии. Эти добродетели смирения, милосердия, самоотречения остались ныне лишь у простого народа, в чем и заключается его преимущество. Тургенев говорит, кавычки открываются, «Имеющий веру имеет все и ничего потерять не может, а кто ее не имеет, тот ничего не имеет, и это я чувствую тем глубже, что сам я принадлежу к неимущим». Кавычки закрываются. Отсюда явствует, что в сознании Тургенева сохранились остатки былой веры и даже религиозного воодушевления, они живы наперекор его пессимизму, столь упорно отрицавшему все это. Говоря применительно к Тургеневу о некоторой доле религиозности, мы разумеем неположительную веру, но веру в само значение веры. Ее необходимо уберечь, чтобы в зрелые годы не утратить хоть малой части той невероятной силы, которую нам дарят иллюзии юности. По мнению многих, до старости сохранить свое сердце молодым и трудно, и почти смешно. Но, как утверждает Тургенев, кавычки открываются, тот уже может быть доволен, кто не утратил веры в добро, постоянство воли, охоты к деятельности, кавычки закрываются. Так скептик в конечном счете объявляет высшим благом деятельное бескорыстие, и теперь нас уже не удивляет, что он некогда решился в публичной лекции предпочесть тип Дон Кихота типу Гамлета, то есть выступить против себя самого. Дон Кихот живет для других, во имя самоотверженного противостояния силам враждебным человеку, волшебникам, великанам. Смиренный сердцем, он духом велик и мужествен. Он не сомневается в своем призвании и упорная воля придает постоянство его помыслам. Гамлет же, хоть некоторые его черты не укладываются в эту схему, в целом являет собой воплощение аналитического разума и эгоизма. Он занят преимущественно собственной персоной и заботит его не свой долг, а свое положение. Он себя изучает, познает, а зачастую и презирает. Отсюда его ирония, полная противоположность той веры, что движет Дон Кихотом. Гамлет, не ведая, для чего живет, его существование не имеет цели, в скобках, кроме одной лишь мести. И тем не менее, он привязан к жизни. Он любит жизнь, потому что человеческая природа, к счастью, сильнее отвлеченных соображений. Поэтому он мечтает о самоубийстве, но с собой не кончает. Его надобно пожалеть, он страдает больше, чем Дон Кихот. Гамлет, всецело поглощенный поисками самого себя, не перестает быть таковым и в отношениях с женщинами. Он губит Офелию, которая была прекрасна и любила его. А Дон Кихот способен боготворить выдуманную дульсинею, в грезах наделяя ее всеми совершенствами. Скептицизм Гамлета не следует путать с равнодушием. Но он слишком много размышляет, от этого воля его утрачивает первоначальную крепость. Кавычки открываются. Вот где является нам столь часто замеченная трагическая сторона человеческой жизни. Для дела нужна воля, для дела нужна мысль, но мысль и воля разъединились, и с каждым днем разъединяются более. Кавычки закрываются, новые кавычки. Так прирожденный румянец воли блекнет и болеет, покрываясь бледностью мысли, говорит Шекспир устами Гамлета. И вот почему с одной стороны стоят Гамлеты, мыслящие, сознательные, часто всеобъемлющие, но также часто бесполезные и осужденные на неподвижность, а с другой полубезумные Дон Кихоты, которые потому только и приносят пользу и подвигают людей, что видят и знают одну лишь точку, часто даже не существующую в том образе, какую они ее видят. Кавычки закрываются. Дон Кихот заблуждается, это очевидно. Человек, пытающийся бороться против целого мира, почти всегда терпит поражение, но попытки эти все же необходимы. Кавычки открываются. Некоторая доля смешного неминуемо должна примешиваться к поступкам, к самому характеру людей, призванных на великое новое дело. Масса всегда кончает тем, что идет беззаветно веруя за теми личностями, над которыми глумилась, которых даже проклинала и преследовала, но которые, не боясь ни ее преследований, ни проклятий, не боясь даже ее смеха, идут неуклонно вперед, вперед в духовный взор, в им только видимую цель, ищут, падают, поднимаются и, наконец, находят. Попирание свиными ногами встречается всегда в жизни Дон Кихотов. Это последняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманию. Это пощечина фарисея. Потом они могут умереть. Они прошли через весь огонь горнила, завоевали себе бессмертие. Конец цитаты. Итак, скептик Тургенев завершает свое рассуждение высочайшей похвалой верующему. Но это не парадокс. Истина в том, что его скептицизм зачастую всего лишь слова. В глубине сердца Тургенев хранил некие верования, достаточные, чтобы придавать жизни очарование. Да к тому же в конечном счете он как друг и как художник прожил свой век единственный и невозвратный именно наподобие рыцаря печального образа, благородно и скорбно. Можно быть Дон Кихотом простоты, преувеличение, дешевая выспренность и позерство, лицемерие фальшивых страстей, дешевый блеск, претенциозного стиля, это ведь тоже в своем роде ветряные мельницы. С ними Тургенев воевал всю жизнь, сражаясь во славу избранной дамы, чье имя точность. Наперекор шопенгауровскому пессимизму некоторых стихотворений в прозе, его творчество служит нам не примером уныния, а скорее уроком смирения. Внове он не даром отдает Марианну не пылкому Нежданову, а Соломину, поборнику малых дел, который движется вперед неспешно и обдуманно. Человеку не всегда суждено быть раздавленным природой, он может и преобразовать ее, но лишь при условии, что принимает ее законы. Поль Бурже удачно заметил, что ни у одного из персонажей Тургенева жизнь не проходит совершенно впустую, как, к примеру, у героев флаберовского воспитания чувств. Кавычки открываются. Они побеждены, они не нашли применения своим силам, но это не никчемные люди, а люди, не достигшие цели. Конец цитаты. Неудачниками их не назовешь, поскольку они держатся особняком, кавычки открываются. Каким бы печальным или жалким не казалось их существование, оно независимо от общественного мнения, они сами по себе. Понятие, согласно которым живет их окружение, им не указ. Их нет смысла сравнивать ни с теми, ни с этими. Стоит поглубже вникнуть в психологию такого несостоявшегося человека, и становится очевидно, что его неудачливость выглядит непоправимой лишь при взгляде со стороны. Пока жив, он на многое способен, если только пожелает действовать исключительно по собственному почину, не заботясь о том, как на его поступки посмотрят другие, не боясь чужого суда. Это поэзия Робинзона Даниэля Дефо, вдохновение воли, черпающей силы в себе самой, деятельности абсолютно личной, скрытой от мира и независимой от суетности и тщеславия. Герои Тургенева непреклонно отстаивают эту позицию в кавычках жизни по-своему. И оказывается, что они в конечном счете не растратили отпущенный им земной срок, повинуясь посторонним влияниям, а сумели прожить свою собственную жизнь, что и позволило им не исчезнуть без следа, подобно Фредерику Моро или Делорье. Примечание. Персонажи романа Флабера «Воспитание чувств». В нашем мире имеет значение не то оценят тебя высоко или не признают. Нет, важно чувствовать горький или сладкий привкус страстей, искренне и непосредственно воспринимать фатальность мировых свершений, словом, прожить сколько-то лет посреди подавляющей тебя природы, создать царство в царстве, как говорит философ, пусть даже царству этому суждена гибель. И в некотором смысле лишь один выбор пути можно признать несостоятельным судьбу человека, существующего только в представлении других о нем. Конец цитаты. В романах Тургенева жизнь предстает перед нами такой, кавычки открываются, какой она бывает в наших сердцах, печальной, переменчивой, таинственной, кавычки закрываются. Эта проза оставляет в душе ни отчаяния, не озлобления, а память о встрече с прекрасным. Когда мы закрываем его книгу, перед нашим внутренним взором проплывают леса, трепещущие в солнечном сиянии, очаровательные и трогательные женщины, робкие и нежные родители, беспокойные и кипучие юноши. В кавычках «благородный и печальный Тургенев», так однажды выразился Уолт Уитмен, и лучшего определения нам не найти. Этот писатель постиг жестокость бытия и не пытался замаскировать это искусственным оптимизмом, но он верил в человеческую натуру, знал, что если в глубины этих душ, чья поверхность так взбаламучена вглядеться пристальней, то под ней почти всегда отыщется какое-нибудь чистое чувство. И ныне, завершая разговор о нем, я сам не понимаю, отчего меня преследует, все не уходит из памяти прекрасная фраза, который Жан-Жараду закончил свой очерк о Россине. Кавычки открываются. Перед каким-нибудь изгнанием или смертью от рака судьбе бывает не чуждо подкинуть нам несколько лишних недель возвышенного заблуждения, чтобы великая душа хоть тогда познала искус высокого испытания. Конец Тургенев, прежде чем рак и смерть взяли верх, сумел создать несколько творений, отмеченных почти совершенной остротой глаза и понимания мира. Если всем нам предстоит однажды, как ему, быть поверженным в схватке с небытием, пусть это произойдет не раньше, чем мы, силой своего желания, сумеем вылепить своими смертными руками хотя бы подобие такой прелестной любви и преданной дружбы.